Геф Торп Потерянное освобождение Призраки Терры Ересь Хоруса Вархаммер 40 тысяч Мог ли император даже помыслить о подобном? Был ли миг, когда он посмотрел на свое творение и задался вопросом Кто дал мне на это право? Сомневался ли он когда-либо в истинности своей цели Или в методах, которые приходилось использовать в силу обстоятельств? Или же такие сомнения лишь слабость, присущая существам не столь возвышенным, как повелитель человечества? Я взглянул на творение рук своих и в равной мере познал отчаяние и надежду Теперь я понимаю, что совершил ужасный поступок Но не могу заставить себя просить прощения Даже после всего случившегося, я до сих пор считаю, что действовал с самыми благими намерениями И во имя благороднейшей из целей Это были темнейшие времена из всех, что мы знали Даже если теперь может показаться, будто мной руководили эгоистические побуждения То в свое оправдание скажу, что нас окружали враги, с которыми нам не то, что не приходилось сталкиваться ранее Мы даже помыслить не могли, что встретимся с ними в бою Все, что мы создали и ради чего сражались долгие годы, находилось на грани уничтожения На коно стояла не просто слава былых дней, но само будущее галактики Не жившие в те времена не вправе судить тех, кто жил Я до сих пор не в состоянии понять мотивы тех, кто намеренно, либо же по капризу судьбы стал нашим врагом И еще меньше я испытываю к ним сочувствие Но также понимаю, что причиной раздора оказалась не слабость или прихоть Люди, обладающие властью, чистолюбием и возможностями Выпистывали великие планы и сочли себя выше простых смертных Я всегда оставался верным высшей цели своего существования Но должен признать, также страдал от понимания тщетности, добродетельности Без сомнений двигавшей всеми остальными Кого также станут судить грядущие поколения Даже в прошлом мы совершали деяния, которые можно было счесть неоднозначными Смысл не в том, что же произошло, но в том, почему это произошло Во тьме, в отчаянии мы сделали нечто, что можно оправдать лишь жестокой необходимостью Не судите меня, я выше вашего осуждения, хотя и не достоин прощения Найденный отрывок записи, автор неизвестен, около М31 Часть первая Эхо Иствана Глава первая Былое величие Встреча братьев Новое назначение Бранна Последний раз, когда он был в Истванской системе, его провожали совершенно иначе Крепкий ветер трепал 800 ротных знамен, на черных полотнищах которых красовались золотые, серебряные и белые символы легиона Среди мечей и щитов вились крылья и рассыпались когти всевозможных форм и видов Тысячи пар бронированных сапог вытоптали пурпурный и темно-зеленый вереск Огромные участки лишайника истерлись под бесчетными шагами до темной земли и блеклого камня Долину Редарт заполняли неподвижные ряды легионеров гвардии Ворона Ввысь и над ними парили грозовые птицы, громовые ястребы и другие десантные корабли Темными силуэтами выделяясь на фоне сгущающихся сумерек От горизонта до горизонта пролегли рваные фиолетовые облака Словно протянутые божественной дланью Небо над армией было исчерчено инверсионными следами патрулирующих кораблей Двигающиеся еще выше точечки света выдавали присутствие судов на низкой орбите Которые, подобно медленно падающим звездам, пристально следили за церемонией В северном конце долины ожидали союзники гвардии Ворона Когорта Териона, облаченная в красно-золотую форму Выстроилась возле своих танков и транспорта В тени невообразимо огромных титанов из Легио Викторум и Легио Адамантус Перед легионом застыла группа из полутысячи человек Большинство из них носили начищенные до блеска темные панцирные доспехи И накидки с капюшонами, которые сейчас были откинуты на плечи Открыв на всеобщее обозрение коротко остриженные головы и лица, украшенные затейливыми татуировками В красных линзах целеуказателей отражался закат Орудия Алибарды подняты в воинском приветствии Закованная в покрытые серебряной финифтью доспехи Впереди избранная гвардия окружала горстку сановников в вычурных одеяниях и мантиях С золотыми голунами и тяжелыми ипполетами По команде одного из старейшин солдаты и командиры как один преклонили колени И опустили головы перед огромной фигурой, которая медленно приближалась со стороны ожидающей гвардии ворона Он не был обычным человеком, он был примархом Лорд Коракс, командир гвардии ворона Возвышался над своими сверхчеловеческими воинами И на его темных, словно сама ночь, доспехах велась гравировка с изображением башен Крыльев, витиеватых узоров Он был без шлема, поэтому все могли увидеть его бледную кожу И прямые черные волосы, не спадавшие до горджета За спиной примарха крепился летный ранец с черными крыльями Металлические перья которых издавали во время ходьбы резкий свист Темные глаза взирали на делегацию с торжественной гордостью Движением когтистой перчатки Коракс приказал истванцам подняться Вы преклонили колени, будучи повежденными врагом Теперь же встаньте жителями империума, объявил примарх Его голос легко разносился ветром, разметавшим волосы по тонкому лицу Мы воевали друг с другом, но имперская истина восторжествовала И вы поклялись принять ее учение Согласившись с волей императора, вы показали себя разумными и цивилизованными людьми Достойными партнерами для множества иных миров, к которым вы присоединитесь в лоне империума Не как завоеванные, не как покоренные, но как свободные люди, узревшие свет имперской истины И теперь с распростертыми объятиями, ожидающие блага, которое она вам принесет Коракс обернулся к своему легиону и повысил голос, чтобы его услышали в самых дальних уголках долины Мы сражались упорно и отважно, и теперь очередной мир выведен из сумрака предрассудков и раздора к свету империума Обратился он к воинам С почтением к павшим и с уважением к стоящим здесь я объявляю систему иствам, приведенной к согласию Из 80 тысяч вокалайзеров, закованных в доспехи воинов, раздался оглушительный рев одобрения, поддержанный радостными криками сотен тысяч тарионских солдат И все это утонуло в торжествующем вое боевых сирен Титана Почти 50 лет спустя Коракс вернулся сюда вместе с братьями-примархами, чтобы подавить мятеж Хоруса Но в зоне высадки его союзники показали свой истинный облик Подняв оружие против железных рук Саламандр и гвардии Ворона Предатели практически полностью уничтожили верные императору войска, когда те десантировались на планету Кораксу чудом удалось вырваться из предательской ловушки Примарх вместе с остатками своего легиона атаковал и отступал, гонимый по холмам и горам пятью легионами Но теперь гвардии Ворона пришлось остановиться, чтобы встретиться наконец лицом к лицу с разъяренными преследователями В первой войне на Истване гвардия Ворона одержала великую победу Нынешняя же война окончилась сокрушительным поражением Заключительный этап последней кампании Коракса в системе Истван завершался под аккомпанемент совершенно иных звуков, нежели когда-то Гвардии Ворона понеслись первые ракеты вихрей Легионеры Коракса не стали прятаться в укрытиях Гордо выпрямившись во весь рост после стольких дней молниеносных атак и безысходных отступлений Снаряды разрывались среди отделений, поражая воинов десятками Коракс стоял под обстрелом, словно в оке урагана Его офицеры смотрели на своего примарха и черпали силы в его отваге перед лицом пожирателей миров Загнанный на продуваемый ветрами горный склон, легион оставался непоколебим За вершиной начинались бескрайние солончаки, за которыми Коракс и решил принять последний бой Перед примархом стягивались все силы легиона пожирателей миров, безудержного в ярости легиона Ангрона Сам Красный Ангел стоял во главе своего воинства, ревя от желания пролить кровь брата И вот синее море, замаранное пятнами крови, хлынуло из долины, намереваясь смыть гвардию Уоррена Доведенные до бешенства невральными имплантатами и ввергнутые в боевую ярость нечеловеческим коктейлем стимуляторов Воины-берсерки-пожиратели миров ринулись по склону горы Их танки и артиллерия открыли заградительный огонь Каждый воин выл от желания исполнить данную примарху клятву крови Когда склоны сотряслись от снарядов вихрей, разорвавшихся среди атакующих фонтанами пламени Коракс оглянулся и заметил еще три прочертивших небо инверсионных следа Которые протянулись с неожиданного направления, из тыла гвардии Уоррена Коракс увидел, как из густых облаков вырвались ширококрылые корабли, на лету выпуская ракеты Несущиеся в атаку роты пожиратели миров накрыло волной взрывов В сердце приближающейся армии расцвели разрывы, омывая пологие склоны горящим промекием Пока Коракс пораженно взирал на происходящее, на землю с орбиты обрушились яркие плазменные импульсы, оставляя в легионе Ангрона огромные просеки Черные десантные корабли, украшенные символом гвардии Уоррена, с оглушительным ревом приземлились на столбах пламени Легионеры бросились в стороны, чтобы освободить место для посадки Едва крупные гидравлические опоры коснулись земли, слязгом упали рампы и распахнулись широкие двери Поначалу легионеры неверяще следили за кораблями Кто-то предупреждающий воскликнул, думая, что враги перекрасили собственные машины, чтобы сбить воина в столбу В ухе Коракса затрещал Вокс, заговорил незнакомый ему голос Лорд Коракс, на связи, осторожно ответил он, не отрывая взгляда от пожирателей миров, которые пришли в себя после неожиданного удара и готовились возобновить атаку Это префектор имперской армии Валерий, исполняющий приказ командора Брана, мой лорд Голос человека был напряжен, слова звучали резко и отрывисто, словно отчаянные вдохи утопающего Эвакуируйтесь как можно быстрее, у нас узкое временное окно для отступления Коракс попытался понять, о чем говорит этот человек Он сосредоточился на детали, командор Бран Но капитан гвардии Ворона командовал обороной освобождения, родного мира легиона И Коракс не мог взять в толк, что Бран делает на истване Стремительно оценив ситуацию, Коракс осознал, что оставленная в гарнизоне часть гвардии Ворона прибыла сюда, чтобы эвакуировать выживших после бойни Примарх без промедления связался с Агапита, одним из своих командиров Агапита, полная эвакуация, поднимай всех на борт и уходи на орбиту Агапита Неф стал быстро отдавать приказы по Воксике, организуя отступление гвардии Ворона Легионеры слаженно начали эвакуацию И по мере заполнения отсеков десантные челноки поднимались в клубах дыма, направляясь к кораблям на орбите Пока Коракс наблюдал, как они исчезают в облаках, на позиции гвардии Ворона вновь посыпались наряды и ракеты Взрыв слева заставил Примарха слегка пошатнуться Не обращая внимания на дрожь земли, Коракс перевел взгляд на склон, по которому к ним мчались пожиратели миров во главе со своим лидером Коракс в какой-то момент смирился с тем, что ему придется умереть от рук обезумевшего брата Гибель от клинков Ангрона казалась даже достойной И всегда оставалась крошечная, ничтожно малая вероятность Что Кораксу удастся сразить пожирателя миров и избавить галактику еще от одного предателя Миг спустя рядом с Примархом появился командор Алони Как и у остальных гвардейцев Ворона, его иссеченные и покореженные доспехи состояли из пластин и деталей Снятых спавших, как своих, так и врагов В ходе боев он потерял шлем и так и не нашел ему замену На обветренном, морщинистом лице командира читалась смесь удивления и тревоги «Последний транспорт, лорд!» Оторвав взгляд от Ангрона, Коракс заметил в паре метров грозовую птицу С опущенной штурмовой аппарелью Примарх гвардии Ворона сделал глубокий вдох И напомнил себе о доктринах, которым он обучал своих воинов Доктринах, на которых строил свою жизнь Атаковать! Отступить! Снова атаковать! Сейчас они не просто отступали, они разгромлены Кораксу претило покидать Истван с таким позором Он вновь посмотрел на десантный корабль А после перевел взгляд на пожирателей миров Их разделяло всего пара сотен метров От рук предателей погибло больше 75 тысяч воинов его легиона Многих убили эти берсерки Бегство казалось Примарху бесчестным По отношению к павшим боевым братьям Но полагать, что он может исправить Свершившееся зло, было бы непростительной гордыней Атаковать! Отступить! Снова атаковать! Усмирив гнев, Коракс последовал за Алони По аппарели! Его подошвы зазвенели о металл Когда аппарель начала подниматься, он бросил последний взгляд На пожирателей миров Берсерки разочарованно выли, словно упустившие добычу гончии Мы выжили, лорд! Алони, казалось, все еще не мог поверить случившееся 98 дней! Кораксу совершенно не хотелось радоваться Он взглянул на Алони и остальных легионеров, сидевших на длинных скамьях транспортного отсека «Я прибыл на Истван с восемью десятью тысячами воинов», — напомнил Примарх «А покидаю менее чем с тремя» От его слов радостное настроение остальных тут же улетучилось И в десантном отсеке воцарилось гробовое молчание, нарушаемое лишь ревом двигателей Коракс стоял у иллюминатора Под его ногами безостановочно дрожала палуба Примарх смотрел на исчезающие вдали ургальские холмы Но видел перед собой тысячи павших воинов, которых они оставили непогребенными «Что нам делать дальше?» — спросил Агапита Как обычно, голос Коракса обрел силу Его слова добавляли уверенности и воинам, и ему самому «Мы отступим, восстановим силы и продолжим сражаться» Гвардия Ворона не в последний раз встретилась с предателями «Это поражение, но не конец, мы еще вернемся» Пелена облаков скрыла Истван-5 от взора Примарха И он больше не думал о погибших Кораксу было невыносимо смотреть на мрачные лица своих воинов Поэтому он покинул их, чтобы хоть на краткий миг обрести спокойствие в проходе, ведущем к кабине пилота Оставшись наедине с собой, он обдумал случившееся За последние сто дней он дважды ощутил дыхание смерти на своем лице И оба раза ему удалось выжить Коракса не страшила гибель в бою Подобная угроза была обыденностью для любого Астартес, даже Примарха Смерть была их постоянным спутником Коракс сполз по стене и уперся ногами в противоположную сторону прохода Затем снял шлем и бессмысленно уставился на помятую решетку лицевого щитка Прежде чем уставшие пальцы выронили его Он заметил на своих доспехах множество царапин и трещин Тонкие гравировки покрылись вмятинами от болтерных снарядов Вычурные рисунки сожжены лазерными выстрелами и взрывами Под слоями пластали и керамита ныли раны Коракс чувствовал запах собственной крови, запекшейся под доспехом Благодаря острому слуху Примарх улавливал слабый треск приемника в брошенном шлеме Его подсознание впитывало поток информации, пока разум витал где-то далеко Опасность еще не миновала Он знал, что следовало связаться с Браном и выяснить обстановку Но пока не мог заставить себя сделать это Судя по вокс-сообщениям, где-то неподалеку находилась боевая боржа пожирателей миров Послушав еще пару секунд оппозиции и курсе предателей Коракс понял, что ранее корабль пожирателей миров шел на сближение Но теперь медленно удалялся от флотилии гвардии ворона Примарх счел угрозу минимальной и погрузился в воспоминания о недавних событиях Опасность следовала за ним по пятам Сколько он себя помнил А война была его призванием Коракс никогда не боялся смерти И даже против сильнейших врагов императора Сражался с твердой верой в победу 98 дней разрушили эту уверенность 98 дней он находился лишь на шаг впереди своих преследователей 100 дней на него шла охота И за гонщиками были его братья Примархи 98 дней постоянных марш-бросков А так и отступлений Контур ударов и маневров Он сдрогнул вспомнив первый день испытаний Когда предатели явили истинное лицо И Коракс едва не погиб от рук своего брата Конрада Курца Которого называли ночным призраком Коракс считался одним из лучших бойцов императора И он никогда не считал Курца равным себе Примарх Повелителей Ночи был недисциплинированным Подверженным как случайным вспышкам гениального прозрения Так и моментом эмоциональной слепоты Которые Коракс мог использовать со смертоносной эффективностью Но в тот момент в ночном призраке присутствовало нечто Что встревожило Примарха Гвардии Ворона Аура, которая проникла в саму душу Коракса И нашла там слабину Ненависть Курца ошарашила Коракса И внесла свою лепту в опустошенность Которую он нес себе после известия о предательстве Хоруса И измене братьев Примарха Но это не оправдывало его бегство Страх Столкнувшись со своим безумным братом Он на мгновение познал страх И теперь находясь в относительной безопасности Коракс понял Что испытал подлинный ужас Когда заглянул в глаза ночному призраку Они были созданы из одного материала Коракс и Курц Существа, которые выросли в тенях И постоянном присутствии смертельной опасности Курц вырос на погруженных во мрак улицах И переулках на Строма Квинтус Детство Коракса прошло в туннелях и подземельях Планетарного спутника тюрьмы Ликей Курцы Коракс обитали на мирах Подчиненных власти злодеев Где уделом слабых и беззащитных Был лишь тяжелый труд до самой смерти И тогда, осознав неимоверную злобу Ночного призрака Коракс понял Как близко сам он находился от того, чтобы превратиться в подобное же существо Их жизни представляли собой две стороны одной медали Кораксу повезло оказаться среди образованных людей Обладающих добрыми сердцами Курцу повезло много меньше Что в конечном итоге превратило его в воплощение ночного кошмара Курц заставил Коракса увидеть себя таким Каким он мог стать Если бы хорошие люди не перевели ему культуру и принципы чести В этот момент не страх перед Курцем обезоружил Коракса Но ужас перед самим собой И вместо того, чтобы уничтожить объект своих страхов Он к своему стыду сбежал Теперь, оказавшись в проходе ревущего и содрогающегося десантного корабля Коракс презирал себя за тот миг трусости Ему следовало остаться и сразиться Следовало убить ночного призрака А после и жалкого ларгара из несущих слова Лишив повстанцев двух примархов Хотя бы и ценой собственной жизни Возможно, именно поэтому он так жаждал погибнуть от рук Ангрона Отдать себя на заклание пожирателю миров Лишь бы только избавиться от стыда и слабости Дверь в кабину пилотов с шипением открылась И Коракс тут же выпрямился Насколько позволял потолок Вновь превратившись в примарха гвардии ворона Повелителя освобождения и лорда Астартес Второй пилот сдрогнул, увидев Коракса прямо за дверью На его молодом лице читалось удивление Примарх улыбнулся, чтобы немного успокоить юношу В чем дело, осведомился Коракс Простите, лорд, вы не отвечали по воксу Командор Бран на связи Хорошо, одобрительно кивнув, ответил Коракс Сейчас я с ним поговорю Когда второй пилот нырнул обратно в рубку Коракс взглянул в обзор на экран Впереди росла в размерах боевая боржа Командора Брана Темным пятном выделяясь на фоне звезд Мститель, который Коракс последний раз видел на орбите освобождения Теперь прибыл к Иствану И несмотря ни на что, вид этого корабля ободрил Примарха Из надпалубной части Мстителя вырастали турели бомбардировочных орудий Которые нацелились на лежащий внизу мир Затем показались орудийные батареи Палубы массивных ракетных установок и пушек Походивших на оскаленные клыки гонщей Пилот направился к яркому свету посадочных палуб Десантный корабль сменил курс Из-за чего на приподнятом носу боевой боржи Стал виден символ гвардии Ворона За боевой боржой просматривались точки света куда ярче звезд Плазменные двигатели других кораблей Когда эвакуация подошла к концу Крошечные десантные корабли и шаттлы устремились к черным судам Флотилия уже разворачивалась Приготовившись исчезнуть в космосе Вместе со спасенными остатками легиона Коракс вновь улыбнулся В этот раз с облегчением Он не понимал, каким образом Бран здесь оказался Но он был как нельзя кстати Смерть от рук Ангрона стала бы достойным концом Но поразмыслив над этим еще раз Коракс порадовался тому, что выжил Дабы сражаться и дальше Бран стоял на посадочной палубе Наблюдая за приземлением десантных кораблей Из первых челноков уже высаживались пассажиры По рампам устало сходили выжившие гвардейцы Ворона Они представляли собой ужасное зрелище Большинство были ранены Их доспехи походили на лоскутные одеяла Тут сверкнул серебром наплечник железных воинов Там мелькнул красный нагрудник несущих слова Браню, потрескавшуюся и разбитую, покрывал слой крови и грязи И на каждом лице, в который осмотрел Бран, были видны следы безмерной усталости Последние выжившие в резне у зоны высадки Невидяще брели по посадочной палубе Приветствуемые улыбками и радостными возгласами воинов Брана К ним тут же заторопились сервы с подносами Заставленными едой и напитками Которые легионеры принялись поглощать сволчьим аппетитом Насыщая сверхчеловеческие организмы до предела истощенной длительной партизанской войной С них сняли наплечники и забрали на ремонт оружие В то время как апотекарии, технодесантники и их помощники Занялись уходом за ранеными и устранением поломок Хотя события, приведшие к возвращению выживших, были из ряда вон выходящими Доктрина легиона оставалась неизменной Битва, в которой они победили, проиграли или просто выжили Уходила в прошлое А их вскоре ждало следующее сражение Воин, не готовый к бою, не воин Пусть они измождены Пусть закончились боеприпасы Доспехи исковерканы А боевой дух, как никогда низок Гвардия Ворона находилась в зоне боевых действий Поэтому легионеры перевооружились и позволили технодесантникам и апотекариям оказать им помощь Дабы в случае необходимости оказаться в состоянии принять бой В толпе с лязгом и шипением сновали сервиторы Неся ящики с боеприпасами, коробки с гранатами и запасные части для силовых доспехов Другие сервиторы, сгорбленные существа с кранами вместо рук и гусеницами вместо ног Прогрохотали к десантным кораблям Чтобы подвесить бомбы и ракеты с поддонов на тележках, прикрепленных к их металлическим позвоночникам Приземлился последний шаттл Командор тут же оказался рядом с ним, как только начала опускаться аппарель Первый вышедший космодесантник едва держался на ногах Его доспехи представляли собой мешанину цветов и голого керамита От первоначального комплекта брони у него остался лишь левый наплечник с символом легиона Десантник снял шлем и бросил его на палубу «Агапита!» — рассмеялся Бранд и хлопнул по груди своего родного брата «Я знал, что ты выживешь!» «Ты слишком упрям, чтобы позволить себя прикончить!» Бранд пристально посмотрел на брата От правой щеки до горла тянулся новый шрам Но, несмотря на это, перед ним было то же лицо, которое он знал всю жизнь В ответ Агапита лишь слабо улыбнулся и одарил Бранда теплым взглядом темно-карих глаз Затем положил ему ладонь на затылок и притянул к себе В знак уважения родства они коснулись лбами «Вижу, тебе не терпелось влипнуть неприятности, Бранд!» Отступив от Агапита, Командор увидел, как по рампе спускается Коракс Примарх возвышался над остальными Астартес На черных доспехах вмятен и выбоем было не меньше, чем у его подчиненных «Я отслеживал ваши передачи», — произнес Коракс «Почему враг передумал атаковать?» «Не могу знать, лорд Коракс», — ответил Бранд «Возможно, они поняли, что атаковать сразу три корабля будет не лучшей идеей» «Где они сейчас?» — спросил Примарх «Отступили на сто тысяч километров», — сказал Командор «Не похоже, что они попытаются вновь напасть на нас» «Странно», — задумчиво произнес Коракс Он покачал головой, словно отгоняя мысль «Прикажи остальному флоту держать курс на освобождение» «Слушаюсь, лорд Коракс», — сказал Бранд, прижав кулак груди «А куда направимся мы?» «На Терру», — ответил Примарх «Мне нужно поговорить с Императором» Бранд и Агапита переглянулись, но ничего не сказали И Коракс сразу же покинул посадочную палубу Бранд вновь посмотрел на Брата и заметил, как Агапита со странным выражением озирает палубу Подмечая каждую деталь, но не в силах остановиться на чем-либо одном «Расслабься, брат», — сказал Бранд, похлопав Агапита по руке «Здесь нет врагов, ты в безопасности» Агапита безучастно взглянул на Бранда и неуверенно кивнул Словно придя наконец в себя Агапита улыбнулся и взял Бранда за руку «Да, это так», — ответил Агапита «Я думал, что уже никогда больше не ступлю на палубу корабля гвардии Ворона» Включилась сирена Ее пронзительный вой оборвал разговор братьев «Стратегиум вызывает командора Бранда», — объявил голос по общему каналу связи «Предупреждение о сближении, вражеские корабли изменили курс и направляются к нашей позиции Предварительный перехват через пять часов Приготовиться активировать отражающие щиты», — ответил Бранд в вокс-бусинку И бросил взгляд на Агапита, выдавив из себя одобряющую улыбку «Похоже, мы еще не в безопасности» Мститель попрощался с двумя остальными кораблями флотилии И троица покинула орбиту, направляясь в разные стороны, чтобы запутать и рассеять энергетические следы своих двигателей Прежде чем войти в Варп и отправиться обратно к освобождению, родному миру Легиона Триумф и доблесть Ворона должны были достичь внешних гранит системы Коракс приказал Мстителю идти к Иствану-4, чтобы сбить с толку преследователей В надежде соединиться с небольшим флотом тереонских кораблей Которые Бранд послал сюда несколькими днями ранее, с целью направить предателей по ложному следу Надежды на то, что корабли имперской армии могли уцелеть, почти не оставалось За тереонцами отправилась армада пожирателей миров и множество других кораблей Сейчас, когда Легион Гвардии Ворона вместе со своим флотом был практически уничтожен На счету был каждый корабль и солдат И поэтому, взвесив все за и против, Коракс решил, что сможет пожертвовать парой дней ради поиска тереонцев Бранд также настоял на том, что у гвардии Ворона есть обязательства перед союзниками И, по крайней мере, она должна попробовать соединиться с ними Не считая того, что тереонцы могли стать ценными силами Весть, что император не бросает своих воинов, сыграла бы не менее важную роль Особенно учитывая ужасные события на Истване Тем не менее, Коракс объяснил командирам, что Мститель слишком ценен, чтобы рисковать им без веской причины А потому поиски не затянутся Если появится риск быть обнаруженными, боевая боржа немедленно свернет операцию И направится к точке варп-перехода Едва корабли оказались вне пределов досягаемости наземного огня Были активированы отражающие щиты Новшество с планеты Киавар, на орбите которой вращалась родная луна гвардии Ворона Отражающие щиты представляли собой модификацию пустотных щитов Защищавших большинство имперских военных кораблей и зданий Пустотный щит работал на энергии самого варпа Перемещая снаряды и высокоэнергетические лучи Отражающий щит изменял модуляцию варп-ядер Которые подпитывали пустотные щиты Регулируя их для куда большей устойчивости И обращая внутрь так, чтобы материя и энергия Вырабатываемая кораблем направлялись в другую сторону Щит смещал все виды излучения кораблей гвардии Ворона Тем самым делая их невидимыми для сканирующего оборудования Технология отражающих щитов прекрасно подходила стилю ведения войны Коракса Позволяя его кораблям скрытно приближаться к целям Наносить стремительные и решительные удары После чего отступать Из-за низкого энергопотребления Режим невидимости можно было поддерживать почти бесконечно Но с другой стороны у них имелся и серьезный недостаток Используя генераторы пустотных щитов для создания отражающих щитов Корабли тем самым оказывались беззащитными перед атаками И им требовалось время, чтобы перейти в другой режим На это уходило несколько минут И все это время у корабля не было ни скрывающего поля, ни энергетической защиты Поэтому Мстителю пришлось как можно быстрее покинуть орбиту Для авгуров и сканирующих устройств на базах и флотах предателей По всей Истванской системе троица кораблей гвардии Ворона Будто испарилась среди звезд Обычный глаз мог уловить мерцание Когда отражающие щиты активировались И начали отражать излучение корпусов Но затем вся энергия подобного рода стала глушиться И они превратились в невидимки Еще одним недостатком отражающих щитов Преодолеть который Коракс старался уже многие годы Был низкий уровень энергии, который они могли скрыть Реакторам следовало функционировать лишь в половину мощности Чтобы не вырабатывать слишком много энергии Что в свою очередь приводило к снижению скорости И сенсорных возможностей корабля Поэтому с Иствана 5 отбыл уже медленный и полуслепой мститель Который обогнув планету вышел на заданный курс Корабль не направился прямиком к Иствану 4 Поскольку доктрина легиона гласила Что приближаться к цели всегда следовало непрямым путем Вместо этого он двигался обходным, зигзагообразным курсом Используя временно дистанционную формулу Выведенную Кораксом для максимализации заглушающего эффекта отражающих щитов Чтобы сбить с толку преследователей или сенсоры Если им каким-то чудом удастся обнаружить корабль Когда дело доходило до маневренного и незаметного передвижения Коракс предпочитал не рисковать понапрасну Пройдет пара дней, прежде чем Истван 4 окажется в пределах досягаемости Ослабленной сенсорной завесы мстителя И Коракс решил использовать это время для реорганизации остатков своего легиона Вместе с ротами Брана у него под началом осталось меньше 4000 астартес Различных званий и специализаций Большинство из них Примарк перевел в когти Тактические роты под командованием Агапита Выживших из штурмовых взводов с несколькими заключенными в дредноуты ветеранами Он объединил соколы, которых возглавил Алани Теф Наконец горстку мотоциклетных отделений, экипажей уцелевших лэндспидеров и воздушных кораблей Коракс свел под командование капитана Салара Ана, назвав их ястребами Спустя два дня после отбытия, сыства на пять Коракс созвал на совет своих четырех командиров И представил план реорганизации и назначений После того, как легион вновь соберется на освобождение Они встретились в покоях Брана, отданных в распоряжение Примарху, как только он поднялся на борст Главная комната выглядела аскетически У выкрашенных в блекло-синий цвет пластальных стен располагались стойки для оружия и доспехов Обычно в них хранилось созданное мастерами легиона вооружение командира Но сейчас они пустовали Каждому легионеру следовало быть готовым к бою И поэтому воины даже спали в доспехах, сжимая в руках болтеры На полу был вырезан герб гвардии ворона Геральдическая птица с распростертыми крыльями и выпущенными когтями, окруженная цепью На символе стоял стол из блестящего, похожего на бронзу металла Также отмечены круглым знаком легиона СВОК с устройствами и дисплеями для десятка присутствующих Сейчас экраны были безжизненны Клавиатуры и передатчики отключены Каждый сохраненный ват энергии мог способствовать тому, чтобы побег оказался удачным Коракс стоял лицом к двойным дверям, которые отделяли покои от стратегиума Подавшись вперед и упираясь кулаками в стол Агапита и Алони находились по правую от него руку Бран и Солара по левую Бран и Агапита были родными братьями и походили друг на друга, как две капли воды Волевые челюсти, тяжелые брови и прямые скулы Они родились в тюрьме И даже многочисленные аугментации и операции, превратившие их в астартес Не сумели полностью убрать землистый оттенок пористой кожи У Агапита появился новый шрам Но о том, что ему пришлось пережить во время резни в зоне высадки Красноречивее всего говорили тревожные взгляды, которые он иногда бросал по сторонам Солара был самый молодой из них Когда Коракс освободил Ликей от тирании властителей Киавара, он был еще ребенком Как и примарх, Солара выделялся бледной кожей, острым носом и тонкими губами Он постоянно находился в движении Даже слушая Коракса, он не переставал барабанить пальцами по краю стола А Лони был самым старшим из их четверки и обладал совершенно другими чертами Рожденный на пыльных равнинах Азиатики на Терри, он имел кожу несколько темнее, нежели у остальных И узкие глаза, каких не встречалось ни в одного выходца с Ликея На его обритой голове красовалось множество золотых штифтов «Какова будет моя роль, лорд Коракс?» — спросил Бран, когда понял, что не получил назначения «Ты станешь командиром рекрутов», — сообщил ему примарх «Рекрутов?» — Бран не мог скрыть своего разочарования «Если бы не жребий, то на Истване с вами был бы я, а Аолони и Агапита остались бы вместе с гарнизоном на освобождении Мне бы хотелось получить боевое назначение, мой лорд» «Ты его и получил», — ответил примарх И, наклонившись поближе, положил руку на наплечник командира «Хорус и его союзники-предатели вряд ли позволят нам спокойно набирать рекрутов» «Со всем уважением, лорд, но мне не хочется возглавлять отделение скаутов», — сказал Бран Ему претило пререкаться с примархом, и он опасался, что им, вероятно, движет гордыня Но даже спустя всего пару дней после эвакуации Бран стал замечать различия между теми, кто побывал на Истване 5, и теми, кто там не был Когда-то легион был объединен общим опытом, но теперь казалось, будто резня и последующее спасение переросли в более крепкие узы Брану хотелось доказать, что он не хуже своих братьев И мысль о том, чтобы вновь отправиться на освобождение, уже для набора рекрутов, чрезвычайно опечалила его «Возможно, я мог бы стать капитаном вашей гвардии», — продолжил Бран «Аренди ведь погиб в зоне высадки, а вы так и не назначили его преемника» Со стороны других командиров раздались стихи и смешки над шуткой, которую Бран не понял Его раздражало, что между ним и товарищами выросла невидимая стена «Я не нуждаюсь в почетной гвардии», — мягко произнес Коракс Примарх выпрямился во весь рост и пристально взглянул на Брана Командор ожидал упрека, но вместо этого Коракс слабо улыбнулся «Я возлагаю на тебя величайшую честь, Бран», — сказал Примарх «В качестве награды за спасение я поручаю тебе восстановить легион Это важнейшая задача, которую можно доверить только тебе В твоих руках находится будущее гвардии Ворона» Какое-то время Бран обдумывал слова Коракса, которые вселили в него уверенность Он перевел взгляд на остальных командиров и увидел, что они согласно кивают «Конечно, я принимаю эту честь, лорд», — произнес Бран, склонив голову «Но все же», — тихо пробормотал он, — возиться со скаутами «Скаутов больше не будет», — сказал Примарх, явно услышав шепот Бранна «Уцелевшие отделения войдут в состав разведывательных сил Солара Каждый, кто близок к полной инициации, получит черный панцирь и будет определен в когте» «Твоим рекрутам с самого начала придется учиться воевать по-настоящему» «У нас нет времени для тщательной подготовки» Настроение Бранна стало еще лучше Доставшееся назначение больше не казалось ему ерундовым Позже они перешли к обсуждению других тем Для оценки того, насколько затупились когти гвардии Ворона, предстояло провести полную инвентаризацию доспехов, вооружения, транспорта и кораблей «Что с флотом?» — осведомился Солара и вопросительно посмотрел на Бранна «Есть шанс, что наши корабли уцелели» «Маловероятно», — ответил Бранн «Возможно, нескольким из нас удалось уйти, но я не верю в это Мы не засекли никаких передач, хотя ко времени нашего прибытия корабли гвардии Ворона, скорее всего, ни с кем не выходили на связь» «Тень Императора определенно уничтожена», — сказал Коракс, подразумевая свой флагман «Вместе с флотилией корабли эскорта Когда предатели открыли огонь, я получил сигналы об атаке и бедствии Они оборвались спустя пару минут, слишком быстро, чтобы успеть поднять щиты А против такого количества врагов они были единственной защитой После упоминания о предательстве Хоруса и присоединившихся к нему легионах В помещении воцарилось напряженное молчание Бранн заметил, что Агапита бессознательно сгорбился Его взгляд вновь блуждал где-то вдали Солара сжал кулаки на столе, а Аолония опустил голову и закрыл глаза «Павшие будут отомщены» Коракс произнес эти слова шепотом Но в них звучала такая сила, что командиры ни на миг не усомнились в их искренности Тяжелую атмосферу в комнате рассеял звонок Коракс нажал на кнопку, и створки дверей разошлись в стороны За ними стоял человек в белом кителе и черных рейтузах, сжимавший в руке цифровой планшет Для уменьшения расхода энергии пришлось отключить даже внутренний вокс-частоты Мстителя Поэтому несколько сервов и членов команды стали посыльными, чтобы передавать приказы и сообщения по боевой борже «Простите за вторжение, лорд и повелители, но диспетчер Эфрения сообщает, что мы вошли в зону сканирования Иства на 4», — доложил посыльник «Отлично», — произнес Коракс «Передай Эфрении, чтобы она направила 20% реакторной мощности с двигателей на сканирующее оборудование Я вскоре к ней присоединюсь» Серв поклонился и покинул комнату «Нужно рассказать Марку», — сказал Бран «Марку?» — переспросил Коракс «Префектор Валерий», — пояснил командор «Старший офицер Тарионцев Это его корабли и людей я отправил к Иствану-4» Бран не упомянул, что это странные сны Валерии В итоге заставили его отправиться к Иствану Невзирая на приказы командира охранять освобождение Бран обеспокоили эти сны, и он был настроен обсудить их с примархом лично Но пока не представилось подходящей возможности «Как скажешь», — ответил Коракс, указав командиром на двери «Сообщите префектору, что мы можем выделить 7 часов на поиски его кораблей, не больше» «Кроме того, я приглашаю его присоединиться ко мне в стратегиуме на время операции» Бран кивнул и первым вышел из комнаты В прилегающем коридоре ожидали двое юнцов и девушка, одетые в простые мундиры и рейтузы Бран жестом приказал подойти одному из них «Передай сообщение префектору Валерию, спроси его» Бран остановился «Забудь, я сам с ним встречусь, свободен» Командор развернулся и торопливо зашагал по коридору Пока остальные лишь выходили из покоев Ему следовало как можно скорее рассказать лорду Кораксу о снах Но лучше, если Валерий пока не станет распространяться Когда они уберутся подальше от Иствана и ситуация стабилизируется Им двоим придется поднять эту щекотливую тему Глава вторая Вызов примарха Красца под отражением Кабал указывает путь «В чем дело?» — спросил Марк, услышав, как денщик Пилон назвал его имя Префектор лежал на койке с небольшим трактатом по флотской тактике в руках И хотя с тех пор, как Коракс поднялся на борт корабля Валерий перечитал последнюю страницу по меньшей мере десяток раз Он не понял оттуда ни единого слова Ему пока не доводилось увидеть примарха О чем он немного сожалел Но одновременно испытывал от этого немалое облегчение «Вас хочет видеть командор Бран, господин!» — сообщил Пилон Юноша зашел из главной комнаты Скрытый тенью стоящего позади него легионера Марк тут же вскочил с койки и заправил рубашку в брюки Он наспех пригладил волосы, когда Пилон отступил в сторону и жестом пригласил Брана войти «Командор, какая честь!» — коротко кивнув, сказал Марк «Я думал, у вас есть более важные дела» «Есть!» — с серьезным выражением лица ответил Бран и бросил взгляд на Пилона «Пожалуйста, оставь нас, Пилон!» — сказал Марк «Думаю, тебе стоит наведаться в офицерский камбуз и разузнать насчет обеда» Пилон кивнул и вышел из спальни Бран молчал до тех пор, пока за денщиком с шипением не закрылись двери «Лорд Коракс дал семь часов на поиски твоего флота!» — сказал командор «Не больше!» «Боюсь, это пустая трата времени!» — вздохнул Марк Он сел обратно на низкую койку и жестом предложил Брану присоединиться к нему В ответ командор отрицательно покачал головой и нахмурился «Примарх также пригласил тебя в стратегиум» «Правда?» — улыбнулся префектор «Очень признателен! Мне очень хотелось бы поздравить лорда Коракса с возвращением» «Сны, Марк! Они прекратились?» Бран возвышался над офицером, скрестив руки на массивной груди «Да, к счастью, прекратились!» — ответил Марк «Вороны больше не взывают ко мне! Пламя в моих кошмарах погасло!» «Это хорошо!» — произнес Бранд На его лице читалось облегчение Он опустился на колено, чтобы посмотреть Марку в лицо «Было бы неразумно отвлекать лорда Коракса лишними проблемами» «Лишними проблемами?» «Не уверен, что понимаю вас, командор» «Когда увидишь примарха, ничего не рассказывай о своих снах» «Что ж, я и не собирался болтать перед всем стратегиумом, если вы об этом!» — обиделся Марк «Я понимаю, что это щекотливый вопрос» «Более чем, Марк!» — зло посмотрел на него Бранд «Эти сны могут быть чем-то неестественным! Обычному человеку ненормально знать, что происходит на расстоянии многих световых лет» «Конечно, ненормально!» — согласился Марк «Человеку не свойственно видеть такие сны, но лорда Коракса также нельзя назвать обычным человеком» «Ты все еще считаешь, что эти сны не спаслал тебе примарх? Что он каким-то образом сумел предупредить тебя об опасности, в которой оказался?» Валерий несколько смутился от укоризненного тона Бранда «Несомненно!» — сказал префектор, поднимаясь с койки «Не знаю. Возможно, в результате кондиционирование вашей разума стали иммунны к его сообщениям «Уверен, когда придет время, лорд Коракс сможет положиться на нас» «Не ставь меня в неудобное положение, Марк!» «Только не перед примархом!» — сказал Бранд, выдав причину своего беспокойства «Он пока не знает, почему мы покинули освобождение, и лучше не углубляться в подробности» «Как скажете, командор!» — ответил Марк и поднял руку, обеспокоенный напряжением, сквозившим в голосе Бранда «Я не буду поднимать этот вопрос, если вы или лорд Коракс не попросите» «Что насчет слуги?» «Кого?» «Парня, который только что ушел? Он не проболтается?» «А, Пилон!» «Ему можно полностью доверять!» «Его семья поколениями служила дворянству Териона. Верность у него в генах, как светлые волосы или приплюснутый нос. Он служит префектору Когорта Териона и знает свое место, а также то, что ему следует быть осмотрительным» «Надеюсь на это!» — сказал Бранд. «Тебе же лучше, если не будут ходить разные слухи. Из-за предательства Хоруса и легионов все стали очень подозрительными. «Твои сны довольно ненормальны, поэтому о них лучше не распространяться». «Понимаю», — произнес Марк. Хотя на самом деле это было не так. Такого странного взгляда, как у Командора, префектора раньше не видел у легионеров. Не будь это так глупо, Марк принял бы его за страх. «Не следует заставлять ждать лорда Коракса», — сказал Марк. И, обойдя Бранна, снял со стены мундир. Надев его и поправив галуны с ипалетами, он кивнул на двери. «Только после вас, Командор!» В стратегиуме царила тишина, нарушаемая лишь фоновым гулом пультов управления и механическим треском печатающих устройств с инфолентами. Корак стоял за командным троном, кресло было слишком маленьким для него, в то время как командиры расположились позади него на верхнем ярусе, с которого открывался вид на весь стратегиум. Марк Валерий стоял возле Бранна, смотря вниз на стратегиум, совсем крошечный в сравнении с легионерами. Оставаться в системе Истван дольше необходимого было рискованно, не менее опасно, чем приближаться к Иствану-4, где собиралась армада Хорусов. Но несмотря на угрозу обнаружения, Коракс понимал, что за свое спасение он должен благодарить солдат Териона, и поэтому ему следовало хотя бы попытаться найти выживших. Надежда была призрачной, а если на чистоту, то ее не было вовсе. Но сейчас Кораксу казалось, как никогда важным, отдать дань уважения Терионцам. Мститель подкрадывался к Иствану-4 на минимальной мощности. Для сканеров вражеского флота он казался не более, чем пятном фоновой радиации. Но Коракс осмелился подойти так близко, не только для того, чтобы уважить память Терионцев. Любая информация, которую ему удалось бы собрать относительно возможностей и численности предателей, могла как сыграть важную роль в грядущей войне, так и увеличить собственные шансы покинуть Истван живым. Возле него находились десятки кораблей, возможно даже сотни. Они принадлежали сынам Хоруса, несущим слово, пожирателям миров, железным воинам и другим легионам, которые по непонятным для Коракса причинам восстали против императора. Он не видел подобного зрелища со времен первого посещения системы, когда корабли гвардии Ворона, Терионцев, представителей механикум и других сил, включенных в состав Великого Крестового Похода, привели Истван к согласию. Его сюда послал Хорус, еще до получения звания магистра войны и титула воителя. Тогда это прозвучало как запрос, даже как приглашение. Но для Коракса слова Хоруса были равносильны приказу самого императора. Примарх гвардии Ворона никогда не был особенно дружен с Хорусом. Тот всегда казался ему слишком высокомерным, готовым без повода демонстрировать силу. Коракс же предпочитал большую сдержанность в своих действиях, стараясь приводить миры к согласию с минимумом суеты и позерства. Но как бы мало не нравился ему Хорус, Коракс все же восхищался им. Его поражало то, с какой легкостью воитель заводил дружбу с подчиненными. И он знал, что Хорус во множестве компаний показал себя выдающимся полководцем. Он был одарен редкой способностью видеть как общую картину, так и подмечать детали, в чем сам Коракс не мог с ним сравниться. В физическом плане Хорус и Коракс были равней друг другу в поединках и рукопашной. Подобные спарринги не создали между ними крепких уст, как с другими примархами. Но Коракс никогда даже не думал о том, что однажды ему придется сразиться с Хорусом по-настоящему. Он всегда был рад предоставить воителю гвардию ворона, карая тех, кто отказывался от согласия, сражаясь в тылу врага, нападая на корабли, как обычный пират. Пока Хорус со своим легионом, который тогда еще звался лунными волками, добывал славу молниеносными десантными атаками и в грандиозных сражениях. Коракс позволял Хорусу получать все лавры, сам он в них не нуждался. И император не раз говорил с ним об этом. Повелитель человечества знал цену Кораксу, и хотя ему не пели дифирамбов, спасителю освобождения этого было вполне достаточно. Теперь же, особенно если смотреть сквозь призму предательства, порывистость Хоруса казалась тщеславием, а его экстравагантность – жаждой крови. Воитель впал в самовозвеличивание, и при падении утащил в пропасть следом за собой многих генетических братьев Коракса. Поступил доклад по шестому квадранту, лорд, объявила диспетчер на стурии Френия, нарушив ход мыслей Коракса. Кожа этой низкорослой, стареющей женщины, рожденной на освобождении, была морщинистой. Седые волосы уже истончились, но ее глаза с прежней остротой и проницательностью изучали скопление экранов у главного пульта управления сканерами, над которым она склонилась. Под ее кожей вились трубки, слабо пульсируя в такт текущим по ним жидкостям системы жизнеобеспечения. По обе стороны ее шеи и вдоль пальцев тускло блестели аугметические скобы, когда она вводила на клавиатуре требуемые протоколы. Диспетчер стратегиума носила обычные серые штаны, заправленные в низкие ботинки. От ворот ее черного кителя с широким воротником украшала рубиновая брошь в форме герба легиона, указывая на ее звание. Лицо женщины оставалось непроницаемым, пока она изучала последние результаты сканирования и поиска передач. Она всегда была хладнокровной, даже в детстве. Света почти не было. Сквозь трещину в скальной породе пробивался тоненький лучик, которого хватало, чтобы различить очертания предметов вокруг. Позади мальчика находилось что-то, наполовину погребенное среди камней, расколотое и искореженное от удара неимоверной силы. По неровному полу было разбросано битое стекло. Свет отражался от 1086 осколков. Он задался вопросом, имело ли это значение, и решил, что нет. Значение имело то, что воздух был пригоден для дыхания, в пределах допустимой нормы, а гравитация немного меньше. Меньше чего. Что означает стандартной земной? Он пока не мог сосредоточиться, но понимал, что такое гравитация, и при необходимости смог бы расписать множество длинных уравнений по вычислению ее силы и эффекта. Но это была лишь крошечная частичка массы информации, небрежно рассыпанной у него в голове, словно стеклянные осколки на полу. Воздух был перенасыщен озоном. Откуда ему это известно? Он сделал еще один глубокий вдох, но пришел к тому же заключению. Он просто знал об этом, как и о повышенной концентрации углекислого газа. Оба этих факта кружились у него в голове, пока он не сопоставил их и на поверхность не всплыл вывод. Искусственная атмосфера. Это заключение не было окончательным, но казалось верным, особенно учитывая иные климатические факторы, с которыми столкнулось его тело после пробуждения в этом темном месте. Рядом определенно работал генератор. Он чувствовал электромагнитное возмущение, испускаемое его контурами. Источник света стробировался на определенной волне, резонирующей с контурами генератора. Благодаря этому он догадался, что электричество для освещения вырабатывалось генератором. И это подтверждалось также анализом спектра света, падающего на улучшенную сетчатку его глаз. Это было довольно тревожно. Он совершенно не помнил это место. В действительности ему вспоминалось лишь приятное тепло, приглушенное фоновое жужжание и щелчки, а также тусклый свет, пробивающийся сквозь жидкость. Совсем не это холодное, сухое, темное место. И голоса, беспокойные, сумасшедшие голоса, обволакивающие границу памяти. Он не помнил, о чем шел разговор. Но после него осталось лишь странное чувство неприятия и недоверия. Уровень влажности также был довольно высоким. Учитывая это, а также низкую температуру, он заключил, что находится недалеко от льда. Он заметил, что его дыхание оставляет в мерцающих лучах облачка пара. Он вспомнил о слухе и удивился, что не обратил на него внимания раньше. Поблизости раздавались звуки. Звуки, которые не казались искусственными, и напоминали ему о регулярных осмотрах, пока он рос и учился. Человеческие звуки, голоса. Он понимал сущность языка и знал 7641 язык, включая диалекты, жаргоны и наречия со всех уголков Старой Империи. Он не понимал, почему знает их, но попытался определить, к какому из языков принадлежали доносящиеся слова. Говорившие имели пансономический акцент, и слова звучали отрывисто. Ему не удавалось распознать точную субветвь на речи, но это не помешало выработать восприятие для понимания. Вскоре он смог разобрать, о чем шла беседа, и стал слушать. По меньшей мере, 400 покойников. На 400 голодных ртов меньше, произнес другой голос. Вот как они считают. Эти дуговые буры не годятся для ледовых работ, отозвался еще один. Подобного следовало ожидать. Прекратить трепаться и за работу, обругал остальных новый голос, наполненный мнимой властностью. Он ощутил за горячностью дрожь тень страха, таящегося в подсознании говорившего. Затем раздался пронзительный виск, и в крошечную щель ворвался мерцающий красный свет, в то время как скальная порода начала вибрировать чуть сильнее. Он ждал, настороженный, но заинтригованный. Лазерный бур, неизвестный ему конструкции, подбирался все ближе. Наконец камень раскололся, и в полость хлынул свет. Он мгновенно оценил открывшееся зрелище. Группа людей, одетых в поношенные синие спецовки. Семеро мужчин и три женщины управлял лазером. Пятеро направляли его рабочую часть, в то время как остальные находились в гусеничной тележке позади. Их возраст было невозможно определить. Его стерли явные признаки голодания и тяжкого труда. Из-за морщинистой обветренной кожи, растрескавшихся губ и впалых глаз, люди выглядели намного старше, чем были на самом деле. С рабочими также находился ребенок. Девочка цеплялась за ногу одной из женщин в тягловой тележке, толкавшей бур. У крохи были длинные светлые волосы и узкая личика с пухлыми губками и ярко-голубыми глазами. Она казалась маленькой и хрупкой, словно сосулька. Как и всех остальных, девочку покрывала каменная пыль. Но она стерла ее с олба тыльной стороной ладони, открыв болезненно бледную кожу. Все они как один прекратили работать и пораженно смотрели на него. Он быстро пришел к выводу, что рабочие не рассчитывали найти его, и задался вопросом, почему его присутствие здесь оказалось неожиданным. Это его сильно взволновало. Чего встали? Из зарудной тележки вышел еще один мужчина. Более крупного телосложения и упитания, чем остальные. Он носил темно-синие штаны и куртку, покрытые легким слоем пыли, обут в прочные ботинки, на носках и пятках, обитые металлом. Лицо скрывал тонированный визор шлема. В руке мужчина держал плеть, рукоять которой была достаточно тяжелой, чтобы играть роль дубинки. Человек резко остановился, также увидев то, что находилось в только что открытом кармане залежи. Какого? Одетые в спецовки с инструментами взрослые, начали о чем-то перешептываться между собой, слишком быстро, чтобы он мог понять их. Человек с плетью и с мнимой властностью в голосе протолкнулся вперед. Маленькая девочка спрыгнула с тележки и зашла в полость кармана. «Назад!» – приказал мужчина в форме и схватил девчушку за волосы, чтобы оттащить от брешек. Ему не нравится этот человек с плетью. Крик девочки, наполненный болью и страхом, ворвался в его мысли, будто раскаленный нож, которым касаются обнаженного нерва. Он встал и пошел к людям, которые отшатнулись от него, все еще перешептываясь и бормоча. Человек, причинивший вред девочке, замерев на месте, оттолкнул малышку. Затем надсмотрщик метнулся вперед, чтобы схватить его, но двигался так медленно, что уйти от вытянутой руки было проще некуда. Мальчик ловко увернулся от стража, обеими руками ухватил его за запястье и с легкостью сломал, вызвав у мужчины болезненный вой. Злобный человек попятился с безвольно повисшей кистью, замахнувшись плетью в другой руке. Увенчанный шипами конец ринулся вперед, но мальчик с легкостью уклонился и схватил его в кулак. Человек истерично засмеялся и дернул плеть, чтобы свалить его. Мальчик устоял, расставив шире ноги и дернул оружие на себя, тем самым вывихнув стражу руку. Так и не разжав хватки, страж взлетел в воздух и рухнул на землю перед другими людьми. Подойдя ближе, мальчик заметил в глазах рабочих смесь удивления, ужаса и надежды. Несмотря на текущие по замызганному лицу слезы, маленькая девочка улыбнулась ему. Ему вдруг захотелось порадовать ее, подарить ей что-нибудь и заверить, что все будет хорошо. «Как тебя зовут?» – спросила она. «Меня зовут Настури, Настури Ефрения». Он схватил облаченную в шлем голову стража, резко оторвал ее и протянул девочке, которая рассмеялась, хотя взрослые в панике закричали. А затем он увидел свое отражение в визоре и понял причину их тревоги. Он был обнажен и находился в теле мальчика, на вид не старше Ефрении. Его снежно-белую кожу расцвечивали пятна крови, и забрызганное алыми каплями лицо окаймляли угольно-черные волосы. Глаза были совершенно черными, темнее ночи. Он принялся искать ответ на вопрос девочки, пока с пальцев капала кровь. Лишь один показался подходящим, всплывший из глубин эмбрионной памяти. «Девятнадцатый», — произнес он. «Я номер девятнадцатый». «Ничего не обнаружено, лорд», — доложила Ефрения. «Слабое фоновое эхо на тыреонских частотах, минимум пятидневной давности». «Враги?» — спросил Коракс, стиснул спинку командного трона. «Обнаружено еще шесть кораблей, предположительно фрегаты, лорд», — добавила женщина. «Два ударных и один линейный крейсер. Насколько мы можем определить, все используют протоколы несущих слова. Они направляются в сторону границ системы». «Оставаться здесь слишком опасно», — отозвался с галереи Агапита. «У Иствана-4 находится 38 кораблей». «Трионцы погибли», — сказал Солара. «Увы, но это так», — с печальным лицом прошептал Валерий. Он бросил взгляд на Бранна, а затем перевел его на Примарха. «Надеюсь, об их жертве не забудут. Как только мы вернемся на освобождение, я составлю список имен и званий». «Не сомневайся, им будут оказаны все почести», — заверил префектора Коракс. Темные глаза Примарха блестели от света экранов на стенах и пультах управления стратегиума. «Их жертва не будет забыта, и мы отомстим за них». «Примите мою благодарность, лорд Коракс», — произнес Валерий с глубоким поклоном. Из громкоговорителя раздался приглушенный звук. «Скачок энергии в реакторе, лорд», — сказала Ефрения. «Уменьшить сканирующий сигнал до навигационного», — быстро ответил Примарх. «Здесь мы больше ничего не найдем. Держать курс к ближайшей точке перехода. Схема уклонения три». Слуги в черных и белых одеяниях без лишних слов заторопились к пульту управления, и пару минут спустя сигнал тревоги Стив. «Зафиксировано овгурное сканирование, лорд», — быстро, но спокойно произнесла Ефрения. «Три фрегата изменили курс, направляются к точке перед нами. Сканирование указывает на увеличение количества принимаемых и передаваемых сообщений». «Предатели заметили наше исчезновение», — сказал Коракс. Примарх подошел к диспетчеру и взглянул на экраны. «Придерживаться намеченного курса. Состояние отражающих щитов». Прежде чем ответить, Ефрения сверилась с субэкраном. «Маскировка на 99,3%, лорд», — ответила она. «Сбавить ход». Коракс быстро произвел в уме необходимые вычисления, учитывая радиус действия, вражеских сканеров и время, необходимое, чтобы уйти отсюда. «Без изменений», — приказал он. «Большая скорость послужит нам лучше полной маскировки. Когда мы окажемся в 200 тысячах километрах от врага, увеличить скорость на 20%. Мы должны прибыть к точке перехода через 7 дней». Примарх вновь сверился с дисплеями и набросал в уме расположение вражеского флота. Корабли быстро сворачивали блокаду внутренних планет, осознав, что Коракс направится внутрь системы, а не напрямик из гравитационного колодца звезды. Примарх Гвардии Ворона напомнил себе, что предателями командовал Хорус, один из величайших стратегов Империума. Его братья-изменники прекрасно знали, на что способна Гвардия Ворона, многое подчеркнув из анализа его предыдущих кампаний. Они будут вести себя осторожно и ничего не принимать, как само собой разумеющееся. Возможно, Гвардии Ворона удалось выбраться из ловушки на Истване 5, но пока Легион находится далеко не в безопасности. В темном зале, возле стратегиума духомщения, шло совещание. Огромное помещение было достаточно большим, чтобы вместить несколько десятков человек. Свет единственной лампы в центре потолка едва достигал дальних, увешанных знаменами стен. В другом конце зала, под вышитым багровым стягом с изображением золотого ока Хоруса, красным мигала пара инфостанций. Пол представлял собой пластальную решетку, отполированную бесчетными ботинками до тускло-серого цвета. Как только за Альфарием закрылась дверь, глаза Примарха мгновенно адаптировались к сумраку. В похожем на пещеру зале находилось три человека. Альфари удивился. Он ожидал, что навстречу явятся его братья Примархи. Сделав шаг вперед, он осознал, что попал не на военный совет, но на импровизированный допрос, возможно, даже на суд. От этой мысли Примарху стало неуютно, и Альфари принялся разглядывать остальных присутствующих с каменным, как он надеялся, выражением лица. Примарх Альфы осознавал, что испытывает терпение воителя, но даже представить не мог, на что тот был способен в своем логове. Хорус, воитель, магистр войны, Примарх лунных волков, сынок Хоруса, поправил себя Альфарий. Сложив руки на колени, восседал на широком троне с высокой спинкой, облаченные в тяжелые черно-пурпурные одеяния. Его лицо было скрыто тенями, глаза подернуты пеленой тьмы. Лишь в глубине таился блеск. Даже сидящий воитель приковывал к себе всеобщее внимание. Альфарий провел с Хорусом много времени, как в часы верности императору, так и после, и никогда ранее не чувствовал от него такой угрозы по отношению к себе. В этот раз все было иначе. Хорус казался громаднее, чем обычно. Альфарий был самым некрупным из Примархов, но не позволял этому влиять на свою уверенность. Теперь при одном взгляде на воителя и на то, как ткань обтягивает его похожие на древесные стволы руки, Альфарий понял, что Хорус в состоянии без особых усилий сокрушить и разорвать его на части. Несомненно, их отношения изменились. Когда-то Примархи считали себя братьями, ровней. Когда Хорус стал магистром войны, его начали почитать, как первого среди равных. Но сейчас, при одном взгляде на Хоруса, у Альфария отпали всякие сомнения, что Хорус мнит себя повелителем, лордом, которому все должны были приносить присягу. Воитель более не добивался от остальных Примархов верности. Он считал ее их обязанностью. Альфарий также не мог ошибиться относительно роли, которую Воитель играл на этой встрече. Он был судьей. Хорус не сводил взгляда с Альфария, пока тот шел к центру комнаты. Суморок, размытые очертания на границе зрения. Лишь грубые уловки, говорил себе Альфарий. Способные впечатлить только простаков. Но, несмотря на это, Примарх Альфа-Легиона ощутил холодное прикосновение неуверенности. У правого плеча Воителя стоял первый капитан Абаддон, полностью закованный в доспехи и с силовым мечом на поясе. Он выглядел в точности таким, как представал в слухах. У него был взгляд бессердечного убийцы. Слева от Хоруса находился Эрик из несущих слова. Его доспехи, украшенные золотыми символами и свисающими свитками пергамента, исписанные бессмысленными летаниями ларгара, были выкрашены в темно-багровый цвет. Несущий слово наклонился и что-то зашептал на ухо Хорус. Так тихо, что даже сверхчеловеческий слух Альфария не сумел ничего разобрать. Воитель с прищуром посмотрел на Примарха Альфа-Легиона. «Было неразумно действовать от моего имени, Альфарий», — произнес Хорус. Его пальцы сжались от гнева. «Ты солгал, будто получил мое соизволение, и направил Ангрона с пожирателями миров по ложному следу, что позволило спастись Кораксу и его легиону». «Возможно, ты не до конца предан нашим целям», — добавил Эрик, прежде чем Альфарий успел произнести хотя бы слово. Примарх Альфа-Легиона сумел сдержаться, быстро изменив поведение из-за столь явной враждебности Хоруса. Он встал перед воителем, держа шлем на сгибе локтя, склонив уважительно голову и всем своим видом изобразив почтительного слугу. Абаддон положил ладонь на рукоять меча. «Твоя двуличность хорошо известна», — оскалившись, злобно прорычал капитан. «Воитель решил посвятить тебя в свои планы и, надеюсь, ты не обманешь его ожиданий». «Я хочу возвести Хоруса на трон Терры не меньше твоего», — ответил Альфарий, опускаясь на колено. Это была инстинктивная реакция, хотя подобное смирение уязвляло гордость Примарха. «Если я и действовал без согласования, то лишь потому, что обстоятельства вынудили меня быстро принять решение». «Я все еще не услышал объяснений твоих действий», — заявил Хорус. Воитель сверлил его взглядом, словно хотел проникнуть в разум, узнать его мысли. Альфарий бесстрашно встретил этот взгляд. Хорус ничего не знал об истинных намерениях Альфы. «Получил он хотя бы намек на то, что Примарх заключил сделку с Кабалом, Альфарий был бы уже мертв. Я считаю тяжким преступлением прикрываться моей властью, и это преступление усугубляет опасные последствия». «Гвардия Ворона до сих пор не уничтожена», — заметил Эриф, и его губы скривились в ухмылке. Хотя от ее прежней мощи осталась лишь тень, было неразумно позволить ей уйти. «Вы должны мне доверять», — сказал Альфарий, обращаясь скорее к брату Примарху, а не к его приближенным. Сейчас Альфарию требовалось убедить воителя или хотя бы заработать его расположение. «Гвардия Ворона лишилась своего боевого потенциала. Она больше не представляет угрозы. Ее выживание, спасение Кораксов — все это сыграет значительную роль в грядущей войне». «Правда», — выплюнул Абаддон, презрительно наморщив лоб, — «какую еще значительную роль?» Альфарий не сводил глаз своителя, отметив, что тот не так уж сильно злится. Примарх понимал, что Хорус не до конца ему доверяет, но его едва ли это волновало. Его братья всегда настороженно вели себя с Альфа-легионом. С подозрением относились, если не к его мотивам, то уж к методам точно. Хорус ничем от них не отличался. Он всегда недооценивал силу улова, избегая такого утонченного оружия, как шпионаж и дезинформация врага, и предпочитая открытые действия. Альфарий прибыл к воителю вовсе не для того, чтобы извиняться за свои поступки, но чтобы доказать Хорусу их преимущества. То, что он сможет сделать, это без вмешательства других командующих легионами, играло ему только на руку. Альфа-легион внедрился в гвардию Ворона, просто сказал Альфарий. Он увидел, как глаза Хоруса слегка раскрылись от удивления и с трудом подавил удовлетворение от того, что на миг сумел ошеломить воителя. Это было не признание вины, но заявление о своей силе. Демонстрация оружия, которое Альфа-легион доселе хранил в тайне. Альфарий заметил, как воитель что-то напряженно обдумывает. Если Альфа-легион сумел проникнуть в гвардию Ворона, он мог сделать то же самое и с любым другим легионом. Воитель обеспокоенно склонил голову на бок и впервые после прибытия Альфария перевел взгляд на Абаддона. «Для чего?» – взяв себя в руки, спросил Хорус. И его лицо приобрело прежнее спокойствие. «Если бы их уничтожили, зачем было бы шпионить за мертвецами?» «Ты дал Кораксу уйти от пожирателей миров, чтобы защитить своих оперативников», – произнес Эрик. И обвинительно ткнул в Альфария пальцем, чем окончательно вывел Примарха из себя. «Я Примарх, Генетар, легиона Астартес, и ты будешь высказывать должное уважение», – резко произнес Альфарий, поднимаясь на ноги. С горящим взглядом он сделал пару шагов к Эребу. Абаддон двинулся ему наперерез, наполовину обнажив меч. «Только попробуй достать его», – сказал Альфарий, пригвоздив Абаддона злым взглядом. «Я предпочитаю действовать скрытно, но еще одно такое оскорбление, и вы оба покойники». Хорос поднял руку, приказывая Абаддону отступить, и на лице воителя заиграла слабая улыбка. Казалось, он наслаждался вспышкой гнева Альфария. «Ты какой-то замкнутый брат», – сказал он, жестом велев Альфарию сесть в одно из кресел вокруг трона. «Пожалуйста, объясни мне выгоду от побега Корокса». Неохотно подчинившись воителю, Альфарий все же сел, но бросил на Эреба предупреждающий взгляд, едва несущий слово открыл рот. «Побереги слова для тех, кого они могут убедить», – предупредил Альфарий. «Твоя измена лишь доказывает бессмысленность твоего обращения к вере. Тебе оказана великая честь находиться рядом с великими людьми, и говорить ты будешь только, когда они разрешат». Примарх внутренне улыбнулся, когда лицо первого капеллана исказилось от гнева, но Эреб внял словам Примарха и смолчал. «Я располагаю достоверной информацией, что Корокс попытается вернуться на Терру», – произнес Альфарий, вновь сосредоточившись на Хорусе. «Он попросит помощи Императора, и тот откроет ему доступ к кое-каким секретам Древней Ночи, которые мы сможем использовать в своих целях». «А откуда пришла эта достоверная информация?» – безразлично спросил Хорус, хотя Альфарий понял, что воитель заинтригован. «У каждого из нас свои методы и источники», – уклончиво ответил Альфарий, бросив на Эреба многозначительный взгляд. Альфа-легион занимался сбором информации об остальных заговорщиках, и Альфарий прекрасно знал о странных ритуалах, которые проводили Ларгар и его несущие слова. Союзники Альфа-легиона в Кабале снабдили его сведениями об изначальном уничтожителе, силах хаоса. Вероятнее всего, несущие слова были не единственным легионом, связавшимся с силами Варпа. «Но я пока предпочитаю не раскрывать своих». «Неужели?» – раздраженно спросил Хорус. «Зачем тебе что-то утаивать от меня?» «Наверное, все дело в моей природе. Секретность – лучшее мое оружие». Альфарий примирительно улыбнулся и слегка пожал плечами. «Кроме того, не думаю, что ты считаешь меня или мой легион незаменимыми, поэтому было бы неразумно выдавать те незначительные преимущества, которыми я владею. Знаю, что мои прошлые поступки не вызывают большого доверия, но уверяю, что эта информация не только проверенная, но и точная». «Меня устраивают твои заверения», – произнес Хорус. «Пока». Он откинулся на трон и заметно расслабился, чтобы подкрепить свои слова. Альфарий знал, что ему не следовало поддаваться мнимому чувству безопасности. Настроение воителя могло измениться от любого неверного ответа или коварного слова Эриба. «Чего ты добиваешься?» «Мы позволим Кораксу обрести искомое, а затем отберем это и используем в собственных целях». «И как твои оперативники смогут проникнуть в ряды воронов?» – спросил Абаддон. «Согласно докладам, от Ангрона удрали менее чем четыре тысячи. Новые лица с легкостью обнаружат. Твои лазутчики будут как на ладони». «Вот почему они носят старые лица», – ответил Альфарий. Он улыбнулся и пустился в объяснение, заметив, как присутствующие все сильнее хмурятся от его слов. Гвардия ворона рассеялась, когда прорывалась из зоны высадки. Прошло несколько дней, прежде чем ее остатки вновь воссоединились, и за это время многие погибли. Мои апотекарии с легкостью трансплантировали лица нескольких погибших гвардейцев ворона, добровольцем из моего легиона. Но они долго готовились. «Как вам, наверное, известно, применение лицевой хирургии – не редкость в Альфе. Мои воины – умелые и опытные разведчики. Они способны внедряться, не привлекая к себе внимания. Уже сейчас они проникли в гвардию ворона, ожидая возможности передать сведения. Вы похитили их лица?» В голосе Абаддона слышалась смесь недоверия и отвращения. Альфарий кивнул и посмотрел на Хоруса, чтобы увидеть его реакцию. В какое-то мгновение воитель сохранял прежнюю настороженность, но затем ее сменила злость. И он, нахмурив брови, подался вперед. «Ты уверен в успехе?» – спросил Хорус. Его слова звучали осуждающе. «Ты получал от них известие с тех пор, как они внедрились в гвардию ворона?» Альфарий заколебался, не зная, как правильно ответить. На этом этапе уже не было смысла лгать, хотя правда могла еще сильнее разгневать воителя. «Они пока не выходили на связь», – признал Альфарий. «Возможно, их раскрыли или убили в бою, но это вряд ли. Они отправят отчет, когда будет о чем докладывать. Это станет непростой задачей, учитывая, как глубоко им удалось внедриться», – заметил Абаддон. «Как я уже говорил раньше, у меня имеются свои методы». Какое-то время Хорус молча смотрел на Альфария. Скрытые тенью глаза неотрывно следили за примархом Альфа-легиона. Эреб наклонился, чтобы что-то сказать, но воитель остановил его одним взмахом руки. «Тебе следовало сообщить мне обо всем, прежде чем препятствовать пожирателям миров». Тихо произнес Хорус. Альфарий решил не повторять, что у него не было времени просить разрешения воителя. И определенно не стоило упоминать, что такого разрешения ему бы, скорее всего, не дали. Судья был готов вынести приговор, и Альфарий не знал, что же победило в магистре войны. Он затаил дыхание, стараясь не нервничать, ибо это могли счесть за признание вины. «Ангрон дал больше поводов сомневаться в моих приказах, и он не стесняется прямо выказывать свое неудовольствие. Я не одобряю твои замыслы, брат, и буду пристально следить за тобой». Это значило, что на время Альфа-легион оставят в покое. Альфарий медленно выдохнул, все еще сохраняя настороженность. «Есть вероятный контакт с кораблем гвардии Ворона. Движутся границы системы, а тыства на четыре, воитель, вдруг произнес Абаддон. Отменить погоню, чтобы дать ему уйти». Хорус вопросительно посмотрел на Альфария, ожидая его ответа. Хотя примарх до сих пор чувствовал, что ему не доверяют. «Я бы смиренно посоветовал продолжать погоню, как прежде», – произнес примарх. «Коракс уже сейчас может подозревать что-то насчет событий, позволивших ему спастись от пожирателей миров. Любое изменение ситуации заставит его действовать с еще большей осторожностью и в конечном итоге приведет к разгадке причины, по которой гвардия Ворона уцелела». «Согласен», – сказал Хорус. «Не сомневаюсь, что Коракс сможет ускользнуть от меня и без посторонней помощи. А если я вновь вмешаюсь, это может вызвать новые сомнения и вопросы у моих союзников». «Разумное решение», – с поклоном произнес Альфарий. «Если больше нечего обсуждать, я должен вернуться к своему легиону и продолжать операцию». Хорус жестом разрешил Альфари удалиться. И весь путь к двери примарх чувствовал у себя на спине тяжелый взгляд воителя. Гидравлические двери оставались закрытыми, но Альфарий не оборачивался. Пока он ждал открытия дверей, до его слуха доносилось бормотание Эриба. «Брат, если меня хоть на миг посетит сомнение о том, что ты действуешь исключительно в моих интересах, я уничтожу тебя вместе с твоим легионом», – заявил Хорус. Альфарий оглянулся через плечо на воителя и его советников. «Я это знаю, брат». Дверь с шипением открылась, и, дрожа от пережитого, Альфарий вышел из зала. Едва Альфарий скрылся за дверью, а Баддон также попросил разрешения удалиться. «Постой, Эзекиль», – произнес Хорус, переводя взгляд с Абаддона на Эриба. «Если Альфа смогла внедриться в гвардию Ворона, им не составит труда поступить так же и с нашими союзниками. Предатели уже нанесли нам ощутимый урон, и я не допущу подобного в дальнейшем». «Эрик, пошли весть Ларгару, пока он не отправился к Калпу. Я хочу, чтобы он отправил в легионы больше своих апостолов. Эзекиль, проверь безопасность наших протоколов и доложи о результатах мне лично. В случае необходимости проведи чистку». «Что насчет Альфария?» – спросил Эрик. «Уверен, он ведет двойную игру». «У него есть собственный план, это точно», – согласился воитель. «Он встал с трона, возвысившись над обоими легионерами. Но я также уверен, что мы никогда не получим бесспорных доказательств его измены». «Где сейчас его боевая боржа?» «Альфа находится на орбите Иствана-3», – сказал Абаддон. «Направить к ней для слежки пару кораблей?» «Да», – ответил Хорус. «И передай, что как только мы покинем систему, Альфа присоединится к моему флоту. Будем держать Альфария на коротком поводке, пока не увидим его план в действии». После возвращения на Альфу, примарх отправился прямиком в личные покои. Встреча с Хорусом обеспокоила его куда сильнее, чем он ожидал. Альфарий задавался вопросом, упростилась бы его задача, если бы он поведал воителю о существовании Кабала. Узная Хорус о древней организации, объединяющей множество рас ксеносов, а организации, убедившей Альфария восстать против Императора, верность Альфа-легиона оказалась бы вне сомнений, а сам он получил бы большую свободу действий. Но в будущем это вызвало бы новые вопросы, ответы на которые не способствовали бы взаимопониманию. А Альфарий всегда заботился о будущем. Кабал показал ему саморазрушение Воителя после победы над Императором, что в конечном итоге избавит галактику от изначального уничтожителя. О таком исходе не следовало знать никому. Если Хорусу все станет известно, он будет предупрежден, и ничего из предсказанного не произойдет. А это означает, что измена Альфа-легиона окажется напрасной. Как и множество раз в прошлом, Альфарий и его легион встали на опасный путь, подыгрывая двум противостоящим сторонам ради достижения третьего, самого желательного результата. На одной ошибке одного неверного шага будет достаточно, чтобы их изолировали и, скорее всего, уничтожили. Эти мысли занимали Альфария, пока он шел слабо освещенными коридорами боевой боржи. Массивный корабль казался пустым. За все время Примарх миновал лишь несколько сервов и полумеханических сервиторов. При встрече с Повелителем они глубоко склонялись перед ним, как полагалось всякому члену Альфа-легиона, хотя понятия не имели, что перед ними сам Примарх. Его облик был непримечательным, а любые перемещения, как и других воинов, тщательно утаивались. Поэтому точного местоположения Альфария не знал никто, даже его ближайшие командиры. Большая часть Альфа-легиона еще оставалась на Истване 5. Он внес свой вклад в резню в зоне высадки вместе с остальными легионами, которые встали на сторону Хоруса, уничтожив Железных Рук, Саламандр и Гвардию Ворона. Измена Хоруса по коварству могла сравниться с замыслами Альфария. Но после бойни остались выжившие, и новости о великом предательстве уже наверняка успели распространиться. Альфа-легиону предстояло действовать в качестве глаз и ушей воителя по всей галактике, держа под наблюдением не только верный императору легионы, но и тех, кто поклялся служить Хорусу. По словам Кабала, Примарху следовало сохранять равновесие. Хорус должен был выйти победителем, но ослабленным настолько, чтобы единство предателей развалилось сразу после победы. Таким образом, легионы уничтожат сами себя, и Альфарий уже приступил к воплощению в жизнь этих планов. Для того, чтобы Примарх походил на обычного легионера, даже его покои не выделялись из ряда помещений, которые предоставляли капитанам легиона на борту Альфы. Вход в них преграждала невзрачная металлическая дверь в боковом коридоре. Согласно небольшой табличке рядом с дверью, эти комнаты занимал капитан Нимен. Слово значило «безымянный» на одном из древних и давно вымерших тиранских языков, имя которое Альфарий находил как забавным, так и довольно полезным. Когда на борту боевой боржи находилось большое число воинов легиона, в помещении проживали сразу несколько человек, сменявшихся по секретному расписанию, и кроме того на других кораблях флота существовали такие же ложные комнаты. Таким способом Альфарий мог наблюдать за своим легионом, не привлекая к себе лишнего внимания. Альфарий ввел нужный код, и двери отъехали в сторону, явив небольшую прихожую, обшитую деревянными панелями, которая оканчивалась еще одной запертой дверью. Примарх закрыл за собой створки и проверил лоб терминала безопасности возле косяка, убедившись, что ни один из капитанов, также занимающих комнату, пока не вернулся. Введя код, от второй двери Альфарий попал в сами покои. Три соединенные между собой комнаты, обставленные древними шкафами, креслами и столами в тиранском стиле. Пол устилал бордовый ковер. Пластиковые переборки скрывались под деревянными панелями. В главной комнате стояли три кушетки с высокими спинками, достаточно крепкие, чтобы выдержать вес нескольких легионеров. Арочный переход справа ввел в спальню, но Альфарий сначала повернул налево, в арсенал. Примарх не мог снять с себя доспехи полностью, для подобного требовалась помощь нескольких сервов, а он не собирался впускать сюда кого-либо, пока на борту находился тайный гость. В комнате было пусто, не считая оружейных полок на стенах и стальной стойки для доспехов. В Алькове возле одной из стен располагались две автоматические руки. Альфарий встал к ним спиной и активировал систему снятия ранцев. Руки подняли его ранец с шипением от соединяющихся кабелей и треском отходящих силовых трубок. Затем развернули на 180 градусов и вставили в заряжающий порт в задней части Алькова, который был подключен к энергетической системе Альфы. После этого Альфарий снял шлем с наплечниками и поместил их на стойку. Стянул перчатки, наручи и на локотники, и, наконец, по ножи. Он решил не облачаться для оуидиенции у Хоруса в церемониальные одеяния. Его доспехи были такими же, какие носили большинство его легионеров. На них отсутствовали знаки различия, выделявшие Альфария среди остальных воинов. Выкрашенные в несколько слоев синей краски, это были третьи по счету доспехи Альфария, которые хранились на борту Альфы. Хотя у него имелись и другие, идентичные этим на разных кораблях. Первый свой комплект он бросил на Театчине. После того, как силы сопротивления, согласию, обнаружили посреди пустыни бункер Альфария, и ему пришлось в спешке покинуть его. Вторые доспехи были серьезно повреждены в сражении с орками на Арктуре 3.18, и из-за этого стали слишком заметными. Нынешний комплект он носил уже почти 12 лет. Но благодаря тщательному уходу и регулярной покраске, они оставались столь же безупречными, как и в тот день, когда их создали оружейники Марса. На них не было ни единой царапины, шероховатости, отметины, вмятины или даже мазка, по которому их можно было бы идентифицировать. Ни одной детали, которая выделяла бы Альфария среди других воинов легиона. «Я ощущаю присутствие!» — прозвучал из спальни отрывистый голос механического переводчика-гостя. Альфарий, снявший большую часть доспехов, быстро пересек гостиную и вошел в кубрик. Эмиссар Кабала парил у изножия низкой кровати. На первый взгляд он был похож на стеклянную сферу размером с ладонь, наполненную клубящейся желто-зеленой газообразной субстанцией, в которой на первый взгляд хаотически крепились цифровые устройства. Приглядевшись, примарх различил в искусственной обители и само существо. Оно походило на крошечную, скелетообразную руку с отсутствующим большим пальцем. Его органы чувств имели вид темных блестящих линий на фоне переливающейся бледной кожи. Его настоящее имя было непроизносимым, пол — неопределенным. Но Альфарий, из-за выдававшегося переводчиком тонкого пронзительного голоска, думал о пришельце в мужском роде и называл его приблизительным именем — Атитер-Тир. В газе появились пузырьки, хотя примарх не знал, из какого отверстия они вышли, и закрепленный внизу сферы переводчик ожил. «Я ощущаю, что ты встречался с воителем». «Хорус разрешил продолжать операцию по внедрению в гвардию ворона», — сказал примарх. «Все идет, как запланировано». «Я ощущаю, что ты не был достаточно решительным». Альфарий подавил раздраженное рычание. Атитер-Тир обладал определенными эмпатическими способностями, против которых не мог устоять даже разум примарха. Посланник представился как антидил и упоминал также о некоем газовом гиганте в своем родном мире на северном краю галактики. Его психические свойства развивались под сокрушительным давлением и мощной силой притяжения планеты. Поэтому обычные органы чувств и конечности были там бесполезными. «Хорус подозрителен только и всего», — отмахнулся Альфарий. «С ним нужно действовать осторожно. Я ощущаю скрытность. Твоя роль ясна. Хорус должен победить. Изначальный уничтожитель набирает силу. Теперь он связан с воителем. Были проведены ритуалы и вызваны существа из...» Переводчик издал поток неразборчивых высоких звуков. «Ты хотел сказать из варпа?» — спросил Альфарий. «Такое короткое слово для такого сложного явления. Вызваны существа из варпа? Ты говоришь о демонах?» Альфарий присел на край кровати, и климатическая сфера приблизилась к лицу примарка. Но так, чтобы он не смог до нее дотянуться. Из ее глубин вновь поднялись разноцветные пузырьки. «Механизм пришел в движение. Ловушки расставлены. Твои верные императору-братья встретятся с темнейшими врагами. Они должны проиграть». «Ты говорил это и прежде. Пока нам нужно выжидать и разузнать как можно больше о действиях Корокса, если твои пророчества верны». «Не просто пророчества. Они точны. Истинны. Ворон встретится с императором, и тот вручит ему дар, способный изменить ход войны. Дар следует уничтожить». «Мне это кажется неразумным», – произнес Альфарий. Примарх встал и подошел к двери, прежде чем бросить взгляд на Айти Кертира. «Я считаю, было бы лучше, чтобы он оказался в руках Альфа-легиона». «Мы так не договаривались. Я настаиваю на выполнении уговора. Гвардию Ворона следует уничтожить. Все должно идти по плану». «Не думаю», – произнес Альфарий. «Мой брат-близнец Амигон уже на Кеаваре. Мире, вокруг которого вращается освобождение. Там у нас есть союзники, старые враги Корокста, которым не по душе их новые повелители – Механикум. Они стремятся к независимости от Империума. Не беспокойся. Гвардия Ворона будет уничтожена. Но сначала Амигон заберет трофей для Альфа-легиона». Пришелец разразился чередой непереводимых механических криков. Сфера тревожно задрожала, а газ внутри ее быстро закружился. «Успокойся», – рассмеялся Альфарий. «Ты же не хочешь обо что-то удариться? Кабал узнает о твоей нечестности. Когда трофей будет моим, а Хорус окажется на шаг ближе к победе над Императором, мы посмотрим, осудит ли Кабал мои действия», – сказал Альфарий, выходя из спальни. «До тех пор тебе лучше держать свои мысли при себе». Он нажал переключатель, и дверь отгородила его от разгневанного визга Атикертира. План пришел в действие, и теперь наступила его самая сложная часть – ожидание. Ждать, когда его близнец на Киаваре, его брат Амигон, свяжется с антиимперскими силами на мире кузнец. Ждать, когда его оперативники в гвардии Ворона выйдут на связь с Амигоном. Альфарий присел на кушетку, уперся локтями в колени, степил пальцы под подбородком и принялся обдумывать текущие планы. Теперь, когда Хорус исполнял положенную роль, ничто не могло помешать тонкой игре Альфа-Легиона. Все будет идти так, как замыслил Альфарий. Глава третья Чужой среди своих Затемнение Речь Корокса Обнаружены два корабля Дозора. От голоса Эфрении весь стратегиум замер. Три эсминца, сенсорное сканирование, обнаружило плазменные следы еще трех кораблей. Предположительный класс – легкие крейсеры. Продолжила она. Мститель находился всего в двух днях пути от точки перемещения. Достаточно далеко от зоны притяжения звезды Иствана, чтобы совершить безопасный варп-прыжок. Развернутая кораблями предателей, сеть стягивалась на протяжении последних трех дней. И сейчас боевую боржу отделяла от нее всего пара сотен тысяч километров. Корокс взглянул на экран под локотники командного трона, на котором изображалось приблизительное расположение кораблей. В доли секунды Примарх высчитал их траектории и радиус сканирования. «Слишком близко, чтобы менять курс», – заявил он. «Нам придется сделать рывок к точке перемещения, отключить все вспомогательные системы, ввести режим затемнения, высвобожденную энергию перенаправить на двигатели». От персонала и легионеров донесся нестроенный хор подтверждений. Примарх перевел взгляд на командора Бранна. «Возьми Агапита и проверь корабль от кормы до носа. Убедитесь, что все второстепенные системы работают на минимальной мощности. Передай Солара и Аллоне, чтобы они обеспечили выполнение режима затемнения». Примарх повысил голос. «Я требую полный энергетический баланс через десять минут, не позже». «Так точно, лорд, будет сделано», – ответил Бранн. «Обнаружен запуск, лорд Корокс», – сказала Эфрения. «Корабли Дозора открыли торпедный огонь, широкое рассеивание». «Направление», – отрывисто спросил Корокс, вернувшись на свое место позади командного трона, не сводя глаз с маленького информационного экрана. «Идут на перехват», – ответила Эфрения. «При нашей высокой скорости они пройдут перед нами». «Хитрые ублюдки», – пробормотал Бранн за спиной Примарха. «Надеются, что если будут стрелять вслепую, им повезет». «Сохранить три процента энергии для маневрирования на всякий случай», – приказал Корокс. «Всему персоналу занять боевые посты». «Орудие, лорд Корокс», – спросила Эфрения. Ее лицо было, как обычно, спокойным. Но Примарх уловил в голосе женщины едва заметное напряжение. «Сохранить мощность для орудийных батарей?» «Нет», – ответил Примарх после секундного размышления. «Если нас обнаружат, мы и так не сможем прорваться с боем». «А что насчет генераторов пустотных щитов, лорд Корокс?» «Запустить их в режиме ожидания». «Нет», – повторил Корокс. «Направить всю энергию исключительно на отражающие щиты и двигатели. Если предатели в нас попадут, все равно будет слишком поздно». «Отключение генераторов щитов добавит еще 4 минуты ко времени, которая необходима для превращения отражающих щитов в защитные пустотные дополнительные минуты, за которые Мстителю могут нанести катастрофический урон. Впервые с тех пор, как он вступил на борт боевой боржи, Корокс заметил в диспетчере нерешительность. Она продлилась не больше мгновения, после чего Эфрения кивнула и вернулась к непосредственной задаче. Примарх услышал шум открывающихся дверей и, обернувшись, увидел выходящего Брана. Корокс вновь посмотрел на экран. Они находились в 250 тысячах километрах от дозора предателей. На экране низкочастотного сенсора возникло еще 7 кораблей, создавших три слоя обороны между боевой боржой и точкой безопасного перемещения. Если отражающие щиты пропустят хотя бы случайный импульс или одна торпеда взорвется неподалеку от Мстителя, корабль Примарха тотчас окажется в окружении врагов. Он не мог не опередить противников, не победить их. Единственным выходом для Корокса было запастись терпением и сосредоточиться на том, чтобы избежать обнаружения. В этом он был хорош еще с детства и сейчас не собирался принимать скоропалительных решений. Режим затемнения означал полное отключение всех второстепенных систем. Жизнеобеспечение, освещение, обогрев и другие системы регулирования окружающей среды одна за другой перешли на минимальный уровень энергопотребления, минимально достаточный для выживания человеческой команды. Даже искусственную гравитацию уменьшили до половины таранской нормы, высвободив необходимую для плазменных двигателей энергию. Когда воцарилась тьма, в гулких транспортировочных отсеках в глубинах трюма теснилось около полутора тысяч легионеров. Боевая боржа была спроектирована, чтобы вмещать лишь крошечную долю этого числа. Пришлось расчистить дополнительное пространство в складах, в секциях вооружения и среди опор и палуб машинного отделения. Воины ютились в служебных ходах и на лестничных клетках, а несколько десятков лифтовых и конвейерных шахт вывели из эксплуатации, чтобы освободить еще немного пространства. Но легионерам гвардии Ворона все равно едва хватало места, чтобы просто пошевелиться. Незанятыми оставались только основные коридоры для быстрого перемещения между стратегиумом и другими важными пунктами. Смешавшийся с толпой Альфарий наблюдал за тем, как свет вначале потускнел, а затем погас. Конечно, он не был самим Альфарием, но благодаря сложному программированию разума и небольшому психическому вмешательству библиариев легиона, он счел за лучшее забыть свое имя. По всем параметрам теперь он был Альфарием, и он был немного встревожен. Облаченный в доспехе, он сидел вместе со своим приемным отделением на мостике под плазменным реактором. Когда воздух стал истончаться, а гравитация уменьшаться, на дисплее вспыхнули символы предупреждения окружающей среды. Альфарий инстинктивно отдал субвокальный приказ усилить авточувство шлема. «Что ты делаешь?» Альфарий повернулся, когда над мостом разнесся голос командора Алони. Он понял, что капитан обращается к нему. «Ты знаешь, что означает затемнение», — продолжил Алони. «Система на минимум. Ты понимаешь, какую энергетическую сигнатуру могут выдавать полторы тысячи легионеров в доспехах?» Внимание! Установить все на минимальную мощность и самые низкие частоты. Дыхательные системы, рециркуляцию влаги, двигательную активность — все. Никаких контактов, никаких внешних переговоров, перемещений. Альфарий согласно кивнул и снизил энергопотребление доспехов, превратившись в неподвижную статую из керамита, пластали и адамантия. Забилось вторичное сердце, компенсируя низкую внешнюю температуру. Раздулось мультилегкое, позволяя дышать непереработанным воздухом. Остальные вокруг него поступили точно так же. Здесь, рядом с реакторами, системы жизнеобеспечения отключили полностью, оставив легионеров в коконах собственной искусственной среды. Опустилась искусственная ночь, нарушаемая лишь сполохами приборных панелей и свечением экранов на двойных реакторах в 50 метрах под мостиком. На доспехах легионеров стала конденсироваться влага. Из лицевых щитков и выпуклых клапанов ранцев поднимались едва заметные струйки пара. Запертый внутри доспехов, Альфарий понимал, в насколько рискованном положении находится. Сейчас его вряд ли раскроют. Из-за реорганизации легиона и нежелания остальных обсуждать случившееся наиствование, он с достаточной легкостью вжился в новую роль. Его лицо все еще болело после трансплантации. Особенно там, где пересаженная плоть нового лица сходилась с его настоящей кожей, у основания шеи и вокруг горла. Переделанные кости ныли, а укороченные или наоборот удлиненные мышцы казались чрезвычайно чувствительными под похищенной кожей. Альфарий сглотнул, вспоминая, как они нашли тело воина, смерть которого наступила не более пяти минут назад, с оторванной вихрем ногой и сломанным оскалы позвоночником. Апотекарии действовали со всей поспешностью. На протяжении многих десятилетий войны Альфа-легиона подражания Примарху стремились выглядеть похожими друг на друга и гордились своей безликостью. Черные волосы, резкие выразительные черты лица и бледно-зеленые глаза были для него в новинку. А еще в его разуме таились воспоминания. Он кое-что знал о легионере, личность которого присвоил. Он отведал плоть павшего гвардейца Ворона, чтобы аммофагия проанализировала и впитала информацию о жертве. Улучшенная с помощью искусства библиариев, запрещенного никейским указом, но до сих пор широко практиковавшаяся в Альфа-легионе, она по возможности собрала все фрагменты жизни погибшего легионера. Он чувствовал их, вспышки образов, обрывки разговоров. Более того, Альфарий мог ощутить то же, что и его новая личность. Он был гордым воином, ветераном литейского восстания, получившим место в гвардии Ворона после воссоединения легиона с Примархом. Воспоминания также вызвали дискомфорт. Они путали его мысли и подчас сбивали с толку. Во время бегства по Иствану-5 со своими новыми товарищами, он запомнил их имена, лица и то, как сражается каждый из них. Наиболее опасными были первые дни, когда приказы передавались закодированными фразами, а команды о построениях давались на непонятном для него боевом языке, возникшем на освобождении, где он никогда не бывал. Но его выбрали для этого задания из-за способностей к языкам, быстрому уму и умению адаптироваться. Его недостатки перекрывались эффективностью и слаженностью самой гвардии Ворона. И после череды молниеносных атак он смешался с остальными, сумев избежать подозрений товарищей по отделению, а также смертоносного внимания тех, кто за ними охотился. Все это казалось бессмысленным, пока он неподвижно сидел над реактором, который, стоит чему-то дать сбой, превратится в миниатюрную звезду на корабле, крадущемся мимо вражеского флота под защитой лишь пары метров многослойной пластали и адамантии. Один удачный выстрел, и он вместе со всеми на борту Мстителя превратится в пепел. Он не знал, скольким бойцам из Альфа-Легиона удалось внедриться. Остался ли он один, либо же их были десятки, неважно. Пока он один, и действовать следовало соответственно. Альфарию нужно делать все, чтобы остаться живым и нераскрытым. Следить за Кораксом и связаться с Амигоном, когда они вернутся на освобождение. Не менее горячим, чем надежда на успех, было теперь желание поражения своим союзникам. Кто бы их не преследовал, несущие слова, Альфа-Легион, пожиратели миров, сыны Хоруса, железные воины, имперская армия. Альфари всем сердцем желал им всяческих бедствий. Отказ двигателя, вспышка эпидемии, осечка оружия. Все, что могло бы помешать удачному выстрелу, который превратит гвардию ворона в пыль. Альфари был готов пожертвовать жизнью за примарха и легион. Но не умереть так бездарно, не видя противника, с которым следовало сражаться, и провалив задание, которое следовало выполнить любой ценой. Это был бы самый бессмысленный способ умереть, подумал он, когда корпус корабля слабо завибрировал от взрыва. Снаряд новый, доложила Эфрения. Шесть тысяч километров справа по носу. Коракс отреагировал не сразу. К косминцам присоединились два крейсера. Растущая вражеская флотилия обстреливала космос торпедами, ракетами и плазмой в попытке накрыть Мститель огненным покрывалом. Это была не особо эффективная тактика. Космическое пространство, в котором они пытались скрыться, было бескрайним. И врагам требовалось либо невероятное везение, либо вынудить Коракса действовать так, чтобы выдать свое положение. Без сомнения предатели знали, что боевая боржа была где-то близко. Но Коракса куда больше волновало, было ли им известно нечто еще. Выстрел новый был не настолько близким, чтобы убедить его, будто он был нацелен в Мститель. Но расстояние от взрыва до боевой боржи было намного меньшим, чем при ошибке в стрельбе на столь дальние дистанции. Следовало ли ему подождать второго плазменного выстрела, чтобы убедиться окончательно? Снижение на 50 тысяч метров, 3 градуса на правый борт, резко приказал он персоналу у рулевого управления. Навигационные щиты поглощают остаточные следы плазмы и обломки, огласил еще один член команды. Приближаемся к максимально допустимому уровню нагрузки отражающих щитов. Коракс тиснул зубы. Низкоэнергетические навигационные щиты обычно использовались, чтобы уберечься от микроастероидов и прочих космических обломков. Но из-за выстрела новый нагрузка на них оказалась сильнее, чем они могли выдержать. Если он увеличит подачу энергии, чтобы не дать взрывной волне дойти до Мстителя, энергетический импульс выдаст их позицию. «Не обращать внимания», — сказал он, когда корабль задрожал, — «исполнять предыдущий приказ». Используя все доступное пространство, боевая боржа маневрировала в трех измерениях, чтобы уйти от точки, куда целилась Нова. Это была не случайность, как ожидал Коракс. В имперских войсках Нова пока еще считалась сугубо экспериментальным оружием, и лишь немногие командиры позволили бы установить его на своем корабле. «Только что обнаружен линейный корабль третьего класса, лорд Коракс», — произнес наблюдатель стратегиума. «Вероятно, Гранд Крейсер идет прямо за кормой, передает позывные железных воинов». «Кто бы сомневался», — прошептал Коракс. «Дай одному из капитанов Пертураба возможность установить еще большее орудие, и он тебе за него руку отгрызет». Засекла еще один выстрел орудия Нова, — предупредила Эфрения. В спешке она позабыла добавить титул. Что примарх счел практически невероятным. Коракс заметил, как побледнело ее лицо, и побелели костяшки пальцев, когда она ухватилась за край консоли дисплея, ожидая толчка. Они не могли предупредить остальную команду, не выдав при этом позиции боевой боржи. И если Нова все же каким-то чудом попадет в них, то никакие подготовки их уже не спасут. «Разворачивается влево, разрыв в 15 тысяч километров, и увеличивается, лорд Коракс», — сказала Эфрения, слабо улыбнувшись и расслабив хватку. Взрыв зафиксирован в 70 тысячах километров. Можно предположить, что огонь ведется вслепую. Лечь на курс к ближайшей точке перемещения. Коракс заметил две точки взрывов и постарался запомнить их. Возможно, железные воины пользовались некой формулой введения огня для вычисления местонахождения целей. Еще три или четыре выстрела позволили бы Кораксу ретроспективно рассчитать ее, чтобы избежать подобных ситуаций в дальнейшем. Кроме этого, ему оставалось лишь надеяться на лучшее. Мститель продолжал двигаться вперед, опускаясь и поднимаясь, зигзагами направляясь к точке перемещения, избегая сети кораблей-предателей. Временами Коракс, доверяя отражающим щитам, направлялся прямо на врага, проходя от крейсеров и фрегатов на расстоянии в 10 тысяч километров, чтобы замаскировать выбросы, которые могли выдать их присутствие. Оцепление сжималось, мерцания на экранах вражеских сканеров притягивали все больше кораблей, преследовавших призрачные обратные сигналы, которые были не более чем неясными миражами на фоне энергетического излучения Вселенной. Сидевший во мраке, предоставленный капитаном каюты Коракс, почувствовал вибрацию, которая свидетельствовала об очередном изменении курса. Они находились всего половины дня от точки перемещения. Было заманчиво совершить варп-прыжок прямо сейчас и рискнуть вмешательством гравиметрических помех, но он оставался спокоен. Несколько раз они едва не попались. Торпеды отстреливали боеголовки в паре тысяч километров от Мстителя. В самый последний момент приходилось ложиться на другой курс, чтобы избежать вражеского сканирования, уходить от выстрелов орудий новой, практически перегружавших навигационные щиты. из-за чего в боевой борже приходилось замирать на месте. Примарх действовал без страха. Здесь не было права на ошибку, но также и не было места и тени сомнения. У него было немного вариантов сбежать и выжить или быть обнаруженным и уничтоженным. В таких обстоятельствах решение следовало принимать без промедления, отгоняя другие мысли, которые могли затуманить его рассудок. Сейчас они направлялись сквозь небольшой разрыв в оцеплении предателей, поэтому у них было несколько часов беспрепятственного движения. Протоколы затемнения все еще действовали, и Корок сидел у огромной командной консоли, всматриваясь в пустые экраны и мертвые дисплеи. В мимолетном мигании красных огоньков и свете из дверей, ведущих в стратегиум, Примарх различал детали комнаты. Он привык ждать. За долгие годы он сумел усвоить уроки терпения и точного планирования. Сотни сражений познал, когда следовало действовать, а когда остановиться, и благодаря этому знанию всякий раз одерживал победу. Резня в зоне высадки застала его врасплох. Примарх обеспокоило, что он не заметил предательских намерений своих братьев-командиров легионов. Сидя во тьме, наедине со своими мыслями, Корок задавался вопросом, был ли он слеп к их измене из-за собственной слабости, был ли он слишком доверчив, игнорировал ли тонкие намеки в поведении своих братьев, был слишком самоуверен. Произошедшее было немыслимым, и это тем сильнее тревожило Корокса. Разве можно назвать необычным то, что он никогда даже не помышлял о том, чтобы сражаться против братьев? Его отправили вместе с остальными для наказания Хоруса. Но ему точно следовало задаться вопросом, действовал ли Хорус в одиночку. Возможно, дело в том, что предательство Хоруса настолько поразило его, что он сам того не желая попался в очередную ловушку. Вопросы казались тем более сложными, что у Корокса не было на них ответа. Еще одна вибрация, очередное изменение курса. Медленно текло время. Примарху не требовалось смотреть на информационный экран, чтобы знать, что происходит. Он держал в голове положение Мстителя и вражеских кораблей вокруг него. Их курсы были проложены у него в мыслях так же тщательно, как на схеме. О любом значимом изменении в общей картине ему бы немедленно доложили. А он пока не получал подобных извещений от Эфрении. Сложная сеть, сплетенная, чтобы поймать Мститель, была недостаточно прочной, и в ней всегда находились прорехи. Терпение. Часы, дни, недели ожидания. А когда-то давно и целые годы, пока он готовился, скрываясь среди заключенных ликея. В спокойствии было нечто поразительно чистое. Уединение, что-то придающее сил. Раны все еще болели. Случайные уколы ощущений, пробивавшиеся сквозь защиту его полугипнотического состояния. Кораксу приходилось смещать вес, чтобы снять напряжение со сломанных ребер, ослабляя давление на поврежденные органы. Искусственно созданное тело примарха могло выдержать невероятный урон, но было кое-что посильнее физических ран. Он вынуждал себя терпеть боль, чтобы помнить о поражении. Он страдал от тяжелейших ран, которые не могло вынести сверхчеловеческое тело, и не в силах были исцелить апотекарии. Пока ему не удастся положить конец душевным мукам, он не даст своему телу излечиться. Очередная мимолетная вспышка боли прервала его размышления, и Коракс активировал информационный экран. Проанализировав пересекающиеся курсы, примарх заметил нечто новое. Цепочку вероятностей, созданную пару часов назад благодаря крошечному изменению в расположении вражеских кораблей. Там была прореха. Точнее не прореха, а сближение четырех кораблей-предателей. Струи плазменных двигателей и выхлопы реактора могли бы скрыть Мститель и обеспечить путь к точке перемещения раньше запланированного, если Коракс осмелится пойти по нему. Заметив эту вероятность, примарх замер и внимательно всмотрелся в карту. Он знал, что не ошибся. Мгновенно придя в движение, примарх склонился над кнопкой активации связи. Его палец остановился в миллиметре от переключателя. Коракс вновь оценил ситуацию, остудив пыл и проигнорировав всплеск внезапной деятельности. После такого маневра Мститель окажется в пределах выстрела по крайней мере трех вражеских кораблей. Любое действие предателей изменит динамику и раскроет положение гвардии Ворона в опасной близости от противника. Примарх отбросил идею. Хотя Кораксу и не терпелось оказаться в относительной безопасности Варпа, не терпелось предпринять любой дальновидный поступок, ему все же следовало придерживаться осторожности, а не хвататься за первую лучшую возможность. В зоне высадки он бросился за Ларгаром, ведомой жаждой мщения, и на краткий миг позабыл о своих обязанностях командующего Легионом. Стоил ли ему этот эмоциональный порыв Легиона, погибло бы столько воинов, если бы он лично командовал отступлением? Он не будет вновь действовать опрометчиво. Самое главное, он выжил, и не менее важным это было и сейчас. Важнее всего было не сэкономить половину дня, а выжить. Это желание выжить, звериный инстинкт продолжать дышать, который постоянно вел вперед, придавал ему сил. Он не смирится и не примет смех. Даже сейчас, когда его Легион был практически уничтожен, а врагов куда больше, чем союзников, Корок знал, что не сдастся. От него требовалось оберегать гвардию Ворона, невзирая на искушения и инстинкты, призывающие его к решительным и смелым поступкам. На освобождении, которое некогда звалось Ликеей, царило настоящее отчаяние. Слабые там погибали, безвольные отступались перед непосильной задачей. Но не Корокс. С огромным усилием он принес на Ликеей свободу и ни разу не усомнился в правильности своих действий. Так почему же сейчас он думает, что ему не хватит решимости для победы? Он продолжал неподвижно стоять во мраке. Корокс любил тьму. Те не всегда были его союзниками. Он мог бы провести подобным образом оставшиеся часы, выжидая, предвосхищая очередную дрожь корректировки курса, дожидаясь стука в дверь и нового отчета о маневрах врага, пытаясь не вспоминать ошибок и ужасов иствона, пытаясь, но безрезультатно. В комнате стоял запах пота, в воздухе витал аромат страха. Марк Валерий был бы счастлив встретиться с противником в открытом бою или даже оставаться спокойным, пока боевые корабли решитят друг друга в космических сражениях. Но от такой войны, способа ведения войны гвардии Ворона, у него сдавали нервы и сжималось сердце. Префектор с закрытыми глазами лежал на койке, желая, чтобы наконец включили вентиляцию, которая очистила бы комнату от вони. Сложенные на груди руки дрожали, мокрые волосы прилипли к олгу, а подушкой простыни под ним насквозь пропитались потом. Если в Мститель угодит хотя бы одна боеголовка, им всем конец. Валерий не питал иллюзий на этот счет. Отражающие щиты не могли уберечь их от ядерного взрыва мощностью из десяток мегатонн. Стены вибрировали от ударных волн далеких разрывов за тысячи километров от корабля, но все же ближе, чем хотелось бы префектору. Пилон находился в соседнем отсеке. До Марка доносилось его прерывистое паническое дыхание, и он представил себе, как слуга сидит, забившись в уголке комнаты, прижимая колени к груди. Префектор отлично понимал объявший человека ужас, ибо и сам чувствовал его. Бомбардировка началась менее получаса назад. Коракс отослал его из стратегиума, как только начали рваться первые снаряды новые. Пока еще достаточно далеко от боевой боржи, но все же слишком близко, чтобы чувствовать себя в безопасности. Префектор торопливо шел по коридорам и спускался бесконечными лестницами. Пол под ногами и поручни постоянно вибрировали. Он старался не сорваться на бег. Гвардейцы Ворона, мимо которых он проходил, казалось, ничуть не беспокоились, веря в свои жизни отражающим щитам, как никогда бы не смог Марк. Он был имперским солдатом, терионцем, и привык сражаться с врагом, которого мог увидеть. В свою жизнь префектор предпочитал доверять силовым щитам, танковой броне или многометровым стенам бункеров. Ему приходилось пережидать артиллерийские дуэли и орбитальные атаки, но никогда он не чувствовал себя таким беспомощным, как сейчас. Тьма была кромешной, свет не включался. Валерий был по-своему благодарным за это. Куда лучше для него было сидеть в каюте, где лорд Коракс и другие не могли увидеть его трусость, и услышать тихое хныканье от каждого дребезжания, прокатывающейся мимо волны. Но оставаться одному было также кошмаром. Если бы он находился на виду других, то гордость помогла бы ему совладать со страхом. Но так как префектор был один, его решимость оказалась куда слабее. Тьма опутывала его так же, как воняющий потом воздух. Она камнем давила на грудь, выжимая воздух из легких, душила. Валерий закашлялся и судорожно выдохнул. Он сел на край койки, свесил ноги на палубу. Префектор непроизвольно зажмурился и обхватил руками тело, когда от правого борта до левого прокатилась очередная волна вибрации, сопровождаемая скрипом и скрежетом переборок у него над головой. «Это безумие!» пробормотал он. Он говорил шепотом, но слова эхом раздавались у него в голове. Префектор уже и не помнил, когда в последний раз чувствовал себя нормально. Когда кошмары прекратились, он поначалу испытал облегчение. К Марку вернулся благословенный сон, и он с радостью принял его. Но облегчение не было долгим. Спустя всего пару дней после эвакуации лорда Корракса и легиона, пустота сновидений начала давить на Марка. Он просыпался посреди ночных ваг с пустотой в мыслях, чувствуя себя так, словно его затягивает в бездну. Вскоре префектор стал бояться ночей, как тогда, когда его мучили сновидения с пламенем и криками умирающих воронов. Но теперь это был не обжигающий горячий ужас и паранойя, но холодный страх, который стекал по позвоночнику и превращал в лед нижнюю часть живота. И теперь, когда он остался один во мраке каюты, этот страх вернулся, пока ракеты и снаряды озаряли небеса за стальными иеракритовыми стенами. Поджидающая его пустота слишком сильно напоминала вакуум космоса. Из-за этого страха Марку казалось, что ему суждено погибнуть. Как ему когда-то снилось предсказание о гвардии Ворона, так и теперь сны твердили о неизбежности его смерти. Он умрет в одиночестве, замерзнет в космосе, и его поглотит пустота Вселенной. Марк со стоном повалился лицом в подушку, пытаясь зарыться с головой в простынях, чтобы только спрятаться от пустоты, которая постепенно высасывала из него жизнь. «Это было слишком близко», — заметил Бран, когда в паре тысяч километров от носа по правому борту расцвел взрывом снаряд Новы. «Слишком близко. Это попадание», — ответил Агапита. «Если мы выжили, то для меня это достаточно далеко». «Тихо», — шикнул лорд Коракс. Его голос оставался спокойным, на лице отсутствовало всякое выражение, пока он следил за показаниями сенсоров на тусклом главном экране. «Я думаю». Примарх оставался за пультом управления с тех самых пор, как предатели открыли по ним огонь. Он вел Мститель по видимому лишь ему безопасному курсу, непрерывно просчитывая и корректируя маршрут с каждым новым запуском торпеды или взрывом снаряда Новы. «Лорд, мы идем слишком близко от вражеского крейсера», — предупредил один из помощников за сканером. «Знаю», — ответил Примарх, не отрывая взгляд от экрана. «Лорд, если мы пройдем слишком близко, они засекут наш плазменный след», — добавила Эйфрения. Она говорила тихо и уважительно, но в голосе все же чувствовалась тревога. «Они засекут не только это», — ответил Коракс, с улыбкой взглянув на женщину. На мгновение он замолчал, а затем поднял палец. «Думаю, мы достигли безопасного расстояния для перехода». «Лорд», — Бран был не в меньшем смятении, чем Эйфрения. Покосившись на Агапита и Алоне, он заметил напряжение на лицах своих братьев-командиров. «Перед уходом я хочу оставить врагам последний подарок», — сказал Коракс. «Поднять пустотные щиты и активировать орудийные батареи, лорд?» — спросила Эйфрения. «И ее рука повисла над терминалом управления». «Нет», — ответил примарь, — «я придумал кое-что поэффектнее». Стоящий в стратегиуме прощания апостол несущих слова Данаск все больше склонялся к мысли, что возложенная на него обязанность до крайностей истощает его терпение. Радость анархии и бойни в зоне высадки после многих дней бесплодных поисков гвардии Ворона казалась ему далеким воспоминанием. Последние поступившие приказы не радовали. Уже больше суток его корабль безрезультатно обстреливал торпедами, указанную воителем местность. Это была пустая трата времени, тем более неприятная, что его боевые братья уже находились на пути к Калту, чтобы внезапно атаковать ультрамаринов. Апостолу было тяжело не воспринимать это как своеобразное наказание за нарушение правил легиона, о которых его не соизволили поставить в известность. Возможно, Данаск недостаточно посвятил себя новой цели. Иногда он замечал на себе странные взгляды Корпоэрона и был уверен, что таким образом магистр веры испытывает его. Апостол не жаловался, получив эти бессмысленные приказы, и восхвалял примарха за то, что он избрал именно его для этой обременительной, но важной обязанности. Обнаружена энергетическая сигнатура. Слова Калнамира разлетелись победным криком над панелями сканеров, оторвав апостола от размышлений. «Где?» — резко спросил Данаск, поднимаясь с командного трона. Тишину, царившую в стратегиуме, большую часть патрулирования разорвал вой сирен. «Почти над нами, в двух тысячах километрах по левому борту», — объявил Калнамир. «Орудийные батареи накапливают энергию, пустотные щиты включены на полную мощность. Замаскируй энергетическую сигнатуру и дай мне точное местоположение. По местам стоять!» — отрезал апостол, осознав, что враг мог обнаружить себя, только чтобы открыть огонь. Он услышал тихую ругань Калнамира. «Говори в голос, либо же молчи, брат!» — проскорежетал Данаск. Он был не в настроении слушать жалобы подчиненных. Апостол нажал кнопку управления в подлокотнике трона, вызвав картинку в реальном времени с приблизительным расположением вражеского корабля. Мерцание среди звезд выдавало присутствие корабля гвардии Ворона. «Должно быть, сканеры дали сбой. Это бессмысленно!» — произнес Калнамир. Он вновь сверился с экранами и посмотрел на Данаска расширенными от шока глазами. «Командир! Эта сигнатура означает импульс варп ядра!» На экране возникла вражеская боевая боржа. Опасно близко. Она казалась совершенно черной на фоне далекого, тусклого блеска звезды Иствана. Спустя пару мгновений космос вокруг корабля взвихрился от энергии, и извивающаяся радуга поглотила корабль от носа до кормы. «Маневр уклонения!» — проорал Данаск, хотя понимал, что уже слишком поздно. Корабль гвардии Ворона исчез, скрывшись в открытой им точке перемещения. Расширяющаяся варп-дыра захлестнула прощание. Данаск ощутил, как сквозь него проносятся поток варп-энергии, давление внутри головы, сопровождаемое нистовой дрожью крейсера. «Нас утянуло вслед за ними!» — объявил Калнамир, хотя это и так было очевидно. «Прощание» яростно содрогнулось, когда пустотные щиты захлестнул буран варп-силы. По кораблю ударили щупальца энергии имматериума. Из стен, потолка и пола вырвались кольца калейдоскопической энергии под аккомпанемент далеких криков и неестественных воплей. Вновь раздались звуки сигнальных горнов за миг до того, как взрыв разорвал на части корму корабля, и пустотные щиты перегрузились от ударной волны. Вдоль бортов «Прощания» один за другим вырвались огни вторичных взрывов, когда загорелись склады боеприпасов орудийных батарей, скрыв широкие рваные дыры в корабельном корпусе. Виск рвущегося металла сопровождался сполохами воспламеняющегося воздуха, утекающего сквозь огромные пробоины в бортах. «Прощание» крутило из стороны в сторону, искусственная гравитация ежесекундно изменялась, подбрасывая Донаска и персонал стратегиума до потолка, а затем швыряя обратно на пол. Оператор связи при падении на решетчатую палубу сломал шею, а затем все стихло. Экранирование реакторов восстановилось, и взрывы прекратились. Спустя несколько минут дезориентации персонал стратегиума принялся собирать доклады о повреждениях. Во время наплыва варпа все сканеры отключились. Десятки окружающих Донаска экранов были серыми и безжизненными. «Переключить на меня рулевое управление», – проскрежетал он. Процедуры по вычислению повреждений длились еще какое-то время. У Донаска застучало в висках. Боль в основании черепа становилась сильнее, пока не начало затмевать сознание. «Могло быть и хуже», – заметил Кал Намир. «По крайней мере, мы выжили». Из глаз и носа несущего слова закапала кровь. По лицу Намира потекли широкие багровые ручьи. Кровеносные сосуды в глазах разбухали, а кожа растягивалась и истончалась. Почувствовав кровь, Донаск поднял к носу облаченную в перчатку руку и увидел на кончике пальца красную каплю. Один из помощников у орудийной консоли с криком отпрянул от панели. Его форма вспыхнула синим пламенем. Человек завертелся на месте, но затем остальные повалили его на пол и принялись сбивать огонь одеждой и руками. «Отцепитесь от меня! Мое лицо! Отцепитесь от моего лица!» Завопил еще один серп и, вонзив ногти в глаза и щеки, рухнул с кресла. На краю панели сканер замерцал, оживая, субэкран. Донаск уже знал, что он там увидит, но все же взглянул. Звезд больше не было, их заменил вихрь невероятных энергий, от одного взгляда на которые болели глаза, несмотря даже на цифровое кодирование экрана. Они были в варпе, без поля Геллера, беззащитные. Едва оцепеневший разум апостола осознал это, Донаск ощутил, как в его животе что-то скребется. Он не осмеливался посмотреть вниз. Какая-то часть его разума изумлялась произошедшему. Запустить в варп двигатели так близко, чтобы утянуть прощание в имматериум, и все же достаточно далеко, чтобы крейсер при этом не погиб. Невероятно сложная задача. Он удивлялся, какой человек способен на подобное. Кругом царило безумие. Апостол чувствовал себя так, будто находится, вдалеке от криков и рева слуг и легионеров, хруста костей, рвущей и терзающей их тела варп энергии. Донаск понял, что задал неверный вопрос. «Оказаться в варпе» означало принять самую жуткую смерть, которая могло умереть живое существо. Вопрос был не в том, какой человек способен на подобное, а в том, какой человек сделает подобное. Ответа он так и не получил. Пару мгновений спустя из его внутренностей сквозь сросшиеся ребра вырвалась рогатая краснокожая тварь, сжимая в клыкастой пасти оба сердца апостола. Мучительный, нечеловеческий, столь несвойственный легионеру Крик Донаска слился с воплями остальной команды. Они оказались в безопасности варпа. В такой безопасности, которая только была возможна в варпе. Хотя навигаторы Мстителя с самого момента перемещения жаловались на приближающуюся бурю. Астрономикон, свет, который вел их по имматериальному эфиру, почти исчез за штормами невероятных размеров. Коракс сказал им делать все, что в их силах. Цель была проще некуда – идти на источник света Императора, чтобы достичь Терры. Примарх находился в стратегиуме вместе со своими командирами. Устройство внутренней ВОК-связи казалось миниатюрным в его огромной ладони. Режим затемнения отменили, реакторы работали на полную мощность. Стратегиум купался в свете, который казался особенно ярким после многих дней сумрака. Но настроение примарха было далеко не столь же солнечным. Коракс не знал, что сказать воинам. Какие слова одобрения он мог им сказать, если сам чувствовал себя лишенным всяческой надежды. Предатели нанесли неотразимый удар, нацеленный со смертоносной эффективностью. Казалось почти невероятным, что их кто-то сможет остановить. За свою жизнь ему не раз приходилось словами поднимать измотанных воинов на борьбу и вдохновлять на великие деяния. Но все, что теперь приходило примарху на ум, казалось пустыми банальностями. Неважно. Усилием воли Коракс отбросил сомнение. Пришло время проявить те лидерские качества, ради которых он был создан. Именно в такие моменты, а не в пылу боя, где физические способности могли качнуть чашу весов, проявлялась его настоящая ценность. Он был примархом гвардии Ворона. И именно к нему легионеры обратятся за наставлением и поддержкой. Многие из них видели тяжелые времена, но ничто из этого не могло сравниться с катаклизмом, который навлек Хорус. Некоторые выжили в объединительных войнах, другие были ветеранами Ликейского восстания. Все они были воинами, в сердцах которых ярко пылала честь легиона. На Истване нам нанесли поражение, начал Коракс. Его слова транслировались по всему кораблю. Это неприятное чувство, но я хочу, чтобы вы запомнили его. Впустите его в сердце и лелейте это ощущение. Пусть оно течет по вашим сосудам и передает силу мышцам. Никогда не забывайте, что означает поражение. Он остановился, позволив другому чувству заменить боль и отчаяние. Не поддавайтесь отчаянию. Мы Астартес. Мы Гвардия Ворона. Мы окровавлены, но живы. Давите скорбь злостью, пока у вас не появится новая цель. Те, кого мы когда-то называли братьями. Коракс вновь остановился. Слова застряли у него в горле. Он посмотрел на Агапита, затем на Брана, Салара и, наконец, на Алоне. Глаза его командиров горели от эмоций. Челюсти сжаты от едва сдерживаемой ярости. Примарк зарычал, высвобождая наружу чувства, которые держал себе со времени побега с Иствона. Те, кого мы когда-то называли братьями, отныне наши враги. Они предали нас, но что еще хуже, они предали императора. Для нас они мертвы, и мы не окажем им чести увидеть нашу скорость. Злость — вот все, что у нас есть для них. Злость, подобной которой мы не испытывали прежде. Всего пару месяцев назад мы низвергли свою ярость во имя просвещения. Мы несли в галактику войну во имя имперской истины. Эти дни миновали. Предательство тех, кого мы ныне зовем врагами, положило конец великому крестовому походу. Ненавидьте их! Ненавидьте их, как ни одного врага прежде. Хулите воздух, которым они дышат, и землю, по которой они ходят. Нет ничего более низкого, нежели предатель. Нет никого более низкого, нежели предатель. И никого более достойного вашего презрения. Ненавидьте их! В груди Коракса вспыхнула боль. Из-за волнения открылись старые раны, и по телу примарха потекла кровь. Обычный человек давно бы умер после таких ран. Но примарх переносил боль без видимых признаков мучения, стоически загоняя агонию в глубины разума. Руки Коракса задержали, и ему пришлось прерваться, чтобы привести в порядок мысли. Они пытались убить нас, истребить гвардию ворона и стереть память о нас со страниц истории. Но предатели совершили одну ошибку. Они упустили нас. Нас согнули, но не сломали. Мы ранены, но не повержены. Я клянусь своими обетами императору и преданностью вам в том, что мы отомстим изменникам. Они заплатят за свое преступление кровью и смертью, пока последний из них не падет от нашей руки. Не знать нам ни радости, ни покоя. Мы настигнем их везде, где бы они ни прятались, как это умеет лишь гвардия ворона. Поклянитесь вместе со мной, дети мои, следовать за мной везде, куда бы ни привел нас путь. Поклянитесь не давать пощады предателям. Поклянитесь убивать их без капли жалости. Поклянитесь вырезать раковую опухоль, которую Хорос взрастил в сердце Империума. Поклянитесь вновь принести имперскую истину в галактику. Поклянитесь, что более мы не познаем поражения. Глубоко в трюме Мстителя Альфарий слушал Примарха и по неволе испытывал волнение. Подобный вызов был благородным, бессмысленным, но благородным. Глава 4. Путешествие к Солнцу. Скудная пища. Путь перекрыт. Предстояло сделать еще многое. Пока действовал режим затемнения, воины и члены команды Мстителя могли направить усилия на консолидацию сил. Поспешное перевооружение и реорганизация после Иствана уступили место обдуманным поступкам. Временные отделения расформировывали и преобразовывали. Легионеров повышали до сержантов, а сержантов производили в офицеры. Одними из наиболее загруженных работой была горстка уцелевших легионеров из арсенала. Гвардия Ворона лишилась большей части снаряжения во время продолжительных ударов и отступлений на Истване 5. И теперь технодесантникам предстояло распределить, починить и пополнить запасы экипировки заново созданных отделений. В трюмах Мстителя хранился значительный запас снаряжения. Но новых силовых доспехов и оружия не хватало для всех 2500 легионеров на борту. Многим воинам требовалась полная замена доспехов или же отдельных частей. Поэтому Страдан Бинноль вместе с остальными технодесантниками проводил большую часть времени, трудясь над оружием и доспехами, которые гвардейцы Ворона забрали у побежденных врагов. Его жизнь превратилась в бесконечный поток работы. Каждый час бодрствования был наполнен треском электросварки. Запахами краски, визгом пневмоключей и жаром керамитовых печей. Бинноль необычайно заинтересовался новым снаряжением. Кое-что было ему очень знакомо. Иное же обладало совершенно иным дизайном, поскольку легионы снабжались десятками миров кузнец со всего Империума. Он на скорую руку чинил комплекты доспехов четвертой модификации, которые носили большинство его товарищей, снимая части с устаревших комплектов второй и третий, отнесущих слова, железных воинов и пожирателей миров. Но результат его работы не был безупречен. Все заплатки и временные детали ставились, чтобы продержаться хотя бы пару сражений, если по пути к Терри Мститель столкнется с врагами. На борту боевой боржи не осталось почти ничего, что можно было бы использовать, поэтому приходилось выходить из положения по-разному. Большая часть бронетехники легиона оказалась уничтожена или брошена на Ургальском платье, а на складах хранилось множество теперь уже ненужных запасных частей для танков и транспортеров. Бинноль с остальными технодесантниками придумывали способ увеличить прочность созданных ими доспехов. С помощью штифтов молекулярного крепления, которые обычно использовались для навешивания броневых и аблитивных плат на Рено и Хищники. Из-за этого комплекты приобретали необычный вид. На наплечниках располагались ряды огромных заклепок, походивших на узлы или волдыри. Другие же детали от техники, вроде кабелей трансмиссий, сервомеханизмов и даже запасных звеньев гусениц, использовались для доспехов новых моделей, как сменные части. Постепенно легионеры вновь стали походить на гвардейцев Ворона. Оно же, нагрудники, наплечники и наручи, цветов всех легионов, с которыми им приходилось сражаться на истване, были перекрашены в черный цвет гвардии Ворона и любовно украшены гербом легиона. Каждый мазок кисти или распыление пульверизатором стирали цвета прежних друзей и нынешних врагов, заменяя символы предателей собственными. И легион тем самым как будто очищался от былых воспоминаний. Свободного времени у Бинальта почти не оставалось, а в кратких перерывах он занимался другим, более личным проектом. Технодесантник закрывался в маленькой комнатушке между двумя орудийными башнями правого борта, в небольшом шумном отсеке, вибрировавшем от щелкания автопогрузчиков и гудевшем от беготни команды во время постоянных тренировок. В ней умещался лишь небольшой рабочий стол да пара полок. Стула у Бинальта не было, поэтому ему приходилось все время стоять. Технодесантник окинул взглядом огромную кучу сломанных частей на столе и задумался, с чего стоит начать. Под механизмами и пучками проводов и кабелей лежали куски расколотого керамита и покореженного металла. Он заметил сервомотор, актуатор и псевдомускульные фибросвязки. Все системы необходимы для создания комплекта силовых доспехов, но в непонятном ему порядке. Он восхищался красотой творения и одновременно изумлялся мастерству проектировки и дизайна, просматривавшемуся сквозь россыпь шестеренок и силовых реле. Бинальт начал сортировки всех деталей, разделив их на отдельные кучи по форме и области применения, отложив в сторону те, назначения которых он пока не понял. День за днем, иногда забегая всего на несколько минут, пока остальные с радостью использовали свободное время для отдыха, технодесантник все больше понимал, что перед ним находится. Наедине со своими мыслями, дополняя свои неоднозначные, после произошедших событий чувства рациональным изучением, Бинальт размышлял над природой пугающего проекта, за который он взялся, разделив его на несколько достижимых целей. Занятие странным образом успокаивало технодесантника, ограждало от суматохи, царящей в легионе, и воспоминаний об иствовании. Идеальная и изолированная сфера, внутри которой он мог работать с предсказуемым результатом, и где все находилось под его контролем. Завершит проект он еще не скоро, возможно даже не доживет до окончания, но Бинальт был решительно настроен во что бы то ни стало, доделать это чудесное изобретение. Если ему удастся, мир станет прежним, а его существование вновь обретет смысл. На борту легионерам практически нечем было заняться, кроме как тренироваться, есть и отдыхать. Мститель покинул Истван 70 дней назад, но варп-штормы существенно замедляли продвижение. Альфари постоянно находился со своим отделением, с каждым днем узнавая все больше о них и о человеке, роль которого он играл. До него дошли слухи, будто корабль направляется не на освобождение, а на Терру. Сама мысль об этом в равной степени интриговала, захватывала и тревожила его. Ему никогда прежде не приходилось бывать на Старой Земле, хотя он давно мечтал туда попасть. Еще до того, как легион близнецов-примархов перешел на сторону Хоруса, Альфарий часто расспрашивал старших альфа-легионеров о месте рождения человечества. Со времен начала Великого Крестового Похода они больше не возвращались на Терру. И едва ли кто-то из них искренне верил, что еще когда-либо увидят великолепие имперского дворца. Альфарий понимал, что присягнул на верность другой стороне, но мысль о том, чтобы оказаться возле императора, до сих пор захватывала его. Ее можно было сравнить лишь с удовлетворением, испытываемым, когда настоящий Альфарий избрал его для задания. Примарх вызвал его для разговора и объяснил причину измены легиона. Император, возможно, и сам того не желая, предал своих сынов и легионы, покинув их, после чего Великий Крестовый Поход остановился. Примарх не мог объяснить, почему это случилось, но был уверен, что Хорус вернет человечество обратно, на путь имперских истин. Альфарио стало интересно, увидит ли он императора хотя бы краешком глаза. Но он тут же обеспокоился, ведь если он попадет на глаза императору, двойственную натуру Альфа-легионера вероятнее всего раскроют. Ведь столь одаренное существо, как повелитель человечества, не обманешь измененным лицом и чужим именем. Более того, прежний владелец нынешней личины Альфария родился на Терри. А что, если другие рожденные на Терри, после резни их осталось совсем немного, заметят изъян в его маскировке? Что, если на его неведение обратят внимание прочие тирани? Сейчас у него не было времени волноваться относительно будущего, ведь ему следовало постоянно держаться на стороже. В какой-то мере Альфарио повезло. Воин, чей облик и частичную память он унаследовал, по натуре был немногословен. Благодаря потекариям и впитанному аммофагии материалу, голосовые связки и рот Альфария изменились, чтобы больше соответствовать легионеру, облик которого он принял. Но замеченное острым слухом космического десантника, даже незначительное отличие могло возбудить подозрения. Самой лучшей защитой, как для него, так и для всех, кому также удалось внедриться в гвардию Ворона, служила невероятность того, что совершил Альфа-легион. С какой стати гвардейцам Ворона подозревать, будто враги взяли себе лица павших воинов? Это была поразительная махинация примарха, которая, красноречивее всяких слов, свидетельствовала о его гениальности. Если у какого-то легионера появятся сомнения насчет истинной природы Альфария, того обвинят в паранойи. Это даже звучало настолько невероятно, что любые подозрения без веских доказательств, скорее всего, не примут во внимание. Альфарий был решительно настроен на то, чтобы не предоставить подобных доказательств, тренируясь, обедая и отдыхая вместе со своим приемным легионом. Он с гордостью отдавал на восстановление доспехи, вместе с братьями по оружию обещал отомстить врагам и клялся в верности императору и лорду Кораксу, пока они наносили новые символы на покрашенную поверхность. Несколько раз Альфарий находился в шаге от провала. Каждый день он узнавал что-то новое – повадки, обороты речи, протоколы легиона, которые позволяли ему лучше сливаться с коллективом. Но процесс не всегда шел гладко. Последний подобный случай произошел во время тренировки по рукопашному бою. Рота собралась в одном из ангаров, среди неподвижных громовых ястребов и грозовых птиц. Из-за огромного количества воинов, залов «Мстителя», специально предназначенных для тренировок, на всех не хватало. Сержант Дор собрал отделение и произнес вдохновляющую речь. «Мы должны научиться биться с новыми врагами», – начал он. Десятилетиями мы оттачивали свои навыки против дикарей и слабых противников, сталкиваясь со странными неприятелями, вроде истманских певцов войны и нентурнианских дьявольских клинков. Но теперь перед нами стоит совершенно другая задача. Нам предстоит сражаться с другими космическими десантниками. На словах все звучало просто, но при упоминании ситуации, в которой они оказались, легионеры сразу вспоминали о том, как сильно изменилась галактика. Со стороны воинов послышался недовольный ропот, но Альфарий промолчал, не желая выдавать свои мысли по этому поводу. «Мы тренируемся друг с другом каждый день», – заметил Лукар. «В чем разница?» «Раньше мы не пытались убивать друг друга», – ответил сержант. Воины отделения разбились на пары, вооруженные лишь боевыми ножами с мономолекулярными лезвиями. Альфарию выпало сразиться с Лукаром. Начали они по команде сержанта. Делая выпады и парируя, стараясь отыскать слабые места в доспехах противника. Целясь в термоуплотнители гибких сочленений, крепления глазных линз и зазоры между пластинами брони. Вокруг них, сверкая ножами, сражались остальные пары. Лукар бился наравне с Альфарием, не уступая ему в скорости и силе. Клинки со скрежетом сталкивались друг с другом. Принимались на наплечники и сбивались предплечьями. Ни один из воинов не мог найти брешь в защите другого. Именно тогда Альфарий допустил ошибку. Занеся нож для удара сверху, он резко упал на колено, когда клинок Лукара взметнулся вверх, чтобы блокировать атаку. Едва соперник открылся, Альфарий сменил хватку на ноже и нанес удар. Метя в уязвимое сочленение между верхней бедренной броней и пахом. Лукар замер, острие ножа застыло всего в паре миллиметров от брони. «Твоя взяла», — объявил Лукар, а затем сделал шаг назад и покачал головой. В его голосе звучало удивление. Где-то этому научился. Альфарий замялся, внезапно поняв, что этот прием был частью тренировки Альфа-легиона, который отсутствовал в доктрине гвардии Ворона. Я обратил на него внимание в зоне высадки. Один из предателей использовал его. Быстро нашелся Альфарий. Один из несущих слова убил этим приемом нашего брата из Саламандр. Остальное отделение прекратило тренироваться и теперь смотрело на Альфария с Лукаром. Ему совершенно не нравилось находиться в центре всеобщего внимания. Он поднялся и вложил нож обратно в ножны, когда к нему подошел сержант Дор. Склонив на бок скрытую под шлемом голову. Что это? Спросил сержант. Используем тактику предателей. Она показалась мне эффективной, ответил Альфарий, сохраняя спокойствие. Внимание! Сказал Дор, жестом приказав всем подойти ближе. Покажешь нам еще раз. Альфарий повторил прием, продемонстрировав удар снизу собравшимся легионерам. Среди воинов раздалось одобрительное перешептывание, и Дор благодарно хлопнул его по груди. Вот что мы должны делать, произнес сержант. Какое-то мгновение его красные глазные линзы, казалось, пристально изучали Альфария. А затем Дор продолжил, посмотрев на отделение. Нам нужно учиться у врагов, приспосабливаться к тому, как они сражаются. Любое новшество, любое преимущество, которым вы располагаете, обязательно поделитесь им с остальными, ладно? Так точно, сержант, ответил Альфарий. Хотя его и не раскрыли, в тот же день Альфарий понял, что сделал. Однажды гвардеец Ворона сможет воспользоваться этим приемом против воина Альфы, или защититься от него и выйти победителем. Целью Альфария было учиться у гвардии Ворона, а не усиливать ее. Ситуация становилась сложнее, чем он себе представлял. Предстояло учитывать все больше обстоятельств. Альфарий сосредоточился на действительно важном. Он был актером, который играл свою роль, с каждым днем сильнее вживаясь в образ. В глубине души он помнил, что верен Альфа-легиону, и не чувствовал вины за ложь тем, кого некогда называл соратниками. Они не виноваты, что выбрали неверную сторону в грядущей войне. Альфарий не чувствовал презрения или жалости к гвардейцам Ворона. Он испытывал лишь слабую печаль, из-за того, что никогда вновь не сможет искренне назвать легионеров вокруг себя братьями. Их имена слетали с его уст так же легко, как лживые заявления о верности и мести. Но он не был одним из них. Как и весь Альфа-легион, он был избран для высшей цели, которая, по словам близнецов-примархов, значила куда больше, чем верность императору или Хорусу, ибо касалась судьбы самой галактики. И как в случае со всеми, кто не желал видеть высшей истины, гвардия Ворона являлась расходным материалом. Она сыграет свою роль и будет уничтожена. А Альфарий вернется к себе в легион, чтобы вновь сражаться рядом с настоящими боевыми братьями. Именно на этой мысли, на этой цели сосредоточился Альфарий, пока лежа на койке обдумывал неизвестную задачу в будущем. Он Альфа-легионер, и поэтому не ждал, что его похвалят или выделят среди прочих воинов. Подобная жажда славы не числилась среди традиций легиона. Он выполнит свою задачу удовлетвориться тем, что все сделано, и получив похвалу близнецов-примархов, вновь станет одним из многих. Стоя в галерее, которая выходила на одну из импровизированных жилых палуг, некогда бывшую стрельбищем, Коракс наблюдал, как несколько род гвардии Ворона ели корабельные пайки. Воины стояли за длинными раскладными столами. Стулья являлись еще одним дефицитным предметом на борту и усердно поглощали синтетическое мясо и высушенный соевый хлеб. Пища была хоть и безвкусной, но богатой белками и углеводами, необходимыми легионерам для поддержания жизнедеятельности. Вода, обогащенная пищевыми добавками, подавалась в грубых кружках, изготовленных сервами в мастерских на нижних палубах. «Что у нас с припасами?» – поинтересовался примарх. Он знал ответ, но хотел убедиться, что командоры контролируют ситуацию. «Пока можно не волноваться, лорб», – ответил Агапита. Бран и Салара завершали квартет. А Лони же остался присматривать за стратегиумом. «Мститель» готовили к трехлетнему рейсу, а этого более чем достаточно для нынешних потребностей. Навигаторы докладывают о тех же проблемах, что и раньше», – добавил Бран. «Мы достигнем Солнечной системы по меньшей мере через 40 дней. Они просят разрешения, чтобы мы вновь вышли в реальное пространство для подтверждения местоположения. Они идут наугад», – вздохнул Коракс. «Гигантские варп-штормы почти затмили астрономикон. Мы выходили из варпа уже трижды и каждый раз отклонялись от намеченного курса, по крайней мере, на пять световых лет». «Вы думаете, эти варп-штормы – дело рук предателей?» – спросил Агапита. «А такое возможно?» «Кто знает», – ответил Коракс. Ему было известно куда больше о странных течениях варпа, нежели его командирам. И он небезосновательно считал, что Хорус мог заполучить в распоряжение некую технологию или силу, которая позволяла управлять сотрясающей им материум бурей. О природе силы, намеки на которую он получил от императора и братьев-примархов, не стоило распространяться. Возможно, эта буря мешает нашим врагам так же, как и нам, но это только предположение. «Позвольте узнать, лорд, почему мы направляемся к Терри?» – спросил Бранд. «Я не могу понять мотивов воителя. Судя по предательству наиствования, он хочет как можно быстрее расправиться со всеми своими противниками. Может, стоило вначале укрепить освобождение?» «Хорус может этого ожидать», – сказал Коракс и отвернулся от балюстрады, чтобы посмотреть на командиров. Внизу раздался шум, когда легионеры отобедали и принялись собирать пустые тарелки. «Это достаточно веская причина, чтобы не лететь туда. Тем более у меня есть важное дело на Терри». Слова примарха повисли в воздухе, пока Агапита не понял, что следующий вопрос ждали от него. «Не желаете ли поведать об этом деле, лорд?» «Мне нужно поговорить с императором», – ответил Коракс. «Кто знает, достигли ли имперского дворца вести об измене Хоруса?» «Уверен, император достаточно силен, чтобы узнать о постигшей его владении трагедией», – произнес Бранд. «Варп-штормы могут препятствовать не только путешествиям», – сказал Коракс. Примарх взглянул на своих командиров и заметил на их лицах замешательство. «Навигаторы, астропаты и даже сам император связаны с варпом. Все они черпают силы из его энергии, поэтому штормы могут блокировать всевидящий взор императора и ослеплять навигаторов на пути к Терри». «Думаете, Хорус вскоре атакует императора?» – спросил Солара. «Он планирует напасть на Терру?» «Безусловно», – сказал Коракс. «Он отвернулся от имперской истины и теперь должен либо убить императора, либо погибнуть сам. Действия воителя ведут нас к неизбежному столкновению, и иного выхода быть уже не может». Какое-то время после слов примарха командоры задумчиво молчали. Коракс понимал своих подчиненных. Масштаб сотворенного Хорусом было тяжело осознать. «Похоже, Истван был не лучшей затеей Хоруса», – произнес наконец Бранд. «Даже благодаря поддержке стольких легионов и удару, который он нанес нам в зоне высадки, ему не одолеть весь Империум. Нам стоит предполагать худшее», – встрял Солара, прежде чем Коракс успел ответить. «Если другие легионы, которым мы некогда доверяли собственные жизни, пошли на предательство, то мы также не можем больше верить в лояльность механикум и имперской армии». «Тут ты прав», – согласился Коракс. «Мы понятия не имеем, скольких успели завербовать повстанцы». Он осекся. Хоруса и остальных заговорщиков едва ли можно было назвать повстанцами. Предатели долго планировали свои действия. Хорус способен на щедрые жесты, демонстрацию могущества. Но он ничего не делает без должной подготовки. Будьте уверены, он никогда не начнет, если не будет готов. А это значит, что сейчас Хорус увидел наилучший шанс одержать быструю победу. «И остановить его, конечно, придется нам», – произнес Бранд. Его губы гневно сжались. «Конечно», – ответил Коракс, тонко улыбнувшись. «Разрушать Империум не в интересах наших врагов. Они хотят свергнуть Императора и стать властителями галактики. Вот почему они должны действовать стремительно, уничтожив Императора и всех его сторонников прежде, чем весь Империум окажется втянутым в войну. Неважно, какими войсками командует Хорус, я согласен с Брандом. Предателям не победить в затяжной войне». Легионеры внизу начали строиться, когда через двери в дальнем конце зала вошли новые воины. Десятки сервов принялись очищать столы и нести горы свежих пайков для новоприбывших. Коракс взглянул вниз и случайно встретился взглядом с одним из гвардейцев Ворона. Воин выглядел понуро и мрачно, что совсем не понравилось примарху. «Сержант нестил», – окликнул его Коракс, и командир отделения застыл на мгновение, будто жертва, заметившая отблеск нацеленного на нее оружия. «Лорд Коракс», – ответил нестил, – «чем могу служить?» «Почему такой хмурый, сержант?» – непринужденным голосом спросил Коракс. «Не нравится еда?» «Вынужден признаться, бывало и лучше, лорд», – произнес сержант. «Подозреваю, Хорус сидит сейчас на целой куче гроксовых стейков, сержант. Как только император даст разрешение, мы тут же избавим его от них». Со стороны собравшихся легионеров раздался смех, пусть несколько жидкий, но куда лучше той обреченности, которую Коракс ощущал в них до того. «Так точно, лорд!» «А еще не сомневаюсь, что у Фулгрима при желании тоже найдется пара-тройка побрякушек, которые мы с радостью отберем», – ответил сержант нестил, чем заработал еще один взрыв смеха. «Будь уверен, Ланкрата, будь уверен», – произнес Коракс, смеясь вместе с остальными над убогой шуткой. Примарх взмахнул рукой и вновь вернулся к своим командирам. Его улыбка тут же погасла. «Мы не должны позволять ранам иства нагноиться. Силы легиона истощены, но более тяжелый урон нанесен нашему боевому духу», – сказал он. «От того, сумеем ли мы быстро восстановиться, зависит само наше выживание. Мы будем сражаться до последнего», – твердо сказал Салара. «Да», – согласился Коракс. «Следующие его слова должны были придать отваге как ему, так и его соратникам. Но лучше, если мы вынудим это сделать войска Хоруса. Нам необходима победа. Что-то, что восстановило бы нашу честь и репутацию. Если мы спрячемся на освобождении, то отдадим инициативу врагам. Мы так не воюем. Нам следует собрать все силы, которые только возможны, и атаковать предателей. Мы должны доказать себе и всем остальным, что враги также уязвимы, и что атаку на Теру можно предотвратить. Нам нанесли тяжелое поражение, но мы не можем бежать вечно. Чем раньше гвардия Ворона нанесет ответный удар, тем быстрее посеется мнение среди изменников, и их альянс даст трещину». «Вы так уверены, что они легко рассорятся между собой? Лор?» – спросил Агапита. Коракс нетерпеливо зашагал по галерее. Большие арочные окна с правой стороны были закрыты ставнями из рифленой стали, которые защищали от вида варпа. Но примарх чувствовал его присутствие, словно гнетущую атмосферу, напряжение, от которого нельзя скрыться. От одной мысли, что Хорус каким-то образом мог всем этим управлять, ему становилось неуютно. «Легко? Нет», – ответил Коракс на вопрос Агапита. «Но все же у них случаются разногласия. Даже под стягом императора мои братья все равно находили причины для ссор. Пусть некоторые сейчас прислушиваются к Хорусу, но каждый захочет обрести в этом восстании личную выгоду. Когда станет ясно, что своих целей им не достигнуть без значительных усилий, их решимость иссякнет, и их союз даст трещину». «Будем надеяться, у нас все получится», – сказал Агапита. Коракс посмотрел на командира суровым взглядом, остановившись возле узких дверей в конце галереи. Агапита слегка понит под беспощадным взором примарха. «У нас нет места для надежды», – бросил Коракс. «Мы планируем и действуем. Надежда – удел мечтателей и поэтов. У нас есть сила, воли и оружие, и мы сами будем вершить свою судьбу». Когда Коракс ушел, Бран, Агапита и Солара направились обратно в общие покои. «Почему ты упомянул о надежде, брат?» – резко спросил Бран. «Разве ты не помнишь, что эти самые слова он произносил у врат 42?» «Это был лишь речевой оборот, брат», – сказал Агапита, явно захваченный врасплох. «Конечно, я помню врата 42. Как можно забыть ту резню?» «В дальнейшем старайся выбирать выражение», – отрезал Бран. «Кораксу пока не нужно лишних беспокойств». По выражению лица Агапита было видно, что ему хотелось возразить, но затем он склонил голову, принимая упрек. «Как скажешь, брат», – произнес он. «В дальнейшем постараюсь выбирать выражение». Рассматривая почти опустевшие банки в ящике, Пилон размышлял, насколько ему еще удастся растянуть остаток специи и зелени. Префектор ничего не говорил по поводу замысловатой стрипни, который подчевал его Пилон в последнее время. Для такого рода жалоб у него было слишком высокое происхождение и значительный военный опыт. Но Денщика грызла совесть, что аристократу Териона приходится питаться той же едой, что и обычному серву. Он старался изо всех сил, чтобы хоть немного украсить пустые комнаты Валерия, разложив привезенные префектором на борт корабля вещи на узких полках и рядом со столом. На стене висели сменная форма и парадные регалии Валерия, а также его силовой меч с золоченой рукоятью. Хотя своим внешним видом они лишь подчеркивали серые неокрашенные переборки, вместо того, чтобы отвлекать от них взгляд. Пилону удалось раздобыть на корабельном складе кисточки и пару банок краски. И хотя на все покои их не хватило, этого оказалось вполне достаточно, чтобы придать немного живости мебели и простоватым жестяным тарелкам и кружкам, которые он взял на камбузе. Казалось, гвардия Ворона более всего ценила собственный аскетизм, как решил венщик, предпочитая суровые условия родного освобождения всем благам, которые должны были появляться с согласием. Ему даже в голову не могло прийти, что он станет скучать по бесконечным коридорам старых шаг или по пустынным пейзажам за окнами. Но оказавшись на борту Мстителя, Пилон вспомнил о проведенном на запыленной луне времени как об относительно уютном. Он услышал, как шипением открылись внешние двери и прекратил суетиться вокруг маленького столика, на котором расставлял ужин для префектора. Валерий вошел в гостиную, без лишних слов сел за стол и быстро окинул взглядом аккуратно нарезанные протеиновые плитки, приправленные чемирхом и арталом. Префектор поднял грубую металлическую кружку, краешек которой Пилон заботливо украсил ровной красной линией, но замер, так и не сделав глоток. Он опустил кружку и, наконец, посмотрел на Динчика. «Как же я скучаю по вину!» — вздохнул Валерий. «Графинчик? Мастерианского красного, стаканчик игристого наритинского. Да хотя бы то пойло, что варганит в Хеди Сигнисе первый трибун на торт». Пилон промолчал, от него требовалось не говорить, а внимать. На освобождении он несколько раз переступал эту черту, и это обернулось ему только проблемами. Учитывая то, что сейчас творилось, а ему немало удалось подслушать из разговоров гвардейцев Ворона и членов команды о случившемся наистовании, больше всего ему хотелось оказаться в безопасности и просто обслуживать префектора. «Но не стоит ворчать, Пилон!» — сказал Валерий так, словно только что сетовал слуга, а не он сам. Судя по последним расчетам, до Солнечной системы осталось всего 12 дней. Хотя, учитывая их прежние успехи, не удивлюсь, если навигаторам потребуется в два раза больше времени. Как же это захватывающе, не правда ли? «Терра, Пилон! Разве это не замечательно?» Пилон не знал, следовало ли ему отвечать. Иногда ему было сложно понять, когда префектору требовался слушатель, а когда господин беседовал с ним. Валерий молчал и выжидающе смотрел на него, поэтому Пилон понял, что от него ждут ответа. «Никогда бы не подумал, что увижу ее, господин!» — почтительно произнес Пилон. Действительно, его чрезвычайно волновала грядущая остановка в сердце Империума. Без сомнения, их встретят всевозможные сановники. И Пилону казалось невообразимым, если Валерий будет выглядеть словно какой-то голодранец-офицер из профессиональных полков. Но, к сожалению, моющих средств и принадлежностей для починки формы у него уже почти не оставалось. «Я едва могу поверить в такую честь». «Тут ты прав», — согласился Валерий, воткнув вилку в синтикашу, которой Пилон затейливо придал форму цветка с крошечными лепестками. Проголодавшийся префектор за пару секунд разрушил творение, на приготовление которого у Пилона ушел целый час. На Терионе даже не всем лордам-командирам выпадала такая честь. «Похоже, у вас сегодня хорошее настроение, господин», — отважился высказаться Пилон и присел на краешек кровати. «Я встречался с Кораксом и командорами гвардии Ворона, Пилон», — сказал Валерий, пережевывая пищу. «Боюсь, мы остановимся там ненадолго. Как только появится возможность, я отправлюсь обратно на Терион для набора войск». Учитывая уровень потерь легиона и то, что я остался без солдат, решили, что мне нужно собрать новую когорту, чтобы сражаться вместе с лордом Кораксом против предателей. «Хорошо, что они доверили вам подобную обязанность, господин», — произнес Пилон. Но тут же пожалел о сказанном, когда Валерий аккуратно положил нож с вилкой на полупустую тарелку и, нахмурившись, обернулся к денщику. «Из чего бы им мне не доверять?» «Я не имел в виду лично вас, господин», — торопливо сказал Пилон. «Просто доверие в последнее время большая редкость. Даже на меня экипаж бросает подозрительные взгляды, когда я хожу по делам. Хорошо, что в подобные времена примарх верит в преданность Териона». «Да, ты прав», — согласился Валерий и вновь принялся за еду. С трудом пережевывая жесткое искусственное филе Грокса, он улыбнулся и промычал. «Это очень важная обязанность. Нам понадобятся все мужчины и женщины, которые могут держать лазган. Это будет словно основание послесогласия. Да нет, даже больше». Префектор доел ужин, запил его рециркулированной водой и встал из-за стола. «Темные времена, Пилон, но разве великие моменты в истории не восходят из тьмы?» — спросил он, сбросив ботинки и повалившись на койку. «Никто не помнит о тех, кто жил в часы радости и достатка». «Действительно, господин», — ответил Пилон, убирая со стола тарелки и кружку. Уже у самой двери он остановился. «Я вам не понадоблюсь в ближайший час, господин. Мне нужно наведаться в прачечную». «Думаю, я проживу без тебя час», — устало бросил Валерий. Пилон оглянулся через плечо и увидел, что префектор уже лежит с закрытыми глазами. Его грудь медленно поднималась и опускалась. «В следующий раз добавь больше соли», — засыпая пробормотал префектор. «Как скажете, господин», — с удовлетворенной улыбкой сказал себе Пилон и прикрыл дверь. Через 133 дня после отбытия Сыствона, мститель достиг солнечной системы, сердце империума, место рождения человечества. По приказу Коракса, сразу по прибытии корабль поднял пустотные щиты. Было бы неразумно приближаться без какой-либо защиты, а отражающие щиты могли вызвать ненужные подозрения. В стратегиум хлынули доклады сенсоров, в общих чертах обрисовав хаос, который творился в звездной системе. Между лунными базами и Терры двигались десятки военных, грузовых и транспортных кораблей, лавируя между слоями минных полей, орбитальными оборонительными платформами и внешнесистемными тяжелыми мониторами. Постоянно прибывали новые суда. Не проходило и часа, чтобы из варпа не появлялись по крайней мере два-три корабля. Империум полнился слухами. Варп-шторма, так замедлившие гвардию ворона оборвали также астротелепатическую связь. Даже при благоприятных условиях требовалось множество недель, а то и месяцев, чтобы сообщения из дальних уголков Империума достигли Терры. А если добавить к этому мощь варп урагана, то мог уйти не один месяц, прежде чем некоторые системы даже узнают о предательстве воителя. Коракс чувствовал, что это только начало. Десятки кораблей превратятся в сотни, возможно в тысячи. На стороне Хоруса был эффект неожиданности, но Левиафан, звавшийся Империумом, начал просыпаться, чтобы противостоять этой новой угрозе. В распоряжении Императора находились громадные, но маломобильные ресурсы, если собрать их воедино, они станут непреодолимой силой. В этом примарх не сомневался. Хорус мог надеяться только на быструю победу, и Коракс сделает все возможное, чтобы подобного не случилось. После обычной задержки, связанной с перенастройкой сканеров и средств связи, выяснилось, что их уже долго и настойчиво вызывает гневный авангард, ударный крейсер Легиона Имперских Кулаков. Капитан Норец грозил им всевозможными карами, если они не идентифицируют себя. Судя по словам Нореца, здесь не сильно радовались незваным гостям. «Говорит Мститель, боевая боржа гвардии Ворона», — ответил Брант, пока Коракс молча стоял рядом. «Мы следуем на Теру, у нас на борту лорд Коракс. Пожалуйста, обеспечьте нам свободный проход». Ответа Имперских Кулаков пришлось подождать. Несмотря на то, что они разговаривали, используя обычную аудиосвязь, между сообщением и ответом наблюдалась существенная временная задержка, свидетельствовавшая, что гневный авангард находился в нескольких сотнях тысяч километров. Дальнейший проход закрыт. Отключите щиты и приготовьтесь принять абордажную партию. Неподчинение будет расценено как акт агрессии, и вы будете уничтожены». Коракс усмехнулся, но Брант был не в настроении спорить с Капитаном Имперских Кулаков. «Следите за языком, капитан. Лорду Кораксу необходимо встретиться с Императором. Если тебе что-то не нравится, то пусть Рогалдорн сам поднимется на борт, чтобы обсудить это. Если ты закончил оскорблять моего примарха, обеспечь нам сопровождение, чтобы добраться до Теры без дальнейших проволочек». «Я не имею права пропустить вас с примархом на борту или нет?» Прозвучал напряженный ответ Норица. «Все несанкционированные корабли должны подвергаться проверке. Если вы не заметили, слово «астартес» уже ничего не значит. Мы высадимся, а если встретим сопротивление, то уничтожим ваш корабль». Брант стеснул зубы от гнева и потянулся к кнопке передачи, но Коракс не позволил ему это сделать. Примарх аккуратно отодвинул командора в сторону и склонился над аппаратом связи. «Капитан Норец, ваша приверженность долгу и приказам достойна восхищения», сказал примарх. В его глубоком голосе ощущалось веселье. «Я буду рад приветствовать на борту делегацию легиона своего брата, но прошу обойтись без угроз. На этой боевой борже находятся несколько тысяч астартес, а к вашему ударному крейсеру приписано всего 50 воинов. Вновь наступила тишина, но в этот раз она длилась дольше предыдущей паузы. «Пожалуйста, назовите себя». Вздохнув, Коракс откинул взглядом собравшихся вокруг него легионеров и активировал тумблер передачи. «Я лорд Корвус Коракс, примарх гвардии Ворона, спаситель освобождения, командующий 27-й и 376-й экспедициями, исполняющий обязанности маршала Когорта Перриона и прославленный завоеватель тысячи миров. Если поднимешься на борт, я продемонстрирую еще парочку своих титулов». Какое-то время по каналу раздавалось лишь шипение статики, пока Норец не сформулировал подходящий ответ. «Я возглавлю абордажную партию, лорд Коракс. Пожалуйста, за это время опустите щиты». Коракс кивнул техникам у пульта управления защитой и отступил от панели связи. «Веди себя хорошо, он просто выполняет свой долг», — сказал примарх Бранну. «Чем быстрее он закончит, тем скорее мы отправимся дальше». «Слушаюсь, но ему ведь не обязательно быть таким уж непреклонным, не находите?» — спросил командор. «Он же имперский кулак», — ответил Коракс. «Это у него в крови». Хотя примарх старался говорить непринужденно, он был осторожен. Коракс знал, что на борту Мстителя не было ничего, что могло вызвать проблемы, но испытывал инстинктивное отвращение к пристальному вниманию. Он подавил мрачные предчувствия и приказал Бранну встретить капитана Нореца. В небольшой камере раздавался тихий скрежет стамески, тайком вынесенной из забоя. Реквай сидел в углу и обтесывал кусок шлака, постепенно придавая форму своему последнему творению. Заложив руки за голову, Корвус с закрытыми глазами лежал на тонком матрасе и слушал старика. С того дня, как он явил себя этим людям, миновало всего два года, на протяжении которых он скрывался в тюремных блоках. За это время его тело выросло и сейчас соответствовало мальчику лет 12. Реквай был последним в череде заключенных диссидентов и протестующих против строя интеллигентам, которые узнали о существовании Корвуса и согласились обучить странного ребенка всему, что знали про общество, политику и историю. Обо всем этом Корвус не имел ни малейшего понятия. Его технические познания были огромными и включали в себя величайшие научные достижения человечества. Корвус мог распознать молекулярную структуру стен, двери и кровати. Он знал все о биологических процессах, вызывающих рост катаракт на глазах у Реквая. Старик отклонил искреннее предложение Корвуса убрать их хирургическим путем, мотивировав отказ тем, что это вызовет у стражей подозрения. Но, несмотря на невероятный объем познаний, Корвус почти ничего не знал о людях. Казалось, будто его обучение завершилось прежде, чем ему поведали этот урок, лишив знаний о тонкостях человеческой природы. Он стал чистым листом, ждущим, когда его заполнит нужная информация. Он понимал, что очень наивен в этом отношении. И его первый наставник Манрус Калсаес быстро исчерпал собственные знания человеческой натуры. Так началось тайное обучение Корвуса в недрах тюрьмы Шахты, которая, как он узнал, называлась Ликей. «Так пришел конец Третьей Фицианской династии», — заговорил Реквай. Вокруг старого рассказчика в воздухе плавала каменная крошка. Оседая, она оставляла на уложенной на полу плитке серый слой пыли. Руки продолжали орудовать стамеской, казалось независимо от белесых глаз, прикованных к точке возле тусклой светосферы в потолке. История первых поселений началась с узурпации Ниартана Чандрапакса. Среди колонистов даже проводились специальные лотереи. Так велико было желание оставить задымленные города и загрязненные моря Киавара. В определенном смысле это первый раз за семь столетий хоть как-то напоминало демократию. Невзирая на социальное положение, каждая семья имела равный шанс войти в состав экипажа, строящихся челноков-ковчегов. Естественно, правящая верхушка была не совсем уж глупой. И офицерами могли стать только особо знатного происхождения. Главами новых колоний предстояло быть представителем старых родов. Сеть коллегий никуда не делась, а рабочий класс эксплуатировался точно так же, как и прежде. «Кто-то идет», — сказал Корвус, услышав сквозь стены характерный стук ботинок и шум открывающихся в дальнем конце коридора дверей. «Внезапная проверка». «Быстро, парень, ты знаешь, что делать», — сказал реквай, с поразительной энергией вскочив на ноги. Корвус скатился с койки, пока реквай ногой разметывал следы своего увлечения. Старик засунул стамеску и кусок шлака в карман, пришитый к нижней части матрас, а Корвус отодвинул старое жестяное ведро, которое служило уборной. Он услышал лязг замков, и мгновением позже запоры на дверях камер поднялись с ржавым визгом. Их дверь распахнулась наружу, открыв ярко освещенный коридор, и грохот ботинок зазвучал уже явственнее. «Мне не нужно прятаться», — Корвус замер, так и не отодвинув плиту, под которой скрывался лаз, выдолбленный им в каменной породе под тюремным блоком. «Я слышу только шестерых, я легко с ними разберусь». «Ох, уверен, что разберешься», — насупился Риквай. «Но где шесть, там и шесть тысяч. Думаешь, ты справишься с ними всеми?» «Могу попробовать», — парировал Корвус. «Пока нет, парень», — сказал Риквай. «Пока не поймешь, ради чего стоит бороться. Я уже говорил, что ты обладаешь даром, но он может стать проклятием. Если ты убьешь человека, то лишь по веским причинам. Это должно что-то значить». Корвус вздохнул и скользнул в темное пространство под полом. Задвинув плиту обратно, он принялся шарить во тьме, в поисках спички и огарка свечи. На самом деле мальчик не нуждался в них. Сквозь щели вокруг плиты проникало достаточно света, чтобы он прекрасно видел. Но Риквай дал их, чтобы Корвусу было уютнее, и поэтому он чувствовал, что обязан ими пользоваться. Наконец свеча зажглась. Ее свет отразился от резных работ Риквая, которые Корвус аккуратно выставил на узкой полке вдоль лаза. Здесь находились самые разные звери и птицы. Некоторые представляли собой законченные творения. Другие же были выполнены лишь в виде головы или морды. Они казались гротескными пародиями на существ, изображения которых хранились в мозгу Корвуса. Но Риквай заверил его, что они существовали на самом деле. Мутировавшие создания, которые обитали в слизевых заводах, кислотных гротах и бескрайних ферментных полях Киавара. Корвуса необычайно интересовал этот мир. Пару раз ему приходилось видеть его сквозь армоплексовые окна транспортных галерей. Он походил на красно-синий глаз, злобно взирающий на Ликей. Манрус объяснил ему, что Ликей был луной тюрьмой, которая вращалась вокруг Киавара. Первых заключенных сослали сюда многие столетия назад за выступления против коронации четвертой династии. Позже здесь открыли залежи полезных ископаемых. И власти начали обвинять в инакомыслии и отправлять на пожизненную каторгу все большее количество людей. Корвус понимал смысл сказанного. Даже когда Манрус облекал слова в недвусмысленные выражения, будто заключение по политическим мотивам было аморальным. Устранение противников казалось Корвусу вполне логичным шагом, особенно если их приставить к полезной работе. Но вот чего он не мог взять в толк, так это осуждение целых семей. При желании Корвус сумел бы оправдать заключение первых подстрекателей и демагогов. Ведь они распространяли антиправительственные взгляды. И в то же время он не мог понять затянувшегося интернирования тех, кто родился и вырос в шахтах. Жители Ликея больше не считались заключенными. Они превратились в колонистов, жизнь которых протекала в душной искусственной атмосфере энергетических куполов и шахт. Ведь ребенка нельзя обвинить в мятеже. Манрус осторожно объяснил ему, что Ликей является тюрьмой лишь по названию. На самом деле он стал планетой рабов, которые должны были обеспечивать ресурсами гигантские мануфактории лежащего под ними мира. Это рассердило Корвуса, в особенности после того, как Манрус поведал ему, что всю прибыль от производства получает пара сотен членов техногильдий, потомков древних коллегий. Манрус считал такое положение дел в корне несправедливым, и Корвус не мог не согласиться с ним. Он услышал, как стражи наверху приказали заключенным выйти в коридор. Все это время Корвус полз по узкому туннелю, попутно восхищаясь мастерством, с которым вырезаны статуэтки. Каждая перышко, чешуйка или волос были детализированы, выточены стамеской из неподатливого шлака. Пламя свечи тревожно затрепетало, когда кто-то прошел по ложной плите. Сверху донесся странный глухой звук, и Корвус замер, осознав, что не заложил плиту до конца. Между стражами послышались удивленные переговоры, а затем раздались еще два удара по плите. Корвус задул свечу и отполз в дальний угол укрытия, в трех метрах от проема, а затем в узкую щель между плитами со скрежетом пролез нож. Сгруппировавшись, Корвус стиснул кулаки и оскалился. Готовы прикончить первого, кто сюда сунется. Его не должны найти. Каждый его наставник не уставал твердить, его не должны найти. Он был аномалией, существом, которое находилось за гранью понимания кеоварцев. Если его найдут, то немедленно заберут с собой. Корвус вовсе не хотел, чтобы его увидели. Здесь у него были друзья. Друзья вроде Эфрении, Манруса и Реквая. Плита поднялась, и по стенам туннеля заскользил луч фонарика. «Что у нас тут?» — спросил один из стражей, просунув голову в проем. Корвус сильнее вжался в шероховатую скальную стену, сузив глаза. Луч двинулся к нему, но остановился, едва добравшись до полки со статуэтками. «Похоже, Реквая опять потянула на резьбу», — произнес страж. Корвус не обнаружил особой злобы в голосе человека. «Оставь!» — донесся голос сверху. «Она не опасна, тем более, если доложим, нам же больше возни с бумагами достанется». «Даже не знаю», — произнес сидевший возле проема страж. «Она же запрещена. Если ее найдет кто-то другой, нас поставят на штрафные смены или чего похуже. Дай взгляну». Страш отодвинулся. Вместо его головы в проеме возникла другая. В этот раз серебряной полосой на носу, которая обозначала капрала крыла. Он просунул внутрь фонарь, и луч света упал прямо на корвуса. Мальчик напряг каждый мускул своего тела, готовый прыгнуть и оторвать капралу голову, если тот попытается поднять тревогу. К немалому удивлению корвуса капрал ничего не сказал. Он еще раз посветил по стенам. Луч дважды прошелся по мальчику, а затем встал. «Ты прав», — произнес капрал крыла. «Не станем докладывать. Пусть сдаст инструмент, ведь им можно пользоваться как оружием». Плита со стуком опустилась на место, заставив корвуса вздрогнуть. Тяжело дыша, он сжался во тьме, не в силах понять, почему его не обнаружили. Наконец звук шагов стал удаляться, и дверь слязгом закрылась. Затем по плите раздался тихий скрежек. «Ты еще там, парень?» Рассмеявшись от облегчения, Корвус добрался до плиты и поднял ее, радуясь растерянному бородатому лицу Риквая. «Пока да», — ответил Корвус. «Я уже думал, они тебя наверняка найдут», — сказал Риквай, «помогая Корвусу вылезти из проема, хотя мальчик совершенно не нуждался в помощи. Клянусь, они глянули прямо вниз». «Ага», — ответил Корвус, «но они не видели меня. Как это возможно?» Риквай покачал головой и рухнул на матрас, пока Корвус вставлял плиту обратно на место, в этот раз убедившись, что она вошла плотно. «С тобой часто происходит невозможное», — произнес старый узник. «Возможно ли, чтобы ребенка нашли под многокилометровым ледником? Возможно ли, чтобы он оторвал голову взрослому мужчине? Возможно ли, чтобы он рос в пять раз быстрее других детей? Когда дело касается тебя, многое становится возможным». Они смотрели прямо на меня, но не видели. Корвус уже вообразил безграничные возможности. Как будет чудесно без проблем путешествовать по крыльям, переходить из одного блока в другой незамеченным. Где-то внутри на уровне инстинктов он знал, что способен на подобное. Как и остальными дарами, которыми он владел, он мог этим пользоваться в любое время, но Корвус пока не был уверен, с какой целью. «Хорошо, что стражи не отобрали твои статуэтки», сказал Корвус, вернувшись в настоящее. «Да уж, черт меня дери», — ответил Риквай. «Прежде чем уйти, капрал врезал дубиной мне по животу. Они все ублюдки, парень, никогда не забывай об этом». «Не забуду», — пообещал Корвус, «они все ублюдки». «Не волнуйся, Риквай, однажды мы отомстим». Старик улыбнулся и подался вперед, жестом указав Корвусу сесть рядом с ним. Он приобнял мальчика за плечи. «Так и будет, парень», — произнес узник. «Еще пара лет, поэтому наберись терпения. Еще пара лет, и ты будешь готов. Не сомневаюсь, ты заставишь ублюдков заплатить за все». Корвус улыбнулся. Сдержав слово, Коракс встретил имперских кулаков в сопровождении старших офицеров и ротных капитанов. Норрис прибыл со всеми подчиненными ему легионерами, которые спустились по рампам грозовых птиц на посадочную палубу и выстроились почетным караулом. Норрис вышел последним. Увенчанный гребнем шлем лежал на сгибе локтя. С плеч не спадала длинная багровая мантия. Кораксу подумалось, что капитан с короткими светлыми кудрями был слишком молод для своего звания. Голубые глаза его первым делом остановились на примархе. Капитан тяжело сглотнул и продолжил смотреть на Коракса. «Что-то не так, капитан?» — спросил примарх. «Нет, вовсе нет», — словно опомнившись, быстро сказал Норрис. «Мы думали, мы не ожидали увидеть гвардейцев ворона, и тем более вас, примарх». «И почему же?» — капитану стало еще более неловко. «Мы получили весть, будто вы все погибли», — тихо сказал он. «Гвардия ворона, саламандры и железные руки. Нам, точнее командованию легиона, сообщили, что с иствона никто не выбрался». «Как видишь, это не так», — произнес Коракс. «Гвардия ворона продолжает служить императору». Капитан ничего не ответил. Коракс понял, что сейчас у Норриса крутилось в голове только одно объяснение. «Гвардия ворона заключила союз с Хорусом». «Твои подозрения понятны, капитан», — сказал примарх. «Когда столь немногим удалось выжить после подобного предательства, сложно поверить, будто это случилось без тайного сговора. Я постараюсь развеять твои сомнения. В каких бы доказательствах ты не нуждался, мы обеспечим их. Примите мои извинения за вынужденную проверку, примарх», — отведя взгляд, произнес Норрис. «У меня приказ проверять все корабли, которые без разрешения входят в квадрант». «Гвардия ворона окажет полное содействие», — ответил Коракс. «Мы отлично понимаем важность обеспечения безопасности, особенно в подобные времена. Что от нас требуется?» Норрис пробежался взглядом по выстроившимся в ряд офицерам гвардии ворона. Покрытые шрамами лица смотрели на него с недоброжелательностью, граничащей с открытой враждебностью. Капитан перевел взгляд обратно на более дружелюбного Коракса. «Нам приказано провести полный досмотр корабля и команды. Примарх», — он оглянулся на своих легионеров. «Если это возможно, мы разделимся на десять групп. Назначьте нам связного, чтобы мы могли сообщить вам обо всех подробностях проверки». «Я не хочу проволочек, капитан», — сказал Коракс. «Мне нужно увидеться с императором». «Уверен, при вашем содействии мы сделаем все тщательно и эффективно», — «примарх», — ответил Норрис. «Это займет не больше пары дней». «Отлично», — сказал Коракс, хотя подобная задержка раздражала его. Он указал на Брана. «Командор Бран, капитан этого корабля. Все вопросы можете обсуждать с ним. Он выделит офицеров для оказания помощи при вашей проверке. Для ваших людей откроют все трюмы, палубы, склады, оружейные хранилища и казармы. Мой легион будет готов для досмотра». «Благодарю вас, примарх», — ответил Норрис. «Казалось, капитан хотел что-то добавить, но решил промолчать». Коракс чувствовал, будто Норрис хотел выказать нечто большее, чем простую благодарность, возможно, симпатию. Мы начнем проверку немедленно». Глава пятая. Проверка и заключение. Прибытие на Терру. Малкадор. Альфарий вместе с другими воинами из его роты стоял на вытяжку в одном из основных грузовых отсеков. Всем отделениям и членам команды Мстителя поступил приказ приготовиться к проверке. Ряды гвардейцев Ворона в пыльных доспехах и с оружием заполнили взлетные отсеки, складские помещения, орудийные палубы и кают компании. Альфа-легионер терпеливо ждал, пока офицер имперских кулаков, представленный как капитан Норрис, медленно ходил между рядами воина, проверяя каждого легионера по очереди. Время от времени он задавал вопросы, пытаясь найти доказательства измены гвардии Ворона. «Они считают, что мятежники просто явились бы сюда и попросили встречи с императором», – пробормотал Дорилл слева от него. «Может, они думают, что мы здесь собираем для Хоруса информацию», – ответил Орден, стоявший справа от Альфария. «Уверен, они не знают, кто друг, а кто враг. С одной боевой боржой сюда посмели бы сунуться лишь в конец обнаглевшие предатели», – сказал Дорилл. «Если бы Хорус решил действовать подобным образом, мы бы разобрались с ним меньше, чем за год. Не знаю, почему примарх допускает это». «Потому, что ему нечего скрывать», – стрял Альфарий. «Сейчас каждый легион находится под подозрением, поэтому никто, и в первую очередь Дорн, не примет ничью верность как данность. Если этот высокомерный выскочка хочет увидеть доказательства моей верности, то у меня на левой руке остался шрам от цепного топора Пожирателя Миров», – прорычал Орден. Тихо оборвал их сержант Дорн. Они замолчали, едва Норец, приблизился к ним. Когда капитан подошел к нему и остановился напротив, Альфарий оставался спокойным. Его шлем висел на поясе, так что лицо оставалось открыто. Но в нем не было ничего, способного выдать истинное обличье Альфа-легионера. Он бесстрастно встретил изучающий взгляд имперского кулака. Вопросов не последовало, Норец пошел дальше. Альфарий подавил желание облегченно вздохнуть, понимая, в каком напряжении он был все это время. Вскоре прозвучал приказ разойтись, и рота разбилась на отделение. «И что дальше, сержант?» – спросил Орден, когда они строем покинули зал. «Дальше императорский дворец», – ухмыльнулся Дорк. Несмотря на то, что ему не удалось найти и намека на предательство, капитан Норец настоял, чтобы контингент имперских кулаков оставался на борту Мстителя, пока боевая боржа не достигнет терры. Не желая создавать новых проблем, Коракс согласился, отрядив Брана Норецу в помощники. В обязанности капитана корабля входило разместить новоприбывших, и Бран сделал все возможное, чтобы казаться, если не откровенно дружественным, то хотя бы предупредительным и радушным. Норец даже не пытался облегчить ему задачу. Он был суровым воином, по большей части немногословным, и к тому же так и не оставил всех подозрений касательно легиона Коракса. Путь от точки перехода к Терре занял 11 дней. За это время Норец был приглашен к примарху, чтобы сообщить ему и командному совету текущие сведения о Хорусе и узнать про ситуацию на Истване. Они собрались в командной комнате возле стратегиума. Коракс предпочел стоять, тогда как остальные уселись за стол. Как символ доброй воли Норец привез немного провизии с ударного крейсера, прежде чем отправить его на дальнейшее патрулирование. На столе были расставлены несколько бутылок вина, тарелки с мясом и кубки со свежевыжатым соком. Бран чувствовал бы благодарность за подобный жест, если бы Норец сделал это в знак искренней дружбы с легионерами, а не потому что считал подобный дар своей обязанностью. Но несмотря на это, Бран и остальные командиры без колебаний и с аппетитом принялись за еду. «Вам стоит знать, что я не посвящен в наиболее секретные разведданные», — начал Норец, и бросил неуверенный взгляд на Коракса, который стоял немного поодаль, возвышаясь над воинами, будто темная статуя. «Просто расскажи, что знаешь», — произнес примар. «Как и следовало ожидать, у нас мало подробностей», — протянул имперский кулак. Он продолжал ходить вокруг да около, либо действительно из-за недостатка информации, либо из-за нежелания ею делиться. Часть нашего легиона послали на Исквам, от них до сих пор нет известий, а остальные находятся на Терре или разбираются с возникшей на Марсе проблемой. «Какой еще проблемой?» — спросил Салара. «Что происходит на Марсе?» «Мятеж, который едва не перерос в гражданскую войну», — с кислым выражением лица ответил капитан. «Похоже, у Хоруса есть союзники среди механикум, как и в легионах Астартес и имперской армии». На Марсе идут бои. Голос Агапита выдавал его недоверие. «Но ведь предатели на расстоянии удара от Терры!» «Я ожидал подобного», — заметил Коракс, наклоняясь вперед, чтобы взять бутылку. «Примарх осторожно плеснул красного вина в хрустальный бокал, который казался крошечным в руках Коракса, поднесшего его к губам. Хорус не может начать войну против Империума без поддержки техножрецов. То, что восстание дошло до самого Марса, очень тревожная новость. И все же это не открытие». Коракс пригубил напиток и кивнул Норицу, чтобы тот продолжал. Капитан прокашлялся, посмотрел на собравшихся командиров. «Если ты нам не доверяешь, то Хорус нанес куда более сильный удар, чем я опасался», — произнес Коракс, поняв чувство Норица. «Твое нежелание говорить начинает меня утомлять, капитан. Скажи, мы здесь напрасно теряем время?» «Мы сосредоточили усилия на укреплении Терры и защите солнечной системы», — сказал Норица, также налив себе вина. Он посмотрел на Коракса и командиров пристальным взглядом, а затем медленно кивнул. Предателей на Марсе удалось изолировать, их измена дестабилизировала положение, но не настолько, чтобы нанести серьезный урон. «Пока верные механикам проводят чистку в своих рядах, они не в силах обеспечить нас всем необходимым для войны. Это все очень занятно, но примарха интересует, что с остальными легионами, которые сражались на Истване. Кто еще противостоит Хорусу?» — задал вопрос Агапита. «Я надеялся, вы об этом расскажете», — признался Норица. Из системы поступили разрозненные сообщения и прибыли несколько кораблей с выжившими. На этом все. Нам точно неизвестно, что произошло там на самом деле. Как я уже говорил, мы слышали, будто гвардию ворона уничтожили. Хотя последняя весть оказалась ложью, пока нам следует предполагать, что Саламандр и Железных Рух истребили, произнес Коракс. Феруса Маноса убили, это я видел собственными глазами. О вулкане же вообще ничего не было слышно. Вероятно, их легионы вырезали вместе с ними. Что насчет остальных верных войск? Насколько глубоко предательство укоренилось в имперской армии? Есть известия от Джеллимана, Джонсона или Хана? Я этого не знаю, пожал плечами Норец. Командование ничего мне не сообщило. Вам придется говорить об этом лично с лордом Дорном. А что же делает император? Спросил Алани. Он ведь должен возглавить войну против Хоруса. Лицо Нореца исказилось от неподдельной боли. Ничего конкретного мы не знаем, сказал капитан, отставив бокал. Лорда Дорна назначили командовать обороной солнечной системы и укреплением императорского дворца. Малкадор занимает пост регента Терры. С разрешения императора вправе вместе с нашим примарком. Говорят, император полностью поглощен собственным делом, которое принесет ему победу над предателями. Хотя понятия не имею, что это может значить. Командоры гвардии Ворона пораженно и неодобрительно зашумели. Тихо, подойдя к столу, приказал Коракс и бросил строгий взгляд на легионеров. Если император занят чем-то, чего мы не знаем, то нам следует верить, что это самый верный путь к победе. Вы считаете, что ему следует выйти из имперского дворца с мечом в руке и одним махом сразить всех предателей? Он создал нас, дабы мы были его воинами, и мы принесем ему победу. После дальнейших расспросов выяснилось, что за исключением принимаемых оборонительных мер Норит знал немного. Джагатай Хан и его белые шрамы предположительно двигались к Терри, отозванные с Чон Дакса самим Дорном, но от них уже долгое время не приходило никаких вестей. Про Первый Легион Темных Ангелов под командованием Льва Эль Джонсона также ничего не было слышно. Они, вероятно, еще даже не знали о предательстве Хоруса. Лемон Рус и Космические Волки оказались отрезаны от внешнего мира. Отправленные Императором много месяцев назад покончить с тысячей сынами и их колдовством. Ультрамарины, крупнейший из Легионов, Хорус еще до резни послал в другой конец галактики, и маловероятно, что они в ближайшее время смогут чем-то помочь. Сейчас можно было полностью рассчитывать только на гвардию Ворона и Имперских Кулаков. Совет окончился ничем, но из тех обрывков информации, которыми снабдил их Норитс, складывалась далеко не радужная картина. Как и подозревал Коракс, варп-штормы оказались огромными. Возможно, они охватывали всю галактику. В регионе вокруг Иствана определенно бушевала мощная буря, препятствовавшая навигации и связи. Становилось все более очевидно, что варп-разрыв являлся частью стратегии Хоруса. Последний раз, когда варп-штормы бушевали с подобной яростью, человеческие миры оказались в изоляции, что привело к началу Древней Ночи и распаду предыдущей Человеческой Империи. Лишенные возможности объединиться, скоординировать действия или доказать верность Императору, разобщенные миры Империума окажутся легкой добычей для предателей. Если Хорус сумеет захватить Теру, то станет новым объединителем человечества и таким образом одним ударом разрушит правление Императора. Приготовления к обороне Терры стали еще более явственными, когда Мститель направился вглубь системы. Солнечный боевой флот, крупнейшая армада во всем Империуме собирал силы. Десятки военных кораблей блокировали Марс, сотни занимали позиции на орбитах других планет, направив сенсоры в сторону границ системы в ожидании прибытия флота Хоруса. Каналы связи были перегружены. Частоты страт сетей, которые использовали Астартес и Имперская армия, иногда были забиты данными до такой степени, что на передачу единственного сообщения уходили многие часы. Над этой суматохой явственно царила аура отчаяния. Словно варп в любой момент мог извергнуть сотни кораблей предателей. По пути к пункту назначения гвардию Ворона встречали все более многочисленные корабли охранения. Патрульные суда всякий раз запрашивали позывные Мстителя. А массивные звездные крепости целились в него из своих орудий до тех пор, пока тот не покидал пределы досягаемости. Чем дальше корабль углублялся в Солнечную систему, тем чаще подвергался проверкам, хотя никто не осмеливался открыто преградить ему путь. Несмотря на заверения и помощь капитана Норица, занять место на орбите Терры оказалось непростой задачей. После трех дней волокиты с протоколами системы безопасности и полудесятком военных юрисдикций и организаций у Корокса наконец лопнуло терпение. Отпустив связных, он ввел код безопасности наиболее защищенного канала, ультрасекретной чистоты, которой пользовались только примархи и до отбытия на Терру сам император. Ответа пришлось ждать около получаса, и все это время Корокс мерил шагами стратегиум. Наконец по воксу зазвучал глубокий задумчивый голос. Каждое слово произносилось взвешенно, каждый слог лаконично и властно. «Это ты, Корокс?» «Ты связался со мной как раз вовремя, брат». «Я уже было подумал, что новости о том, что ты выжил, были еще одной ошибкой связи». «Брат Рогал, да, это Корокс», — ответил примарх. «Если через пять минут мне не предоставят места на орбите, я расчищу его себе орудийными батареями». В воксе раздался короткий, но искренний смешок. «Не лучшая идея», — сказал Рогалдорн. «Я слышал о твоем прибытии, но затем вынужден признать, данные о твоем местоположении утонули среди иных забот. Ты желаешь встать на якорю платформы или занять собственную орбиту?» «Нам нужно пополнить припасы», — произнес Корокс. «Я спущусь на челноке с авангардом. Я вышлю тебе координаты платформы Бета-Стикс. Там есть склад со всем необходимым. Ты можешь сесть в порту Львиных Врат. Я вышлю тебе навстречу делегацию». «Делегацию? Ты так занят, что не можешь лично поприветствовать брата?» «Да. Через день я возвращаюсь в Императорский дворец». «Понял, брат. Хотелось бы мне, чтобы наше воссоединение случилось в лучшие времена». «Брат, кому как не тебе знать, что не судьба нам встречаться в часы мира. Поговорим завтра. Сейчас меня ждут срочные дела». С этими словами чистоту вновь заполнила статика. Включился инфоэкран, и по нему желтыми буквами потекли пространственные координаты, отмеченные символом имперских кулаков. «Приготовиться к стыковочным маневрам», — приказал Корокс. «И подготовьте грозовую птицу». «Агапита, выбери мне роту для почетной гвардии. Бранд, ты за главного». В стратегиуме раздался хор подтверждений, и примарх направился к дверям. Когда они отъехали в сторону, Корокс остановился и обернулся. «Бранд». Командор замер, не успев сесть в командный трон. Он посмотрел на примарха и заметил на его лице кривую усмешку. «Да, лорд. Как бы я не ценил твое прибытие на Истван, в этот раз оставайся там, где я тебя оставил». «Так точно, лорд». Пока Мститель направлялся в орбитальный док, на борту корабля велась подготовка, чтобы Корокс с небольшой свитой мог спуститься на поверхность терры. Бранд нашел Агапита на посадочной палубе вместе с ротой своих легионеров. От металлических стен эхом отдавался лязг гусениц тяжелых сервиторов, заглушая тихий гул разогревающихся двигателей грозовой птицы. Брану казалось, будто его брата что-то тревожит. «Успокойся, брат, это же не боевое задание», — заметил Бранд. «От этого оно не менее опасно», — ответил Агапита. «Нас, подобно облаку, окутывают подозрения. Ты видел, как обращался с нами капитан Норец. Я не жду на поверхности теплого приема. Значит, ты должен убедить союзников, что нам можно доверять», настаивал Бранд. Агапита задумался и взглянул через плечо Брана. Корокс вошел на посадочную палубу, кивнул обоим командорам и, не проронив ни слова, направился к рампе грозовой птицы. «Не только я понимаю это», — сказал Агапита, разглядывая десантный корабль и явно думая о находящемся внутри примархи. «Сейчас не время для поспешных проявлений лояльности. Боюсь, лорд Корокс пообещает больше, чем мы сейчас можем выполнить». «Мы не должны дать предателям беспрепятственно готовиться», — возразил Бранд. «Хочешь оставить их безнаказанными?» Наклонившись к Бранду, Агапита зашептал. «Нас почти уничтожили. Если мы не будем осмотрительны, запланированное для нас с Хорусом свершится в другом месте. Ты знаешь, что сейчас у нас недостаточно сил, чтобы сражаться». С тревоженной словами брата Бранд положил руку на наплечник Агапита. «То, что произошло на Истване, дело прошлое», — сказал Бранд, полагая, что именно это беспокоило Агапита. «Мы потеряли большую часть легиона, но мы выжили». «Мы выжили, брат. Не припоминаю, чтобы ты был в зоне высадки». «Это не моя вина», — гневно ответил Бранд, отдернув руку. Его разъярило то, что из всех соратников именно Агапита открыто обвинил Брана в том, о чем, как он подозревал, думали все боевые братья. «Разве я виноват, что жребий командовать гарнизоном выпал мне?» «Ты неверно понял меня, брат», — Агапита скорбно покачал головой. «Это не личное. Просто тебе никогда не понять, что значило быть там. Я не злюсь на то, что тебя не было в зоне высадки, а скорее завидую тебе». «Ты так ничего и не сказал мне или Примарху об этом», — произнес Бранд, гнев которого угас после признания Агапита. «Некоторые воины нашли полезным обсудить увиденное, разделить с остальными случившееся. Скажи мне, что произошло с тобой в зоне высадки». «Нет», — ответил Агапита, сделав шаг назад. Когда освещение взлетной палубы потускнело перед открытием главных дверей, он дал сигнал своим воинам начинать посадку. Над головой раздался вой клаксонов о пятиминутной готовности. «Некоторые истории лучше оставить нерассказанными. Тебе не захочется знать, что я делал в зоне высадки». Бранд, смущенный изменением Агапита, промолчал, и его брат отвернулся. Когда-то его брат-командор еще на освобождении был первым, кто рассказывал о своих боевых похождениях, с упоением перечисляя убийства и моменты, когда он находился на волосок от смерти. В юношеские годы, когда они оба сражались на освобождении, до прибытия императора с легионом, Агапита воодушевлял бойцов за свободу историями о своей отваге и о победах над киаварскими поработителями. Он увидел, как Агапита остановился у рампы и принялся подсчитывать воинов отделений, которые громко стуча ботинками о металл заходили в грозовую птицу. Когда мимо Брана проходили последние легионеры, он заметил кое-что на их наплечниках. Небольшой рисунок под символом легиона. Это был серый череп, почти неразличимый на фоне черноты их доспехов. Теперь, увидев его, Бран понял, что такой же знак носили и остальные воины роты. Он жестом подозвал к себе пробегавшего мимо командира отделения. «Сержант Нестил на пару слов». «Да, капитан», — ответил Нестил, вытянувшись по стойке смирно перед Браном. «Что это значит?» — спросил Бран, указав на небольшой символ. «Ветеран Иствана, капитан», — охотно отозвался сержант. «Нам не назначили официального символа компании или знака отличия. Нам показалось, что требуется хоть как-то сохранить память о павших в бою. Вы все его носите». «Все, кто сражался там, капитан, по крайней мере, в когтях», — ответил Нестил. Сержант взглянул на Агапита, и Бран понял, что тот имел в виду. «Чья это идея?» — спросил командор. «Не уверен, капитан», — признался Нестил. Он отвел взгляд и вновь украдкой посмотрел на Агапита. «Это одна из тех идей, которая возникает сама по себе». «Прости, что задержал тебя, сержант», — сказал Бран, жестом указав Нестилу возвращаться к кораблю. «Плохо дело», — подумал Бран, наблюдая, как Агапита поднимается за Нестилом по рампе грозовой птицы. Командор, отмалчивающийся насчет случившегося, легионеры, которые сами себе присваивают почести. Резня в зоне высадки нанесла гвардии Ворона куда больший урон, чем просто 75 тысяч погибших Астартес. Заняв свое место у одного из иллюминаторов, Альфари рассматривал Теру, пока грозовая птица удалялась от Мстителя. Ему повезло войти в почетную гвардию Корракса. Что, как он надеялся, обеспечит ему прекрасную возможность увидеть подготовку обороны к нападению Хоруса. Кроме прочих заданий, которые ему могут поручить, основной задачей Альфария в гвардии Ворона было сбор информации для заключительной, неотвратимой атаки на твердыню императора. Все, что он сможет сейчас узнать, даст Твоителю и его союзникам ценные сведения относительно того, чего следует ожидать. «Что это?» – спросил один из легионеров в дальней части отсека. Обернувшись, Альфари увидел, что заключенный в сбрую гвардеец Ворона смотрит в иллюминаторы правого борта. Оно больше звездной крепости. Хотя со своего места Альфарию было плохо видно, ему все же удалось разглядеть массивный корабль на низкой орбите. Он словно тянулся в бесконечность. Позолоченная конструкция в форме орла с распростертыми крыльями, украшенная укрепленными орудийными башнями, лэнс-батареями, ракетными шахтами и бомбардировочными пушками. Орбитальная станция была настолько огромной, что ее тень походила на облачный покров, скрывающий терру. Гигантское парящее сооружение окружали мерцающие пустотные щиты, окрашивая золото его укрепленных настроек в фиолетовые и красные цвета. Меньшие суда, хотя некоторые из них являлись мощными боевыми кораблями, казались крошечными рядом с ним. В усеянной турелями доки могли поместиться крейсеры длиною в несколько километров. «Это фаланга», — ответил сержант Нестил. «Корабль база имперских кулаков. Впечатляет, да? Вместо боевой боржи нам следовало бы взять на Истван ее». Боржа определенно впечатляла, но ее присутствие не стало неожиданностью. Все слышали о фаланге, и ее прибытие в Солнечную систему стоило ожидать. Хорус был прекрасно осведомлен о возможностях и системах защиты Звездной крепости, и уже без сомнения разработал план, как ей противостоять. Не она являлась целью задания Альфария. Куда больше Альфа-легионера заинтересовал золотобортый крейсер, выходящий из соседнего с Мстителем Дока. Альфарий не был уверен, но корабль, судя по всему, принадлежал Легио Кустодис, элитным телохранителям Императора. Альфарию стало интересно, куда он может следовать, если сейчас усилия были направлены на защиту Повелителя Человечества. А затем снаружи все побелело, когда грозовая птица вошла в тыранскую атмосферу, и яркое пламя окутало корабль. Спустя некоторое время видимость прояснилась, и от открывшейся картины все внутри Альфария затрепетало. Среди густых облаков виднелись гигантские платформы, величественно дрейфующие в окружении роя челноков и грузовых судов. Ближайший к ним парящий город, название которого Альфари не знал, представлял собой массу из возвышающихся зданий, извивающихся дорог и трапов. Солнечный свет отражался от многоцветного стекла спиральных шпилей, и играл на зеркальных панелях фоторецепторов и конденсаторов испарений. Но красоту изящных очертаний и арочных мостов портили угловатые уродины. Орудийные башни и бункеры, окруженные лесами, на которых трудились толпы рабочих. Когда грозовая птица легла на посадочный курс, улучшенные глаза Альфария различили среди роб и комбинезонов рабочих бригад блеск желтых доспехов. За возведением укреплений следили имперские кулаки. Грозовая птица нырнула в облака, скрыв от Альфария парящий город. Взвыв двигателями, корабль стал замедляться для посадки и вновь лег на борт, кружа над звездным портом Львиных Врат, который раскинулся на скалистой поверхности Терры, необъятной массой Ферракрита и Пластали. Альфа-легионер заметил тянущиеся на километры посадочные платформы, скрытые в тенях диспетчерских башен и оборонительных лазерных турелей. Альфарий радовался, что прибыл сюда как друг и задавался вопросом, вернется ли он сюда, уже будучи врагом. За долгие годы службы он совершил не один десяток боевых высадок. Но увидев гигантские стволы орудий орбитальной обороны и мерцания силовых полей, понял, что легион, которому поручат захватить Львиные Врата, понесет тяжелые потери. Размышляя о грядущей войне, он анализировал возводящиеся укрепления. Любые сведения, которые он сможет получить, лично пронаблюдав за работой Дорна, могут оказаться бесценными для Хоруста, что в свою очередь имело важное значение для Альфа-легиона. Альфарий подмечал видимые части конденсаторов и проводку генераторов силовых полей, одновременно просчитывая огневые зоны меньших охранных огневых сооружений и автоматических лазерных пушек. Грозовая птильца со стуком и гидравлическим шипением выпустила шасси, оторвав Альфарий от размышлений. Он настолько погрузился в сбор разведданных, что почти забыл, где находится. Альфарий сделал глубокий вдох, когда корабль, слегка раскачиваясь, приземлился, и вокруг него во все стороны взмыли клубы дыма и плазменные струи. Он был на Терри, в столице Империума, доме Императора. Как и обещал Дорн, Корокса уже ждали. Спустившись по рампе грозовой птицы, примарк заметил 30 облаченных в золотые доспехи кустодиев. По росту и размерам они немного превосходили легионеров Астартес, хотя Корокс все равно оставался среди них самым высоким. Каждый воин кустодианской гвардии обладал уникальными доспехами. Их широкие горжеты украшали орлы, крылатые черепа и иные символы. Развивающиеся алые плюмажи венчали высокие конические шлемы. С поясов и высоких наплечников свисали шипованные кожаные птеруги красного цвета, которые оканчивались заостренными золотыми грузилами. На широких поножах и наручах красовались замысловатые узоры, повторяя гравировку остальных частей доспехов. В руках воина сжимали копья стражей с красными силовыми лезвиями, а за спины были перекинуты высокие щиты, украшенные имперской аквилой и черепом с лавровым венком. Вместе с ними ждал престарелый мужчина, которого Корокс узнал с первого взгляда. Малкадор Сигелит. В отличие от почетного караула, одетого в богато украшенные доспехи, регентеры носил обычную широкополую мантию. Его старое морщинистое лицо было наполовину скрыто под капюшоном. Ветер, продувающий открытый трап, трепал капюшон, открывая армированные трубки, ведущие к воротнику вокруг горла, исчезающего в складках одеяний. В руках Сигелит сжимал черный мраморный посох. Навершие его было выполнено в форме воспаряющего золотого орла, которого окутывало выходящее из самого стержня пламя. Императорский регент тяжело опирался на посох, но, несмотря на это, держался с достоинством, как подобает государственному деятелю. Малкадор приветственно склонил голову, и Корокс кивнул в ответ, когда позади него выстроилась почетная гвардия. «Надеюсь, они здесь только для красоты», произнес Корокс, бросив пристальный взгляд на вооруженных кустодиев. «Исключительно для церемониала», ответил Малкадор. «Прошу прощения за вынужденные формальности, но ты должен понимать, что в подобные времена мы не можем допускать никаких послаблений в вопросах безопасности». «Видимо, слово примарха уже ничего не стоит», сказал Корокс, и сделал шаг вперед. Кустодии выстроились в два ряда вокруг Малкадора, окружив свиту примарха гвардии ворона. «Только некоторых», – ответил Сигелит. «Несколько твоих братьев остаются верны своим клятвам. Твоя преданность оценена по достоинству». Примарх рассмеялся, но в выражении лица Сигелита не было ни намека на веселье. Малкадор продолжал говорить, пока они спускались по Апарелле. «Рогал попросил заверить тебя, что он присоединится к нам завтра, как и обещал. Нам не терпится услышать все, что ты можешь поведать о войсках Хоруса и о том, что он намеревается делать дальше». «Мне почти нечего добавить», – сказал Корокс. Они прошли серебряные арочные врата высотой в сотню метров и направились к рампе, ведущей к ряду серебряных шаттлов. Они походили на огромных скоробеев с стальными крыльями, дрожащими от работающих на холостом ходу двигателей. Похоже, есть и другие выжившие». «Конечно», – ответил Малкадор, указав Короксу на ближайший атмосферный шаттл. Поднявшись по рампе, они оказались в простом пассажирском отсеке с низкими кушетками и столиками. Палуба была покрыта мягким ковром. На стенах висели портреты с изображением сцен из объединительных войн. Корокс догадался, что это был личный транспорт Малкадора. Сигелит присел на одну из длинных кушеток и жестом пригласил Корокса присоединиться к нему. Примарх покачал головой, зная, что мебель не выдержит его вес. Вместо этого он облокотился на переборку, пригнув голову, чтобы не задеть потолок шаттла. «Не только тебе удалось выбраться из ловушки», – продолжил Сигелит. «Несколько отважных воинов тоже недавно прибыли из логова предателей. А ты уверен в их преданности?» «Похоже, сейчас главное оружие Хоруса – дезориентация и ложь». «Мы убеждены, что они поддерживают императора», – ответил Малкадор, – «и сыграют очень важную роль в грядущей войне». «Если ты не заметил, то война уже началась», – проворчал Корокс. Он вспомнил, что капитан Норец использовал такой же оборот речи. Словно резня на истване ознаменовала собой конечную точку, а не начало конфликта. Кроме них в шаттле никого не было. Кустодии и легионеры разместились в остальных транспортах. Двигатели корабля взревели. Крылья Орнитоптера стремительно пришли в движение, из-за чего задрожал весь корпус. Покинув звездный порт, шаттл повернул на север, в сторону вздымающейся горной гряды. Горы состояли как из природных, так и из искусственных образований. Тут и там Корокс видел вырезанные в утесах и кряжах огромные галереи и окна высотой в несколько этажей, которые выдавали скрытый, под заснеженными вершинами лабиринт. Корокс почувствовал на себе пристальный взгляд Малкадора, но какое-то время они летели в тишине. Орнитоптер несся над горами, слегка подрагивая от встречных ветров. Временами Примарх замечал в овальных иллюминаторах другие шаттлы, чьи сверкающие фюзеляжи блестели на фоне серо-белых отвесных вершин. «И что думает император?» спросил Корокс, поняв, что Малкадор пока не упомянул повелителя человечества. Дорн сказал, что его назначили командовать обороной. «Император осведомлен о сложившейся ситуации, и Дорн пользуется полной его поддержкой», ответил Реген. «Что? Это все?» – поразился Корокс. Воитель перетянул на свою сторону половину легионов, а он говорит, что Дорн пользуется полной его поддержкой. «Он сейчас занят другим делом, которое занимает его мысли куда сильнее проблемы с Хорусом. Если его усилия окажутся успешными, восстание вскоре будет подавлено». «Я прибыл на Теру для аудиенции у императора», – сказал Корокс. Он взглянул в иллюминатор и заметил краны с экскаваторами, работающие на горе, создавая гигантские насыпи и укрепления. На стройке работали тысячи рабочих. «С сожалению, вынужден предупредить, что это в высшей степени маловероятно», – ответил Малкадор, не отводя взгляда от Корокса. «Текущий проект забирает все его внимание. С тех пор, как мы узнали о событиях на Истване, я видел его лишь пару раз. Дорн и вовсе с ним не говорил. Он получает все инструкции через меня. Не могу гарантировать, что наш повелитель сможет принять тебя». По решительному виду Малкадора Корокс понял, что дальнейшие вопросы бессмысленны. Но, несмотря ни на что, примарх рассчитывал, что император все же захочет повидаться с ним. «Не важно, что говорит Малкадор, у него не может быть настолько безотлагательного дела, чтобы не найти времени поговорить со своим примархом в столь тяжелый час». Затем ему в голову пришла мысль, объясняющая уклончивые ответы Малкадора и его уверенность в том, что Корокс не получит аудиенции. «А император знает о моем прибытии?» – спросил примарх. «Нет», – честно ответил Малкадор. «Я не мог связаться с ним с тех пор, как ты появился в Солнечной системе. Не мог или не хотел?» Если Малкадор и обиделся на слова примарха, то не подал виду. Он ответил спокойно. Его лицо при этом оставалось невозмутимым. «Император ведет совершенно иную войну, подобных которой нам прежде не приходилось видеть», – впустился в объяснение Сиделит. «Попытка связаться с ним во время экспедиции только навредит ему. Когда он вернется, его немедленно оповестят о твоем прибытии, не сомневайся. Ты говоришь так, будто он даже не на Терри». Малкадор вновь замялся. Хотя Корокс понимал, что дело не в двуличии, а лишь в нежелании распространяться на эту тему. Тонкие пальцы регента медленно барабанили по посоху, пока он обдумывал ответ. «Я не вправе говорить об этом», – наконец сказал Малкадор. «Прости за такую неопределенность, но не могу обсуждать планы императора. Тем более, я и сам не до конца их понимаю. Если выдать тебе информацию, которой император счел за лучшее не делиться с другими, то это было бы предательством с моей стороны». Слава Малкадора очень обеспокоили Корокса. После победы на Уланоре император вернулся на Теру и окутал себя тайнами, хотя когда-то свободно делился со своими сынами планами и видениями будущего. Малкадор говорил таким почтительным тоном, что у Корокса не оставалось сомнений, будто текущая кампания императора действительно имела важное значение. Хотя заверения Сигелита в том, что в сравнении с ней меркло даже предательство Хоруса, звучали неправдоподобно. Империум, просвещение – все это было частью великого плана императора, и повелитель человечества не мог просто оставить их. Разве не следовало сейчас бросить все и возглавить верные ему войска? Пока эскадрилья Орнитоптеров неслась над глубокой долиной, Корокс размышлял, как ему поступить, если не удастся поговорить с императором. После разгрома на Истване примарх больше ни в чем не был уверен, тем более в своих командирских способностях. Ему требовался совет императора больше, чем когда-либо, а мысль о том, чтобы вернуться на освобождение, так и не повидавшись с генетическим отцом, наполняла его настоящим ужасом. Теперь, когда примарх пошел на примарха, Короксу как никогда хотелось преклонить колени перед императором и заверить его в преданности гвардии Ворона. Шаттлы с гвардейцами Ворона летели мимо горных укреплений, воздвигаемых под руководством Дорна. Масштаб строительства был грандиозным, величайшим из тех, что когда-либо видел Корокс, а он наблюдал за восстановлением целых миров, разрушенных его легионам. Сами горы превратились в монументальные бастионы, подрывными зарядами и колоссальными машинами, обращенные в контрфорсы и опорные пункты, куртины и башни. Тени орнитоптеров мелькали на многоярусных лебедках, перетаскивающих ферракрит и адамантий, керамид и термоглаз, пласталь и геомотив. Рядом с ними располагались краны, стрелы которых достигали полукилометра в длину, а также землеройные машины размером жилые блоки. По недавно проложенным дорогам громыхали многоотсековые краулеры с рабочими, которым предстояло присоединиться к сотням тысяч тех, кто уже трудился на верхних склонах. Сотни фуражных грузовиков и танкеров непрерывно снабжали эти караваны пищей и водой. Везде были видны символы и золотые цвета имперских кулаков. «Мой брат не любит полумер», — заметил Коракс, посмотрев на Малкадора. Задремавший был Ореген, тут же проснулся и взглянул в иллюминатор, хотя стройка внизу его особо не заинтересовала. «Стена без защитников не устоит против врага», — сказал Сигелит. «Если Хорус нанесет удар сейчас, кто будет удерживать укрепление?» «Я думал, белые шрамы направляются к Терри». Джагата и Хану приказали вернуться вместе с Легионом, но мы не можем выйти с ним на связь с тех пор, как разразились варп-штормы. Коракс молча слушал новости, продолжая рассматривать возводящиеся внизу строения. Горные вершины срывались, оставшуюся после них породу использовали для возведения стен, перекрывавших долины между ними. Там же парили огромные лихтеры, приводимые в движение десятками роторов и двигателей, которые перевозили генераторы и конденсаторы размерами с дом для новых лазерных оборонительных турелей. Стволы самих орудий везли по мостам и высеченным в скалах туннелям на плоских платформах длиной в сотню метров. На внешней границе работы велись уже менее хаотично. Кое-где на горных склонах виднелись окна галереи или извилистый фронт амбразур. Дороги уводили в слабоосвещенные переходы и леса вокруг выровненных посадочных площадок. Это были пределы Старого Дворца, воздвигнутого Императором в самом начале Великого Крестового Похода. На восточной вершине располагались здания, которые с высоты птичьего полета походили на гигантскую аквиллу. На западе, в продуваемой ветрами долине, сотни квадратных километров были отданы под огромные ветряные генераторы высотой в сотню метров, впитавшие скрытый внизу город. Впереди лежали самые высокие горы, черными контурами вырисовываясь на фоне неба. У одной из вершин парила небесная платформа, город шириной в 30 километров, словно балкон, выступал из склона горы, опираясь на переплетение свай и балок, протянутых между двумя горными пиками. Последние лучи солнца сверкали на золотых арках и перламутровых башнях, темных силуэтах в пурпурно-синем закате. Пару часов спустя шаттлы достигли похожего на пещеру Дока в склоне горы, вершину которой выровняли и заменили скоплением антенны-тарелок. По обе стороны километрового проема вздымались огромные столпы, испещенные узорами молний, которые разветвлялись на спиральных колоннах с орлами. Когда орнитоптер поглотила тьма проема, мерцающие навигационные огни выхватили из мрака ряды машин на широком трапе. Коракс заметил громовых ястребов и грозовых птиц, а также десятки орнитоптеров. Были там и другие, куда более крупные корабли. Плоскобокие десантные предвестники, выкрашенные в цвета самых разных полков имперской армии. Корабли с воинами Коракса, влетевшие в док следом за шаттлом Малкадора, один за другим отправились на отведенные посадочные места. Примарх хмуро посмотрел на Малкадора. «Твоих легионеров разместят со всеми удобствами», — заверил Малкадор. За ними присмотрят. Шаттл Сигелита не приземлился с остальными. Пилот направил машину к меньшему проходу под самым потолком. На пути к туннелю орнитоптер осветил целые ярусы галереи, с которых открывался вид на порт. Территория почему-то пустовала. Город, в котором могли обитать миллионы человек, теперь обезлюдил. Гул крыльев орнитоптера сиротливым эхом разносился в пространстве. Нырнув в проем между лапами еще одного орла, шаттл несколько сотен метров летел по узкому проходу, пока не оказался в округлом зале в самом сердце горы. Его высокие стены были из отполированного камня, с видимыми прожилками горной породы. Ездока вела единственная бронзовая дверь, украшенная двумя пересекающимися молниями под кулаком влатной перчатки. С воем снижающейся энергии крылья шаттла стали замедляться, пока корабль Малкадора, наконец, не сел на каменный пол. Люк открылся шелестом выходящего воздуха, и Коракс тут же заметил, что воздух здесь был намного разреженнее, чем внизу. Малкадор первым вышел из шаттла. Казалось, его совершенно не беспокоила нехватка кислорода. «Следуй за мной, я проведу тебя в покое. Твоих воинов поселят неподалеку». Едва Сигелит приблизился к двери, она распахнулась, и Коракс услышал тихий сигнал соединения связи, исходящий из посоха регента. За дверью начинались ступени, уводящие вглубь императорского дворца. Наблюдая за шагающими впереди воинами Легио Кустодис, закованными в золотые доспехи, Альфарий невольно сравнивал себя с ними. Физически они впечатляли не больше, чем обычные легионеры. Хотя их доспехи и оружие были созданы настоящими мастерами, на что в легионе мог рассчитывать только капитан. Ему не раз приходилось слышать, будто каждый Кустодий является результатом уникальных экспериментов, созданных геномантами и техносервами, так же как их доспехи, творения мастеров механикум. После того, как Альфарий сразил нескольких саламандр в зоне высадки, он не сомневался, что Альфа-легион был равен любому другому легиону Астартес. Но это чувство продлилось лишь до тех пор, пока ему не пришлось встретиться с Легио Кустодис, воины которого без особых усилий могли победить любых других слуг императора. Гвардейцы Ворона праздно переговаривались между собой, пока Кустодии вели их вглубь императорского дворца. Коракс и Малкадор, по мнению Альфария, направились в личный док Сигелита. Еще одни ценные данные, о которых следует доложить. Сами же воины спустились в гигантском лифте на 46 этажей ниже, на уровень казарм. Верхние части дворца были облицованы мрамором и обсидианом, увешаны знаменами и картинами со сценами времен объединительных войн. Альфарий видел изображения древних городов и храмов с башнями-луковицами, вырастающие из песков полуразрушенные пирамиды, реки, несущие свои воды к широким водопадам и зеленым пастбищам. Память о тех временах осталась лишь картина. Красоты древней Терры давным-давно погибли от загрязнения окружающей среды и нескончаемых войн. Выйдя из лифта, гвардейцы Ворона оказались в простом и функциональном с виду помещении. Стены из ферракрита были покрыты ровным слоем побелки. Арки по обе стороны длинного коридора уводили в пустующие спальни. Запах свежей краски и частички каменной пыли, все еще витающие в воздухе, свидетельствовали, что казармы построили совсем недавно, в преддверии прибытия тысяч защитников. Докладывать пока было не о чем, но Альфарий старался держать ухо востро, чтобы не пропустить ничего важного. Он не знал, как глубоко их завели внутрь горы. Окон здесь не было, освещение обеспечивали многочисленные световые полосы в потолке и на стенах. Воздух поступал через систему вентиляции, в которую смог бы пролезть разве что ребенок. Единственным выходом наружу служили двери в обоих концах коридора. Меры предосторожности были налицо. Альфарий понял, что при необходимости зал с легкостью может стать тюрьмой. Гвардейцы ворона, выросшие в камерах Ликея, недовольно зароптали, но сержанты быстро их утихомирили. Командир Кустодис остановился и указал копьем на арку слева, за которой находилась спальня с несколькими длинными рядами коек. Еще там были личные шкафчики и полки, а также оружейные стенды и стойки для доспехов. В зале все рассчитывалось на легионеров. Мебель была крупнее и прочнее обычной. «Располагайтесь», — сказал командир Кустодиев, голос которого, искаженный внешним эмиттером, донесся сквозь решетку шлема. «Еду и напитки вам вскоре принесут. Комнаты для тренировки ближнего боя вы найдете в южном конце зала. Наконечник копья указал на дальнюю часть коридора. А если захотите поупражняться в стрельбе, вас отведут в предназначенное для этого помещение». «И как нам связаться с вами?» — спросил командор Агапита, явно раздраженный столь бестеремонным обращением. «Мы здесь, чтобы сопровождать примарха, а не прохлаждаться в вашей компании». «За лордом Кораксом присмотрят, можете не беспокоиться», — ответил Кустодий. По его металлическому голосу было непонятно, что он имел в виду. Безопасность примарха или что-то другое. «Вам выделят безопасную чистоту. Казармы и прилегающие помещения находятся в полном вашем распоряжении. Но вам запрещено выходить за южные и северные пределы этого зала. Нарушения караются массовой казнью. Хорошо, что нам доверяют», — съязвил Агапита. Кустодий обернулся к командору гвардии Ворона, и черные линзы шлема остановились на легионере. «Кредит доверия уже исчерпан, командор. Исключений не будет. Мне поручили следить, чтобы вы не покидали помещение. Меня зовут Аркад Виндик Центурион, и все контакты будут происходить через меня. Моим товарищам запрещено общаться с вами. Поэтому не пытайтесь задавать им вопросы или на что-либо жаловаться. Я вернусь через час, чтобы провести подробный инструктаж по безопасности». Кустодии с троем вышли через гигантские двери в конце коридора, и гвардейцы Ворона остались одни. Отделение за отделением они расселились по комнатам. Альфарий и его люди получили койки у самого коридора, но он даже не подумал выскользнуть на разведку. Примарх объяснил, что ему ни в коем случае нельзя раскрывать себя, пока не выяснится цель задания. Поэтому Альфарий не собирался рисковать, тем более под носом у Кустодиев. «Когда все легионеры нашли себе койки, оружейные сундучки и полки, Агапита построил роту. Я знаю, что все это очень странно, а Кустодис кажутся крепче, чем хватка мертвеца, но нам придется смириться», сказал командор. «Когда мы получим доступ к связи, я немедленно сообщу намститель о прибытии и переговорю с Аркатом, чтобы он составил распорядок дня. Не знаю, как долго мы здесь задержимся, поэтому будьте наготове и ждите приказов примарха». А оставаться в состоянии боевой готовности было бессмысленно, поэтому гвардейцы Ворона помогли друг другу снять доспехи, оставшись в нательниках и верхней одежде. В обычных обстоятельствах этим занималась целая армия помощников, но здесь подобный персонал отсутствовал. Несмотря на кажущуюся безопасность, командор составил график дежурств и распределил отделение по сменам. Жизнь, состоящая из рутинной дисциплины, могла быстро распасться из-за бездеятельности, а Агапита не хотел, чтобы воины поддались лени. Как и обещал Аркат, вскоре из противоположного конца коридора вышли слуги с едой и понесли ее в обеденную часть зала. Сервы появлялись и исчезали, не проронит ни слова. Возможно, им приказали ни в коем случае не разговаривать с легионерами. Все слуги были мужчинами и женщинами средних лет, в одинаковых белых куртках с аквилой императора, в мешковатых черных штанах и тапочках из того же плотного материала. На их лицах читалось вежливое безразличие, которое могло появиться только в результате многолетнего опыта. Альфарий слонялся по коридору и успел заглянуть в закрывающиеся двери, когда слуги стали уходить. Как он и ожидал, дальше находилась еще одна комната с дверью на запоре. Отсюда определенно не удастся выскользнуть. Вернувшись к своему отделению и сев за длинный стол, он понюхал ароматный пар, который поднимался от жареного мяса, разложенного по тарелкам перед легионерами. На каждом столе в чашах лежали свежие фрукты и овощи, а также множество другой разнообразной пищи. После корабельных пайков это был настоящий пир. Никто не мог сказать, в какие неприятности тут можно угодить. Поэтому, оторвав ножку от какой-то гигантской домашней птицы, Альфарий решил для себя, что это далеко не самое сложное задание, которое ему приходилось выполнять на службе легиону. Глава шестая. Гость императора. Зал побед. Омегон готовится. В отличие от его почетной гвардии, примарха Коракса разместили с определенным комфортом и роскошью, похожим на виллу домик, из которого открывался вид на огромное подземное озеро. Освещённый из-под поверхности воды мощными прожекторами, покрытые сталактитами, потолок блестел минеральными отложениями, которые мерцали в неравномерном освещении плескавшегося внизу водоёма. Комнаты были заботливо обставлены золочёной мебелью из тёмного дерева, гобеленами и мягкими коврами. С потолка свисали канделябры с настоящими свечами, что было в новинку для примарха, выросшего под тусклым сиянием светополос. Комнаты оказались спроектированы специально под его рост и телосложение, что стало приятной неожиданностью. Кораксу пришло в голову, что предназначенные для примархов покои не должны удивлять его, ведь это терра. На краткий миг он задался вопросом, могло ли случиться так, что со временем, когда Великий Крестовый Поход завершится, это жильё для гостей стало бы настоящим домом. Иногда между его братьями разгорались споры. Что произойдёт, когда завоюют последнюю планету и мечты императора станут явью? Но Коракс желал бы в таком случае передать борозды правления империумам кому-то другому. Он был военачальником, а не администратором. И если бы ему не пришлось больше сражаться, он с радостью ушёл бы на покой. И провёл оставшиеся годы, неважно, сотни или тысячи, в уютной обстановке. Возможно, написал бы трактат по политологии, изложив в нём всё, чему научили его литейские наставники. В буквальном смысле целый мир отделял этот дом от его жилища на освобождении, по необходимости небольшого и сугубо функционального. Дело было не в том, что Примарк не любил роскошь. Он всегда считал своим домом поле боя, корабельную палубу, либо залы командного центра. Малкадор ушёл, и с Кораксом остались несколько кустодиев, проводников и охранников, а также небольшая группа слуг, которые возникали словно из ниоткуда. Стоило ему перейти в другую комнату. И всем своим видом демонстрировали, что рады исполнить любое желание или потребность Примарка. Впервые после пробуждения в тёмной пещере на Ликее Коракс почувствовал, что находится в специально предназначенном для него месте. Прислуживавшие ему люди казались здесь крошечными, незначительными фигурками, бродящими по дому великана. Но, судя по всему, они давно привыкли к необычности здания, в котором им довелось служить. На краткий миг Примарк попытался расслабиться, хотя его реберный щит ещё не окончательно сросся, а рубцы на спине то и дело вспыхивали болью. Даже во время длительного путешествия к Терри он не позволял себе отдыхать, что мешало телу быстро восстановиться. Постоянная занятость и тревожное настроение препятствовали какому бы то ни было полноценному излечению. Раны Коракса по-своему напоминали ему о произошедшем, придавали реальности событиям, которые временами казались ему дурным сном. Каждая вспышка боли в порванных мышцах и уколы разодранной плоти казались телесными спутниками душевных мук, напоминавшим о десятках тысяч воинов, которым не суждено было вернуться на освобождение. Новизну окружающей обстановки скрыл сумрак, когда в преддверии ночи приглушили свет. Стревоженные словами Дорна и Малкадора Коракс не мог уснуть. По его просьбе слуги принесли письменный столик, и примар взялся за составление заметок обо всем, что случилось с тех пор, как гвардию Ворона вместе с другими легионами отправили наказать Хоруса за его деяние на Истване-3. Поначалу он писал коротко, и по сути дела, обрисовав диспозицию легионов, согласованную ими стратегию и доклады разведки о сынах Хоруса. Он припомнил в подробностях первоначальные маневры флота, предпринятые для окружения кораблей воителя, когда десантные капсулы, ястребиные крылья, громовые ястребы и грозовые птицы были готовы к штурму самой планеты. Тогда казалось, что все идет как положено. Но теперь Коракс понял, что уже на том этапе план его братьев-изменников пришел в действие. С учетом обстоятельств, соединение легионов выглядело разумным шагом. Выступление единым фронтом было верным способом одержать победу над изменником Хорусом и его легионерами. Теперь, оглядываясь на прошлое, примарх понимал, что таким образом предатели смогли подкрасться чрезвычайно близко. Их боевые боржи и крейсеры двигались рядом с кораблями Саламандр, Железных Рук и Гвардии Ворона. Несмотря на советы Коракса и выработанную Дорном стратегию, Феррус Манус первым ринулся в атаку, решительно настроенный как можно скорее уничтожить предателей. Возможно, его вынудили пойти на это колкости фулгрима или на шептывание ларгара. Правда останется неизвестной. Ибо Гаргон погиб на Истване 4. То, что вторая волна целиком состояла из поклявшихся в верности Хорусу легионов, стало величайшим обманом. И они нанесли удар, против которого верные войска не могли защититься. Чем больше он писал, тем более личным становилось его повествование. Он не мог отделить пережитое им от сухих фактов. Его пальцы летали по экрану письменного планшета, облекая в слова, испытанные Кораксом ужас и отвращение. Когда железные воины и несущие слова открыли огонь с холмов над Ургальской впадиной. Невольно он вспомнил о всепоглощающем гневе, с которым вонзал когти предателей, и каждый взмах оружия сопровождался очередной вспышкой ярости. Примарх замер, когда в воспоминаниях дошел до встречи с ларгаром. Какими словами он мог описать ту ненависть, которую испытывал к своему брату? А если бы и нашел подходящие слова, то как он объяснил бы свои чувства, когда ночной призрак Конрад Курц остановил молниевые когти Коракса за миллисекунду до того, как они добрались до горла ларгара? Вновь появились слуги, и слушая обрывки их разговоров, примарх понял, что уже наступило утро, и они готовились собрать завтрак. Он просмотрел последние абзацы и невольно поразился их страстностью. На краткий миг ему захотелось удалить документ, одним махом стеречь все воспоминания, но Корак сдержался. Как бы болезненно это не было, ему необходимо продолжать. Стычку с ларгаром и Курцем он описал в нескольких кратких строках, после чего вновь вернулся к лапидарному стилю изложения. Примарх быстро перепрыгнул на рассказ об отступлении к ближайшему громовому ястребу, который затем подбили в нескольких километрах от места резни. Повествование вновь пошло легко. Буря в мыслях стала стихать. И Коракс описал сбор гвардии ворона, последовавшие за ним отступление в горы, ответные удары по предателям, и то, как приходилось прятаться в тенях пещер и долин, когда враги приближались слишком близко. Он завершил историю кратким рассказом о прибытии Бранна. Теми же словами, как поведал ему сам командор, а также об эвакуации с Иствона. Коракс не сомневался, что от него решили что-то утаить. Для Бранна неподчинение приказам и то, что он оставил освобождение, казалось смелым шагом. Кроме того, здесь явно каким-то образом был замешан переонец, префектор Валерий. В этой истории пока кое-что не сходилось, и Коракс решил выяснить правду, как только вернется на борт Мстителя. Захватив планшет, он направился в обеденную комнату, по пути составляя и снабжая примечаниями список военных кораблей и подразделений, что он видел во время кампании. За едой, на которую он почти не обратил внимания, Коракс добавил приложение с деталями о вражеских силах и их тактике наистований, а также несколько заметок относительно перемещений флота, замеченных им при бегстве из звездной системы. Завершив повествование, он закрыл файл и передал планшет одному из помощников, приказав отдать его Малкадору. Сигелит должен был проследить за тем, чтобы информация попала в руки Дорну и всем, кому она сможет оказаться полезной. К сожалению, изложение пережитого наистований не принесло удовлетворения или облегчения. А оставалось еще столько вопросов без ответа, что Коракс даже не знал, с какого следовало начать. Вновь и вновь, одолеваемый чувствами потери и пустоты, он спрашивал себя, что отвратило его братьев от императора. Желая успокоиться и отвлечься, примарх вышел на балкон, с которого открывался вид на внутреннее озеро. Он отбросил тревожные мысли и попытался сконцентрироваться на изменчивой игре света и ряби на воде. Вдоволь, налюбовавшись красотами пещерного озера, примарх решил немного прогуляться. Неподалеко он заметил одинаковые жилища, которые выходили на круглую площадь, вымощенную мозаичной плиткой. Резиденции показались ему пустыми. Коракс насчитал их 20, что явно не могло быть простым совпадением. Это отвечало на вопрос о времени их постройки, ибо позднее их было бы только 18. Снаружи дома во всем походили друг на друга, и Кораксу быстро наскучило угадывать, для кого из примархов предназначался каждый из них. Он уже собирался вызвать лифт, расположенный в огромной колонне на центральной площади, когда услышал «Лорд Коракс, вам сообщение!» Обернувшись, примарх увидел бегущую к нему женщину средних лет, «Лорд Дорн вернулся и хочет встретиться с вами и лордом Малкадором». В этот момент от лифта раздался звонок, и встроенная в мраморный столб дверь отъехала в сторону, явив за собой капитана имперских кулаков. «Это ваш проводник, лорд Коракс», — сказала служанка. «Простите, что так долго вас искали». «Неважно», — ответил Коракс. Капитан ударил кулаком по груди и кивнул, когда Коракс вошел в лифт. Дверь закрылась, и примарх с легионером погрузились в мягкое синее сияние искусственного света. «Где я встречусь с братом?» — спросил Коракс. «Малкадор ждет вас в зале побед, лорд», — ответил капитан. «Мы прибудем туда через пару минут». Дальше они ехали в тишине. Когда по подсчетам Коракса они оказались ниже уровня моря, лифт остановился. Вскоре имперский кулак привел его к массивным позолоченным дверям, украшенным гравированным рисунком, изображавшим мужчину и женщину. На левой створке двери женщина держала в руках ребенка и меч. Ее волосы не спадали, словно водопад, сливаясь с развивающимися одеяниями, которые, в свою очередь, плавно переходили в траву у нее под ногами. На правой двери же был изображен смотрящий в небеса мужчина. В рабочей спецовке и с цепью с перекрещенными молниями единства на шее, с гаечным ключом в одной руке и пистолетом в другой. Между ними в небесах пылала стилизованная звезда в окружении точечек света поменьше. По небу вязью тянулся текст на одном из древних теранских языков. В отличие от многих своих братьев Коракс не был великим ученым и не занимался исследованием до имперской культуры Терры. Его мало интересовало прошлое. Он предпочитал, сосредоточившись на настоящем, творить будущее. Но невзирая на это, он легко расшифровал сообщения, примерно переведя его, как народ земли вместе. Легким толчком распахнув двери, Коракс вошел в зал длиной в несколько сотен метров. Примарх с удивлением заметил вдоль правой стены арочные окна, сквозь которой лился солнечный свет. Судя по названию места, Коракс ожидал увидеть на стенах множество боевых наград и знамен, образцы доспехов и оружия. Но вместо этого здесь стояли ряды стеклянных шкафчиков, от совсем крошечных, которые могли уместиться в ладони Коракса до гигантских размером стан. В них хранились собранные со всей галактики предметы, возраст которых насчитывал столетия, тысячелетия или даже десятки тысяч лет. Подойдя к ближайшему шкафчику, Коракс остановился, чтобы рассмотреть его содержимое. Он ощутил укол статики и услышал тихое гудение генератора стазисного поля. Внутри хранилась небольшая схемная плата неизвестного ему назначения. На стенде внизу висела стальная табличка, текст на которой сообщал о необычайной важности предмета. Навигационная схема первого звездолета, способного на варт-перемещение. Коракс от удивления сделал шаг назад. Заинтригованный, он обернулся и понял, что смотрит на каркас одноместной колесной машины. Большую ее часть составляли надувные шины. Примарх подошел ближе, чтобы прочитать название. Титан-вездеход. Примарх не понял, что это означает. Машина ничего общего не имела с титанами механикум, огромными боевыми машинами высотой в десятки метров. Коракс присмотрелся внимательнее, но не увидел ничего, на что можно было бы установить оружие. Недовольно заворчав, он пошел дальше, попутно бросая взгляды на разнообразные технологические артефакты, пока глаза не остановились на расположенной в дюжине метров от него стеклянной трубке, заполненной пульсирующей темно-синей жидкостью. Хотя слова на табличке были на высоком готике, с тем же успехом их могли написать чужатским или мертвым языком, так как Коракс ровным счетом ничего не понял. Менделевская формула эукариотического происхождения. Убрав упавшую на лицо прядь волос, примарх выпрямился и заметил кое-что еще. Это был небольшой квадратный шкафчик, меньше полуметра с каждой стороны. Но судя по тому, что его разместили на центральном помосте, содержимое шкафчика имело особую важность. Внутри покоился разбитый глиняный сосуд. Он был совершенно непримечательным. Восемь осколков из грубой, некрашенной глины, покрытой царапинами и следами пальцев. Мысленно соединив частички, Коракс понял, что это что-то вроде чаши. Услышав шорох открывшихся дверей, примарх резко обернулся и увидел, как в зал с решительным видом вошел Малкадор. Его лицо раскраснелось от ходьбы, глаза горели. «Что это за место?» — поинтересовался Коракс. «Какие победы здесь воспеты?» «Самые важные», — ответил Сигелив, приблизившись к Кораксу. Он указал тонким пальцем на содержимое хранилище. «Одно из первых глиняных изделий, созданных рукой человека. Ему сотни тысяч лет. Эта чаша не кажется таким уж значительным достижением, по сравнению с некоторыми другими предметами, что здесь находятся», — произнес Коракс. «Она ведь настолько проста, что ее может сделать даже ребенок. И все же ты видишь одно из важнейших достижений человечества за всю нашу историю, Коракс», сказал Малкадор. «Без этой чаши, без разума, создавшего ее, и рук, придавших ей форму, этот зал был бы пуст. Мы прошли долгий, очень долгий путь с тех пор, как один из наших предков заметил, что определенный сорт грязи затвердевает на солнце, и решил что-то из нее сделать. Но без первого шага мы бы никогда не начали своего путешествия. Здесь только технологические достижения. Первые шаги в новую эпоху человеческой истории. Большинство из них технологические и научные. Культурных ценностей здесь немного», — ответил Малкадор. Он махнул рукой в дальний конец зала, где хранились картины, статуи, барельефы, гобелены и тому подобное. Прежде чем примарх успел рассмотреть все экспонаты, двери вновь открылись, и на пороге появилась фигура, почти столь же высокая, как Коракс, но более широкая в плечах. Светлые волосы Дорна были пострижены ежиком и стояли над его обветренным лицом, подобно Короне. Сейчас примарх имперских кулаков был одет в полудоспех. Грудь, голени и предплечье защищали пластины золоченого металла, увитые почти такими же гравировками, что и у Коракса. С плеч Дорна не спадал длинный, до самых лодыжек темно-красный плащ, который удерживался на левом плече фибулой в виде стиснутого кулака, а на правом в форме имперской аквилы. На нем была золотая кольчужная рубаха до колен, перетянутая поясом, на которой висел цепной меч с похожими на клыки зубцами и кабура с болт-пистолетом. Кисти рук Дорна скрывали золотые пластинчатые перчатки, каждую фалангу которых украшал рубин. Кожа примарха была смуглой и упругой, покрытой тонкими шрамами и следами от ожога. Брат, приветственно подняв руку, воскликнул Дорн. Его голос громом разнесся по залу, нарушив ауру молчаливого почтения. Примархи подошли друг к другу и взялись за запястье. Затем Дорн хлопнул Коракса по плечу, и на миг его лицо озарила улыбка. «Я пообещал, что буду сегодня», — сказал Дорн. «Твое слово так же надежно, как возведенная тобой крепость», — ответил Коракс, отпустив руку генетического брата и сделав шаг назад. Дорн помрачнел. «Надеюсь, последнее мое творение нас не подведет». «Оно, как всегда, исключительно Рогал», — заверил его Малкадор. Он жестом пригласил примархов проследовать за ним к скамейкам под высокими окнами. «В галактике нет другого человека, которому император доверил бы строить для него укрепления». Коракс остановился и, прежде чем присесть, выглянул в окно. За ним находилась широкая галерея, созданная, казалось, полностью из металла. Подняв глаза, он увидел в нескольких сотнях метров тусклое небо. Здание было утоплено в глубокий разлом и тянулось за горизонт. Целые этажи окон и переходов, которые соединялись крытыми мостами, извилистыми рельсовыми путями и черными дорогами. «Канцелярские земли», — объяснил Малкадор, заметив, куда смотрит Коракс. «Три миллиона людей, которые занимаются административными вопросами Теры и Солнечной системы». «Три миллиона? Для одной системы?» Коракс не мог поверить в услышанное. «Зачем так много?» «Ах, это лишь капля в море гражданского населения, Корвус», — сказал Сигелит. «Их едва хватает, чтобы следить за всеми входящими и выходящими сигналами. Большая часть остальных обитает в служебных башнях над Шеволанскими высотами, а это около семисот миллионов человек». «Но сильнее этого меня беспокоят места под казармы», — сказал Дорн, присев на темно-синюю кушетку. «Твоя армия песцов и аудиторов не сдержит Хоруса». «Дай им оружие, и они покажут себя», — парировал Сигелит, присев на другую скамью. «Я отослал твою почетную гвардию в новой казармы неподалеку», — сказал Дорн Кораксу. Пока примарк гвардии Ворона, не отрываясь, продолжал смотреть в окно. «Там есть место для еще нескольких тысяч, поэтому по прибытии твоего легиона мы его сможем разместить». Коракс обернулся, удивленно подняв брови. «Думаешь, я приведу сюда гвардию Ворона? А разве нет? Вас же едва хватит, чтобы защитить освобождение. Нам нужен каждый воин для обороны Терры. По словам капитана Норица, на борту Мстителя у тебя 1714 легионеров. Когда остальные твои воины прибудут в освобождении, скольких в итоге я смогу иметь в виду при планировании?» «Притормози, братец», — произнес Коракс, скрестив на груди руки. «Я прибыл, чтобы повидаться с императором и просить у него разрешения атаковать предателей». «Неразумно», — пробормотал Малкадор, очевидно сам себе, но достаточно громко, чтобы Корвус услышал его. Примарх обернулся к регенту. «Я не буду сидеть здесь, словно загнанная в угол крыса», — отрезал Коракс. Взяв себя в руки, он вновь посмотрел на Дорна. «Ты знаешь, как мы воюем, брат. Мы не стоим в башнях и траншеях. Если гвардия Ворона должна сыграть свою роль, нам необходима свобода действий». «Невозможно», — твердо сказал Дорн. «Хочешь ты этого или нет, я настаиваю, чтобы твой легион остался защищать императора». «Не сомневайся, Корус придет сюда. Наш главный долг, единственный долг — защитить Теру. Как считаешь, много ты навоюешь в одиночку? Напомни мне, сколько у тебя осталось воинов. Три тысячи, да? А у Коруса их в сотни раз больше, и кто знает, сколько еще перешло на его сторону. Твое место здесь, на Терри. Нравится тебе это или нет?» «Мне это не нравится, и мне все равно, на чем ты настаиваешь», — сказал Коракс, разгневавшись из-за того, что Дорн считал примарха гвардии Ворона своим подчиненным. «Я дал клятву императору, а не тебе. И не тебе, Малкадор, на случай, если ты попытаешься заявить о своих правах регента». Дорн и Сигелит молча наблюдали за Кораксом, который отошел от окна, раздраженно потирая лоб. Сделав несколько шагов, примарх гвардии Ворона обернулся и примирительно поднял руку. «Почему вы считаете, что Хорус должен атаковать Терру?» — спросил он. «Если он хочет свергнуть императора и объявить галактику своей, другого пути нет», — ответил Малкадор. «Мы не позволим этому произойти», — добавил Дорн. «Вы неправильно меня поняли», — сказал Коракс. «Вы думаете, что Хорус достигнет Терры? Вы уже отдали инициативу врагу, и теперь стараетесь использовать отведенное вам время. Нам нужно нанести ответный удар, замедлить Хоруса после резни наистваний и подавить восстание в зародыше. Для этого тебя и послали наиствам», — тяжело вздохнул Малкадор. «Похоже, это ты не понимаешь ситуации». Хорус заключил союз с несущими слова, альфа-легионом, железными во... «Я знаю, кто предатели. Я лично видел их наистване», — прорычал Коракс. «Но и у нас есть сторонники. Хан с его белыми шрамами, лев, сангвиний. А что с ультрамаринами и тысячу сынов?» В последовавшей неловкой тишине Дорн и Малкадор обменялись тревоженными взглядами. Фримарх слегка кивнул регенту. «Тысячу сынов больше нельзя считать верными Терри», — сказал Сигелив. «Не буду вдаваться в подробности, но Магнус продемонстрировал, что ему нельзя доверять. Лемон Рус вместе со своим легионом были отправлены покарать Магнуса за нарушение Никейского Эдикта». «Что это значит?» — непонимающий спросил Коракс. «Пока не ясно, что именно случилось», — глухо сказал Дорн. «Волки Фенриса повели себя чрезвычайно ревностно. Они разрушили Проспера и уничтожили тысячу сынов». «А чего ты ждал, спустив короля волков?» — спросил Коракс. «Будь это действительно так, наших проблем бы поубавилось», — сказал Малкадор, переводя взгляд с Коракса на Дорна. «Этим утром я получил доклад с Проспера, что Магнусу и его легиону удалось спастись. Боюсь, из-за непродуманных действий Русса в стане наших противников случилось прибавление. Между Магнусом и Хорусом нет крепкой дружбы, но зато теперь у них появился общий врач». Дорн раздраженно зарычал и с силой опустил кулак на скамью, после чего поднялся и посмотрел на Коракса. «На счету каждый воин», — сказал Примар, «ты нужен нам на Терре. Мы не сможем помешать Хорусу прийти сюда. Прими это как данность и приготовь свой легион к обороне». «Только если это прикажет император», — ответил Коракс, вновь принявшись, взволнованно мерить шагами зал. «Я не буду сидеть сложа руки, пока Хорус и наши братья-предатели готовятся к бою. Им следует мешать на каждом шагу, заставить их заплатить за содеянное, пока они уверены в своей безнаказанности. Я же уязвлю их гордость и докажу, что они еще не победили». Коракс остановился и устремил взгляд на Дорна. «Я никому не доверяю больше, чем тебе, брат, в деле обеспечения безопасности императора. Но у меня нет твоей уверенности и терпения. Я должен нанести удар по предателям и отомстить за то, что они сделали с моим легионом». «Личная вендетта?» — спросил Малкодор. «Скорее вызов», — ответил Коракс. «Есть кое-кто, кого Хорус попытается перетянуть на свою сторону. Он может обещать им победу, ибо никто не сопротивляется ему. Я же пущу по всему империуму весть, что императоры легионы не покинули людей». Примарх гвардии ворона развернулся и направился к дверям. «Ты куда?» — резко спросил Дорн. «Увидеться с императором», — бросил Коракс. «У него нет времени, не тревожь его!» — выкрикнул Малкодор, бросившись за уходящим Примархом. Коракс рывком распахнул двери и оказался в окружении Кустодия, телохранителей Малкодора. «Ты!» — сказал он, указав на их командира. «Отведи меня к императору!» Вместо ответа Кустодий посмотрел на Малкодора, который только сейчас догнал Примарха. «Это неразумно, Коракс!» — сказал Сигелит. «Не глупи, брат!» — добавил Дорн, положив руку на плечо к Кораксу. Гвардеец Ворона вырвался из схватки. «Я — Примарх Гвардии Ворона, сын императора!» — выкрикнул Коракс. «Это мое право! Отведите меня к императору немедленно, или я сам найду его!» Дорн с нерешительным выражением встретился с ним взглядом, и его рука предупреждающе упала на рукоять цепного меча. «Довольно!» «Я не потерплю склок в моем дворце!» Коракс и Дорн одновременно уставились на Малкодора. Внезапно обычный старческий шепот Сигелита куда-то пропал. Его голос теперь был глубоким и звучным. Глаза Малкодора сияли золотом, а лицо представляло собой маску блаженной радости. Его губы опять зашевелились, словно независимо от прочих мышц лица. И регент поднял старческую руку, окруженную мерцающей аурой. «Мой император!» Дорн упал на колено и склонил голову. «Прошу прощения, что стал причиной конфликта!» «А ты не разделяешь стыд брата?» Заговорил голос устами Малкодора, когда золотые глаза Сигелита повернулись к примарху гвардии Ворона. «Прошу прощения, отец!» Сказал Коракс, опустившись рядом с Дорном. Тело Малкодора подалось вперед и опустило руку на голову примарха. «Внимай моя мудрость!» Разум Коракса окутали свет и тепло. В один миг Коракс мельком увидел огромный зал. Помещение было заполнено техникой. От оборудования с тысячами циферблатов и датчиков. По полу и стенам тянулись трубки и кабеля. Воздух пах озоном. Из-за гула генератора вдрожал пол. Трансформаторы потрескивали от энергии. В дальних тенях громыхали поршни. Среди мельтешения света и тьмы Коракс увидел сотни одетых в мантии фигур, которые следили за работой техники. Он заметил частично механизированные лица под красными капюшонами и торчащие из алых рукавов конечностей из металла и проводов. Коракс узрел все это за один удар сердца. А затем его взгляд упал на странную, но величественную конструкцию в центре зала. Это было циклопических размеров возвышения, которое протянулось до дальней стены, закованное в золото, отражавшее блеск тысячи окружающих его огоньков и покрытое серебристыми схемами. Возвышение было соединено с расположенным рядом оборудованием, десятками кабелей и труб. Его поверхность гудела от электричества. В основании располагались двери, достаточно большие, чтобы мог проехать танк или даже пройти разведывательный титан-механикум. Но взгляд примарха приковало не это. Верхняя часть конструкции представляла собой невероятных размеров трон, окруженный искрящейся проводкой и пульсирующими энергетическими полями. На троне в золотых доспехах восседал император, склонив голову и крепко зажмурив глаза в чрезвычайной концентрации. По его коже текли волны пурпурно-синией энергии. На нахмуренном лбу танцевали миниатюрные бури с молниями. По челу императора вдруг потекла единственная капля сверкающего пота и золотом слетела со щеки. Челюсти императора были крепко стиснуты, то ли от усилий, то ли от боли. Примарх никогда прежде не видел своего отца в подобном состоянии и на мгновение не на шутку встревожился за него. Затем зал исчез, и вместо него возник залитый светом пейзаж. Казалось, он существовал без времени, сотканный из одного лишь света. В самом центре слепящего сияния, как и прежде, находился император. Хотя сейчас он восседал на полыхающем всплесками энергии троне из золота. На спине трона сидел гигантский двуглавый орел, взиравший на Коракса рубиновыми глазами. На этот раз лицо императора было спокойным, без признаков напряжения, замеченных примархом ранее. Казалось, повелитель человечества медитировал. «Отец, мой император, это я, Корвус», — позвал он, опустившись на колено. «Если ты слышишь, пожалуйста, внемли мне. Мой легион почти уничтожен, а враги становятся сильнее день ото дня. Дай мне знать, чего ты хочешь от меня. Мое сердце жаждет нанести ответный удар по предателям, пролить их кровь так же, как они пролили мою. Все, чего я прошу, это твоего благословения, на то, чтобы пойти войной на врагов с правотой в сердце и мыслями о славе во имя твое». Император не шевельнулся. «Отец, услышь меня!» Из-за нечеловеческого напряжения раны Коракса вновь открылись. По боку потекла густая кровь. Примарх не обратил внимания на вспышку боли. «Во имя защиты имперской истины гвардия Ворона будет сражаться до последнего. Мы не так сильны, как прежде, но без колебаний сложим головы за тебя. Мне нужна твоя помощь. Пожалуйста, поделись своей мудростью. Наставь меня!» С этими словами Коракс обессиленно рухнул наземь. Он держался больше трехсот дней, не давая себе ни минуты покоя. Сначала в нем нуждался легион. И потом он ждал этого момента, безмолвно выносил ужасающую боль, лишь для того, чтобы предстать перед императором и попросить у своего повелителя дальнейших приказов. Он проиграл. Он проиграл на Истване, а теперь проиграл и здесь. Из многочисленных ран струилась кровь, будто вторя душевному страданию. Вместе с ней уходила его решимость и угасала воля. «Сын!» Одно-единственное слово разнеслось по пылающим небесам, заполнив мысли Коракса, прежде чем звук достиг его ушей. Глаза императора распахнулись. Сверкающие золотые сферы, видящие Коракса насквозь. В них танцевали точечки золотой энергии. Но в его взгляде чувствовалась также доброта. Император поднялся. Его золотые доспехи растеклись пучками сияющих нитей. И вместо них возникли одеяния из волнистого серебра, не спадавшие по его телу, словно серебряный водопад. Казалось, без доспехов он как будто уменьшился, но аура присутствия осталась прежней. Частички смешались между собой, словно дым, и превратились в нематериальные ступени, по которым император спустился с такой же легкостью, как обычный человек по лестнице. Он протянул руку, и Коракс почувствовал на лбу теплые пальцы. Сквозь тело Примарха хлынул поток энергии, сращивая сломанные кости, останавливая кровотечение, соединяя порванные мышцы и органы. Примарх едва не задохнулся, от вмиг заполнившего его чувство любви и обожания. «Встань!» Коракс повиновался, осознав, что его силы чудесным образом восстановились. «Прости меня, отец!» произнес Коракс и вновь рухнул на колени. «Я знаю, что ты занят важным делом, но мне нужно поговорить с тобой». «Конечно нужно, Корвус!» промолвил император. Из его голоса исчезли властность и сила, оставив лишь нотку уважения и восхищения. «Ты многое пережил, чтобы попасть сюда!» Рука императора опустилась Кораксу на плечо, и тот выпрямился под взглядом повелителя человечества. Отец теперь казался не таким величественным, сияние кожи поблекло, лицо обрело черты обычного человека, кореглазого, с длинными темными волосами. «Это твое настоящее лицо?» спросил Коракс. «У меня нет лица», ответил император. «За тысячелетия я сменил миллион лиц, по необходимости или из прихоти. «Это лицо я узнал», сказал Коракс, смутно припоминая сон, увиденный им, когда он лежал израненный в громовом ястребе. «Таким ты явился ко мне, когда я родился в своей капсуле». «Да, хотя странно, что ты помнишь это», заметил император. «Его лицо посуровело». «Так о чем ты хотел спросить, сын мой?» «Гвардия ворона почти истреблена, хотя, будь у меня шанс, я бы восстановил ее», сказал Коракс. «Но я не могу уберечь своих воинов, от грядущей битвы, как и подготовить новое поколение легиона. Я прошу разрешения атаковать предателей, дабы погибнуть в лучах славы». «Ты хочешь пожертвовать легионом?» Император казался искренне удивленным. «Но ради чего?» «Я поступлю так не из-за скорби, но из необходимости», объяснил Коракс. «Я должен искупить свое поражение на Истване. Ведь если вина и дальше будет гноиться в моем сердце, она разорвет меня на части. Прости меня за то, что я не могу остаться защищать Теру, просто ожидая встречи с судьбой». Некоторое время император молчал, погрузившись в размышления. Коракс терпеливо ждал, не отрывая взгляда от его нахмуренного лица. «Согласен», — наконец сказал повелитель человечества. «Твоя природа требует нести разрушение и погибель врагам. Но в самопожертвовании нет необходимости. Я верю тебе, Корвус. Мне бы не хотелось этого делать, но я вручу тебе дар, очень ценный дар». С этими словами император вновь коснулся головы Коракса. Казалось, Коракс утопал в разуме императора целую вечность. Жизнь, растянувшаяся более чем на 30 тысячелетий, попыталась заполнить мысли примарха, посылая сквозь него обжигающую боль. Через мгновение она ушла, оставив в воспоминаниях лишь след осколок того, что произошло давным-давно, крошечную частичку сущности императора, все еще пытаясь оправиться от психической атаки, Коракс вдруг понял, отчувствовали ли нечто подобное астротелепаты во время ритуала связывания душ, когда их разумы объединялись с мощью императора. В голове, блокируя прочие ощущения, стали вспыхивать новые воспоминания, последовательность изображений, выжженных в самой душе. Тело примарха содрогалось от нахлынувших образов, сопротивляясь заполнявшим разум изображениям и схемам. Коракс чувствовал резкий запах промывочных жидкостей и слушал гудения техники и шипения дыхательных аппаратов. Он заметил металлические цилиндры со стеклянными иллюминаторами, собранные в круг посреди стерильно-чистой комнаты. Каждый стальной саркофаг был опутан проводами, насосами и трубками. Примарх не просто наблюдал за действием, он был его участником. Он разговаривал с лаборантом в белом халате на непонятном ему языке. Также там находились врачи в полотняных масках, облегающих капюшонах и белых перчатках. Коракс прошел мимо инкубаторов и, окинув взглядом цифровые дисплеи, порадовался тому, что показатели жизнедеятельности, как и положено, монотонно пикали. Он почувствовал огромное удовлетворение. Предстояло много работы. Физические оболочки были выращены. Сверхчеловеческие тела развились на основе генетических матриц, заложенных внутри каждой из камер. Но пока они были лишь пустыми сосудами, а величайшую часть проекта еще только предстояло выполнить. Зарождающиеся разумы созревали для шаблонной интеграции. Хотя эти мысли пронеслись у него в голове, Коракс не понимал их. В мысли проникали еще более загадочные фразы и технические термины, значение которых терялось в процессе перевода. Но, несмотря на всю сложность, примарху казалось, будто он узнает их. Как и у остальных братьев, разум у Коракса был столь же развитым, как и тело. Он представлял собой огромное хранилище знаний, как военного, так и технического характера. Но в нем находилось еще что-то, полученное одновременно с воспоминаниями. Сосредоточившись, Коракс внутренним взором увидел вычисление генетического сплайсинга белков и гибридизации, и лишь теперь понял, что Менделевская формула эукариотического происхождения являлась первым успешно колонированным генетическим кодом человека. Он понял, что вся техника у него за спиной была творением его рук и поразился гениальности сотворившего их разума. Но в воспоминаниях Коракса были участки, намеренно оставленные пустынью, участки генетической цепочки самого императора, которые использовались при создании примархов. Очевидно, повелитель человечества не настолько сильно доверял Кораксу. В голове кружились и другие воспоминания. Демонтаж лаборатории после странного варп-феномена, который разбросал инкубаторы по всей галактике. Коракс увидел, как ее собирают в другом месте, подальше от алчных глаз. И теперь он знал, где это место. Коракс понял, что его глаза закрыты, и распахнул их. Император смотрел на него, терпеливо ожидая, пока сын изучит его дар. «Ты передал мне секрет проекта примархов», пораженно прошептал Коракс. «Части, нужные для создания легионов». «Да», — ответил император. Он не улыбнулся. «Я должен возвращаться к паутине. Мое отсутствие не останется незамеченным. Это все, чем я могу помочь тебе». «Паутина?» «Своеобразный портал варп», — объяснил император. «Это мое великое начинание. Силы империума ведут за завесой реальности войну с противником, более смертоносным, чем легионы хаоса, с демонами». Коракс знал это слово, но не понимал, зачем император использовал его. «С демонами?» — переспросил Коракс. «Нематериальными существами из ночных кошмаров. Я думал, они всего лишь вымысел». «Нет, они есть на самом деле», — сказал император. «Их дом и родной мир — это варп. Иная реальность, по которой мы путешествуем. Предательство Хоруса куда глубже, чем ты можешь себе представить. Он заключил союз с силами варпа, так называемыми богами хаоса. Теперь демоны его союзники, и они пытаются проникнуть в императорский дворец. «Мои воины сдерживают их вторжение, иначе Теру захлестнет волна хаоса». «Я все еще не понимаю», — признался Коракс. «Тебе и не нужно», — ответил император. «Тебе следует знать только то, что у меня мало времени. Все мои силы уходят на то, чтобы окончательно победить этих потусторонних врагов. На тебя и твоих братьев, которые остались верны клятвам, ложится вся физическая защита Империума. Я показал тебе способ, воспользовавшись которым гвардия Ворона сможет восстать из пепла и вновь бороться во имя человечества». «Это невероятный дар», — произнес Коракс. «Но даже сейчас я не уверен, что именно ты хочешь от меня». «Я уже сообщил Малкадору о своем намерении. Он соберет помощников и сопровождающих, которые понадобятся тебе для изъятия генотеха», — сказал император. «Ты попросил меня помощи, но теперь должен помочь себе сам. Восстанови гвардию Ворона, уничтожь предателей, и пусть они знают, что моя воля превыше всего». «Я сделаю это», — поклялся Коракс, склонив голову и опустившись на колено. «Гвардия Ворона восстанет из бездны поражения и принесет тебе победу. Я вручаю тебе не только дар воспоминаний и технологии, но также возлагаю на тебя обязанность защитить его. Ты обретешь силу создавать армии, как когда-то я, а это уже причина ревностно охранять его. Более того, в генохранилище имеются средства, чтобы уничтожить созданное с его помощью. То, что я вживил в тела всех космических десантников, может быть разрушено. Их сила и решимость будут сведены на нет одним ударом. «Я понимаю», — ответил Коракс, «я буду защищать его ценой собственной жизни». «Нет, этого мало, Корвус», — настойчиво сказал император. И его слова прошли сквозь Коракса Волной Энергии. «Поклянись, что если враги узнают о его существовании, ты уничтожишь и его, и все, что было им создано. Произойдет катастрофа, если генотехом завладеет Хорус. С подобной силой он будет способен на разрушение, каких ты и представить не можешь. Он создаст воинство, против которого защита Рогала Дорна не сможет устоять. Поклянись мне в этом». «Клянусь, как твой сын и слуга», — сказал Коракс, дрожа от властного голоса императора. «Даже если это будет означать уничтожение гвардии Ворона и всего, что ты хотел восстановить». Слова императора казались неумолимой бурей, давящей на разум Коракса, требовавшей от него подчинения. «Даже тогда император отвернулся и пошел обратно к золотому трону. Его опять поглотил свет, испепеляя кожу, а деяния вновь превратились в доспехи. Перед самым троном повелитель человечества остановился и оглянулся на Коракса. «Еще одно, сын мой», — медленно и спокойно произнес он. «Генотех защищен. Только я могу деактивировать защиту. Но мне нельзя покидать это место. Уверен, с обретенными знаниями ты сумеешь попасть внутрь». Коракс ничего не ответил, и аура золотого света вознесла императора на золотой трон. Повелитель человечества снова вырос в размерах. Тяжелые пластины скользнули на отведенные места, и тело, наконец, полностью исчезло под сияющей броней, которую Коракс столь много раз видел на полях сражений. Император закрыл глаза, и буря неудержимой силы окутала сидящую фигуру с пульсирующей энергией, от которой содрогнулся зал, а во все стороны полетели искры и волны психической энергии. Коракс пришел в себя, лежа на мраморном полу. Над ним склонились Дорн и Малкадор, все еще не до конца веря в то, что произошло. Воспоминания были на месте, вживленные в его мозг словно хранилище несметных сокровищ, которое только требовалось открыть. И примарх вцепился в них, как в доказательство воли императора. «Спасибо, отец!» – благодарно сказал Коракс. Он взглянул на Малкадора, который понимающий кивнул в ответ. «Ты получил сложное задание, Коракс!» – произнес Сигирид. «Следует незамедлительно начать подготовку». Зал подуровня был наполнен густыми облаками пара и клубами газа. От грохота тяжелой техники подвал содрогался каждые несколько секунд, заставляя дребезжать проложенные по стене трубы и дико раскачиваться световые сферы. Это явно было не лучшее место для укрытия и определенно одно из самых шумных, в которых когда-либо приходилось скрываться омигону. Но оно прекрасно подходило для его цели. Расположенные под кузнями района Велметалл города Набрика, крупнейшего на Киавари, четыре смежные комнаты, которые занимал примарх Альфа-Легиона, находились в центре старого промышленного комплекса. Откуда задолго до прихода императора технократы управляли миром. Теперь на домнах и мануфакториях красовались символы механику Марса. Но за тысячи лет до их появления Киавар был крупным центром оружейной промышленности и кораблестроения. Старые техногильдии, которые поделили между собой планетарные ресурсы, совместно правили Киаваром, выгодно торгуя с немногочисленными соседними системами, которые были в пределах досягаемости во времена Долгой Ночи. Когда Коракс возглавил восстание на добывающей колонии Ликей, крупнейшем спутнике Киавара, авторитету техногильдии был нанесен тяжелый удар. Но еще больше их оскорбил император, верности которому они поклялись при вхождении в империум. Зная техногильдии, что марсиане уничтожат их монополию на промышленные товары и создадут новое общество, они непременно бы воспротивились подобному. Тем не менее, Амегону было на руку, что они предпочли не вступать в бой. Многие из них были живы по сей день, благодаря аугментациям и замедляющим старения препаратам, большинство которых механикам запретили. Так что примарх в итоге получил готовое ядро недовольных. Он находился здесь менее ста дней, но уже наладил контакт с тремя смотрителями техногильдий. Амегон стремительно закрепил успех, заключив соглашение о сотрудничестве по освобождению Киавара. Когда Альфа-легион стал раскидывать сеть своих оперативников и агентов техногильдий, Амегон не сомневался, что потомки остальных пяти древних родов, которые скрывались в дыму и пламени, облученных пустошей, так же вскоре присоединятся к нему. Амегона интересовало освобождение Киавара из схватки императора исключительно настолько, насколько бы это усложнило жизнь его врагам и привело бы в конечном итоге к свержению Коракса. Киаварцы считали себя одними из лучших в области технических достижений, хотя на самом деле обладали средним потенциалом, а в объеме выпускаемой продукции не могли сравниться со многими другими мирами-кузнями-механикум. Но примарх лишь раздувал и без того завышенную самооценку техногильдийцев, обещаниями и завуалированными уверениями, склоняя их к мысли, что как только они сбросят игоимперской тирании, как же часто он в последнее время пользовался этой фразой, Киаварцы станут ровнее самому Марсу. Присев под обжигающей горячей трубой между сердечником генератора и колоссальным машинным валом, Амегон собрал на полу перед собой треногу и установил на нее небольшое размером с кулак устройство связи. Затем примарх по памяти ввел последовательность частотных шифров. Взлом протоколов безопасности сети наземных коммуникаций механикум отнял у него пять дней и начал передачу сигнала. Он направил сигнал через 15 разных подстанций, отбил несущую волну от двух станций на орбите, установил три тупиковые точки обратной трассировки, забавы ради сделав одну из них на освобождении и, наконец, ввел личный контрольный код. Работа приносила Амегону удовольствие. Его не волновало, сгинет ли Коракс вместе со своим легионом. Важным было лишь то, что обладание тиранским генотехам, который, по словам Кабала, вскоре обретет гвардия Ворона, сделает близнецов-примархов на шаг ближе к цели. Чтобы дать Хорусу наилучший шанс на успех, императора следовало лишить соратников. Своей гибелью гвардия Ворона сделает это возможным. Убедившись, что лишь самая дотошная проверка обнаружит его вторжение в непрерывный поток данных в новых владениях механикум, Амегон ввел частотный адрес и единонетри своего информатора в гильдии белого железа. Из коммуникатора раздался треск и шипение, а затем короткий звуковой сигнал приема подсказал примарху, что связь установлена. Он бросил взгляд на небольшой схематический датчик в передней части коммуникатора, проверив, не отслеживают ли передачу, после чего нажал кнопку приема. «Советник Эфрид, я ждал сеанса связи с вами раньше». Голос Нетри звучал приглушенно из-за многослойного сжатия и шифрования, через который, уплотняясь, проходила передача. «Надеюсь, все в порядке». «Все в порядке», — ответил Амегон. «Голос, который прозвучит на другом конце, модулированный и искаженный несколько раз, чтобы уничтожить любой намек на то, кому он может принадлежать, ничем не будет напоминать его настоящий. Мне пришлось подтвердить определенные приказы и соглашения. Конечно, Амегон ничем подобным не занимался, но он пока притворялся посредником, а не организатором заговора. «Мы готовы предоставить доклад революционному совету», — произнес Нетри. «Продолжайте», — улыбаясь, сказал Амегон. Он уже создал три отдельные ячейки для каждой из гильдий, поклявшихся ему в верности, и пока он выжидал, отправлял их на всевозможные несуществующие задания и операции по сбору информации, основываясь на разведданных, полученных от агентов Альфа-легиона в гвардии Ворона. Заговорщиков требовалось постоянно загружать работы и отвлекать. И кроме того, это была отличная возможность проверить их компетентность и способность конспирации, пока его оперативники справлялись. А власти Киавара даже не подозревали, что у них возникли проблемы. Из отсеков форсалики выкачали весь прометий. Мы пытаемся узнать почему. Халдрону Виаминиксу дали титул вице-регента аугментического общества. До согласия он громче всех выступал против Империума. А Мегон продолжал слушать ненужные сведения о Нетре. Пока кое-что не возбудило его интерес. «Пожалуйста, повтори последнее», — произнес он. «Производство Мануфакторума 38 перенесли в Мануфакторум 26 советник», — вновь сказал Нетре. «Принято», — произнес Амегон. После прибытия гвардии Ворона в Мануфакторуме 38 изготавливались энерговоды для силовых доспехов. То, что завод прекратил работу, не только интриговало, но и шло вразрез с ожиданиями Амегона. Он считал, что после резни производство комплектующих для доспехов лишь возрастет. Но, видимо, случилось иначе. Последние 18 дней темп производства падал. «Есть идеи, почему это произошло», — уточнил Примарх. «Не уверен, советник. Мы зафиксировали увеличение входящих и исходящих астротелепатических сообщений в кортексном шпиле. А еще до меня дошли слухи о появлении нового типа доспехов». «Понятно», — ответил Амегон. И вновь проверил монитор пассивных помех. Судя по всему, пока их передачу не засекли, Примарх не хотел выслушивать остальную часть доклада. Поэтому спросил о последнем, что считал важным. «Какие новости о гвардии Ворона? О Кораксе ничего не слышно?» «Новостей об узурпаторе пока нет», — сказал Нетри. «В текущих докладах указывается все те же корабли и персонал, О которых вам уже сообщили. Мы пока не слышали, когда он возвращается И собирается ли возвращаться вообще?» «Отлично! Пожалуйста, распространите доклад стандартным информационным пакетом. Конец передачи! С этими словами Амегон разорвал соединение И принялся разбирать нагромождение контуров И контролирующих устройств, Смонтированные им ранее. Одновременно он с помощью передатчика легиона Связался с Версоном. Тот принял сигнал через пару мгновений. «Нам нужен оперативник в мануфакторе 38», — Примарх, — приказал Примарх. «Принято», — ответил Версон. «После захода Луны кого-нибудь выделю». Все было и так понятно. Коммуникатор зажужжал, а после затих. Прежде чем подняться, Амегон отсоединил устройство И положил его в сумку, которую затем прикрепил к поясу. Облаченный в красную мантию, Акалита Механикум, Примарх скрыл лицо с серебряно-перламутровой маской, После чего накинул на голову Отороченный золотой нитью капюшон, Население среди которого встречались Выращенные в баках рабы, Полумеханические сервиторы И аугметически усовершенствованные. Размеры Амегона нисколько бы не смутили. Но несмотря на это, Даже когда ему требовалось идти открыто, Он предпочитал выходить Во время перерывов между сменами И двигаться по участкам с наименьшим движением. Всегда стоило перестраховаться. Настало время покинуть это неуютное укрытие И направиться к следующей безопасной зоне. Больше двух дней оставаться на одном месте не следовало. Он уже знал, куда отправиться дальше. Глава седьмая Слуга Терры К горе Не стрелять Марк Валерий моргнул. Его мысль затмила Видение золотого пейзажа И эхо резонирующего голоса, Произносившего слова, Значения которых он не мог понять. Виски ощутимо сдавливало, А глаза по какой-то необъяснимой причине болели. Голос в голове префектора изменился, Стал более приземленным и настойчивым, Совсем близким. С вами все в порядке, префектор? Еще раз моргнув, Валерий сосредоточился В настоящем перед ним человеке. Пилон. Последний проблеск золотых глаз Постепенно исчезал из памяти. На их месте возникало Простое лицо денщика. Да, я в порядке, Сказал Марк, Потирая лоб костяшками пальцев. Префектор обернулся И посмотрел сквозь пластистекло Метровой толщины. На пристыкованный Возле обзорной галереи корабль. С каждой секунды Его странная греза Казалась все более нереальной. На миг Марк испытал гордость, Разглядывая слугу Терры-3, Освещенный навигационными огнями дока На фоне скрытой в тени планеты. Корабль передали под его командование. И хотя это был Обычный курьерский катер, Размерами даже меньше эсминца, На него сумели установить Способные навар перемещения двигателя. Запрос префектора, Утвержденный самим Кораксом, Передали по официальным каналам станции И вскоре подыскали Переоборудованный катер, Который мог доставить его Обратно на Террион. Шаттл прибудет, Через пять минут префектор, Произнес пилон. Обернувшись, Валерий увидел, Что за денщиком следовала Моторизованная тележка, Которой управлял, Лишенный ног сервитов. На тележке были уложены Несколько саквояжей и чемоданов. «Это все мое?» Спросил Валерий, Удивившись количеству поклажек. «У нас же катер, А не грузоперевозчик». «Здесь по большей части припасы, Которые я достал на станции, Префектор», Признался пилон. Тележка с визгом Замерла рядом с Валерием. Я говорил с одним из членов команды На медианской звезды, Которая прибыла этим утром. «Варп штормы бушует до сих пор. Я думал, что лучше Приготовиться к долгому путешествию. Даже без штормов Путь к Ториону занял бы Не менее сорока дней». «Хорошо», Сказал Марк, Хотя, судя по тяжелому вздоху Префектора, Он явно так не считал. «В чем дело, Префектор?» Пилон бросил взгляд на багаж. «Я что-то забыл?» «Вовсе нет, Пилон. Твое внимание к деталям, Как всегда, безукоризненно». Валерий окинул взглядом галерею И убедился, что они остались одни. Он чувствовал себя крайне разочарованным. Визит на Теру оказался кратким И небогатым на события. Все его время ушло На заполнение бумаг, Касающихся потери полка. Признаюсь, у меня смешанные чувства Относительно нашего полета на Терион. «Мой полк уничтожен, А мне приходится возвращаться с позором». «Вовсе нет, Префектор», Ответил Пилон. Покопавшись в сумках, Он извлек небольшую серебряную флягу и чашу. Плеснул немного темно-красного напитка, Протянул чашу Валерию. «Если бы не вы, Гвардия Ворона была бы уничтожена». «Но об этом никто не узнает, По крайней мере о моей роли», Прошептал Валерий. Бран был прав. «К снам, благодаря которым мы спасли Легион, Будут относиться с подозрением». «Тогда вам следует, С достойной уважения и смиренностью, Хоронить эту тайну, Префектор», Сказал Пилон. «Ведь вы отправились на Истван не ради славы». «Меня лишат Префектуры, Пилон», Сказал Валерий, Еще раз печально вздохнув. «И я не стану их винить, Я показал свою некомпетентность». «Опять же, Я считаю, Что вы слишком строго себя судите, Префектов, Потеря вашего полка была ужасной, Но необходимой. Если бы командор Бран не настоял, Чтобы вы остались на Мстителе, То уверен, Вы лично возглавили бы тот отвлекающий удар. Пожертвовать жизнью, Когда ее нужно сохранить, Это похвально, Но неверно. Вы поступили достойно, Приняв столь непростое решение». Это так, У Валерия чуть отлегло от сердца, После заверения слуги, Хотя сомнения до конца его не оставили. Рассматривая собственное отражение в окне, Он заметил мерцание двигателей шаттла, Вылетевшего из корпуса его нового корабля. Он обернулся к Пилону. «Ты настоящий философ, Пилон. Где ты этому научился?» «Жизнь на палубах военных кораблей, Префектов», Сказал Денщик, Хитро улыбнувшись. «На них можно встретить уйму людей, Которые научат политике и торговле. Хотя я не питаю надежды Вскоре стать имперским губернатором. Где нас заберет шаттл?» «Четырнадцатый отсек, Префектов», Ответил Пилон. Он что-то сказал водителю-сервитору, И тележка развернулась. «Следуйте за мной!» Валерий бросил еще один взгляд на звездолет, Гадая, станет ли этот корабль последним из тех, Которыми ему довелось командовать. Он глубоко вздохнул, Поправил кроваво-красную перевязь на груди И пошел следом за слугой, Решительно настроившись произвести хорошее впечатление на новую команду. Это его назначение могло стать последним, Но оно вовсе не обязательно должно было оказаться плохим. В укромной долине, В нескольких километрах от горной твердыни, Где Корок встречался с Дорном и Малкадором, На основной площадке перед ангаром Их ожидали три орнитоптера и два грузовых лихтера. По металлическим корпусам колотил ливень. На черном асфальтовом круге Быстро появлялись маленькие озерца. Вдалеке пророкотал гром, Слившись с гулом двигателей и грохотом ботинок. Ветер трепал волосы Корокса И хлестал по лицу ледяным дождем. Но примарх не отступил перед стихией. Он вырос в тесных закоулках ликея И поэтому радовался открытому пространству. Неважно, было ли солнечно или снежно, Стояла ли ночь или день. Дышать непереработанным воздухом. Даже таким загрязненным, как на Терре, Примарх почитал за роскошь, О которой в детстве он мог лишь мечтать. Гвардейцы Ворона, Сопровождаемые длинными вереницами сервиторов С различным оружием и снаряжением для экспедиции, Быстро грузились в транспорты. Император не уточнил, Что именно защищала генотех. Поэтому Корокс готовился к любой неожиданности. Вместе с легионерами в черных доспехах Шли двадцать фигур в золоте. Легио Кустодис под командованием Арката. По словам Малкадора, Их представил гвардии Ворона сам император. Но Корокс подозревал, Что они прибыли следить за легионерами, А не помогать им. Примарх не мог не заметить косых взглядов, Которые бросали на Кустодиев гвардейцы Ворона. После того, как несколько дней провели в заключении, Корокса едва ли это заботило. Он был рад любой помощи. А если Кустодис окажутся помехой, Он мог потребовать у Малкадора Отозвать их из экспедиции. Хотя и не был уверен, Что тот его послушается. В поле зрения попало красное пятно. Нексен Орландиас. Он был облачен в одеяние механику. Вместе с ним двигалась свита На половину механизированных ординарцев и сервиторов С выхолощенными разумами. Малкадор заверил Корокса, Что генетор Майорис остался верным Терри И считал его лучшим экспертом в области генетики, Который мог помочь им. Примарх был не в силах Обработать всю информацию и воспоминания, Вживленные Императором. Они приходили к нему в кратких вспышках, В наполненных кошмарами фрагментах. И знания Нексена Пригодятся ему в расшифровке Таин Генотеха. Гидравлическое шипение, сопровождаемое воем доспехов, Заставило Корокса повернуться к дверям, Ведущим в диспетчерскую башню. На парапет вышел Дорн, Теперь полностью закованный в золотые с желтым доспехи, Украшенные обсидианом и малахитом. Его перчатки были инкрустированы рубинами и черными алмазами. Нахмуренный тяжелый лоб Дорна избороздили морщины. У тебя есть все необходимое? Спросил примарх имперских кулаков. Если чего-то и нет, то волноваться уже поздно, Ответил Корокс. Мы приспособимся. Дорн избегал встречаться взглядом с Короксом И смотрел вдаль, Где дождь барабанил по стальным решетчатым помостам И выложенной черной плиткой крыши орудийной башни. Я знаю, что император дал разрешение на это путешествие, Но не могу отпустить тебя, не спросив в последний раз, Произнес он. Ты не приведешь свой легион на Терру. Я уже все решил, Ответил Корокс. Император показал мне способ вернуть гвардию Ворона обратно в строй. Способ, который будет лучшим для всех нас. Не знаю, чего ты добиваешься, И в отличие от тебя, Я предпочитаю не задавать лишних вопросов, Сказал Дорн. Уверен, император знает, что делает. Это говорит о том, что ты не до конца в меня веришь. Если этого пожелал император, тогда я согласен. Я не сомневаюсь в тебе, брат. Мы всегда должны считать решения императора неоспоримыми. В противном случае у нас появятся вопросы. А не являемся ли мы порождением Мечиславия? Он повелитель человечества, И он поведет нас к просвещению. Он сделал нас теми, кто мы есть, Но я не в силах постичь его замысел, Признал Корокс. Думаешь, мы проиграли? Мы завоевали галактику во имя его, брат. Мы привели человечество к свету из мрака долгой ночи. Он создал нас исключительно для этой цели. Но император также создал Хоруса И сделал его воителем, Парировал Корокс, Стревоженный словами Дорна. Он впустил свои замыслы таких, Как ночной призрак. А что ему еще оставалось сделать? Спросил Дорн. Курц один из нас. Хотя он и жертва обстоятельств, Которых мы и представить себе не можем. Мне лучше других известно, На что он способен. Корокс мрачно кивнул. Курц и Ангрон были надломлены в самом начале. Ты знаешь, Какой крайней мере мог прибегнуть император? Он мог... Дорн протянул руку, Не дав ему закончить. У тебя тревожные мысли, брат. Складки на его лбу стали глубже От раздражения, Когда он оглянулся на шаттлы И стиснул кулаки. Император все еще желает, Чтобы человечество повелевало галактикой. И мы проследим, Чтобы так оно и было, Ответил Корокс. Он крепко сжал руку Дорна И заставил имперского кулака Посмотреть ему в глаза. Я не совершу ничего, Что угрожало бы империуму, брат. Мне просто нужно это сделать. Ты не видел, Как в течение нескольких минут Истребляют твой легион. Не слышал голоса сынов. Пойми, брат. Я пойду на все, Чтобы уничтожить Хоруса. Я мельком увидел то, Что император показал тебе. Причина войны не только в Хорусе. Во вселенной есть извечные силы, Жаждущие обрести власть над человечеством. Их ведет желание сделать людей Своими рабами и игрушками. Хорус всего лишь пешка. Его следует уничтожить, Но ценой этому не должно стать поражение В более масштабной войне. Здесь не может быть места жалости. У меня нет жалости к предателям, Отрезал Корокс. Нет, я предупреждаю тебя, А жалости к самому себе, Спокойно ответил Дорн. Направленная на себя или на других, Твоя жалость в конечном итоге Обернется против тебя И станет оружием в руках врага. Ты, примарк, Так пусть тебя не трогают потери И не снедает скорбь. Мы были рождены для славы, Но мы должны уметь стойко переносить утраты. Корокс молчал. Он видел, что Дорн искренне переживает, И кивнул, соглашаясь с мудростью брата. Что бы ты ни искал, Оно не стоит того, Чтобы отдать свою жизнь, Сказал имперский кулак. Это часом не забота, Слегка улыбнувшись, Спросил Корокс. Ты становишься сентиментальным, Рогал. Вовсе нет, Сердито ответил примарк. У меня и так почти не осталось союзников. Потеря еще одного, Мне совсем не с руки. Ты намереваешься покинуть Терру, Как только добудешь желаемое. Да, я должен вернуться на освобождение. До отбытия мы больше не увидимся. Тогда удачного путешествия И славного боя, Корвус, Сказал Дорн. Защищай императора, Рогал, Ответил Корокс. Они сжали друг другу запястье И расстались, Уважительно кивнув друг другу на прощание. Мелкий снег засыпал Продуваемый всеми ветрами скальный гребень. У Корокса, Направляемого лишь обрывочными воспоминаниями, Данными ему императором, Ушло несколько дней, Чтобы отыскать это место. Найти одну гору Среди множества Было непростой задачей, Которая усложнялась По прошествии десятилетий С тех пор, Как император был здесь В последний раз. В столь суровых условиях Провести разведку с воздуха Было невозможно. Поэтому гвардия Ворона Искала самостоятельно. Тяжелая задача Для закованных в доспехи воинов, Вынужденных пробиваться Через снежные наносы Метровой толщины, Скрывавшие ущелья И коварные утесы. Пока гвардейцы Ворона Разгружали снаряжение, Винты орнитоптеров Стали покрываться льдом. Выгрузкой руководил Агапита. В воздух поднимался пар Из решеток шлемов И ранцевых воздухоотводов Гвардейцев Ворона, Помогавших сервиторам Выносить поклажу, Чтобы шаттлы улетели отсюда прежде, Чем переохладятся двигатели. Альфарий делал то, Что было приказано, Быстро спускаясь по мостку Грузоперевозчика С ящиком болтерных снарядов. Он не чувствовал себя уязвленным, Выполняя работу, Которую обычно поручали Сервам и сервиторам. Но радовался вместе С приемными братьями тому, Что они, наконец, Достигли цели. Легионеры и полулюди-сервиторы Утрамбовали снег До состояния плотной ледяной корки. Но сапоги легионера Хорошо держались на скользкой поверхности. Поставив ящик на отведенное место, Альфарий шагнул в сторону. Под большим навесом, Защищавшим уступ от снега, Он заметил короксы. Казалось, примар просто смотрит на скалу. Цель задания им объяснили Лишь в общих чертах. Агапита просто сказал Гвардейцам ворона, Что они направляются На заброшенный склад За оружием для легиона. Услышав это, Альфарий задрожал от волнения. Очевидно, Это и была та причина, По которой его внедрили В гвардию ворона. Чтобы не хранилось на складе, Хорошо защищенном складе, Судя по количеству Выгруженного снаряжения, Оно представляло Немалую ценность Для Альфа-легиона. Амигон сможет Подтвердить его выводы, Только когда они Вернутся на освобождение. Но Альфарий не сомневался, Что его настоящее задание Начинается прямо сейчас. Не думаю, Что все так уж сложно. Раздался позади Альфария Голос Лукара, Отвлекая его От размышлений. Что? Спросил Альфарий, Неуверенный в том, Не пропустил ли он Начало разговора. Чтобы здесь не спрятали, Оно не может быть Таким уж важным, Объяснил Лукар. Почему? К ним у груды ящиков Присоединился сержант Дор. Дело достаточно важное, Чтобы остаться на Терре. Здесь нет ни башен, Ни оборонительных турелей. Вообще ничего, Что могло бы защищать склад, Продолжил Лукар. Будь здесь что-то стоящее, Это место охранялось бы Сильнее шпиля ворона. Поразмыслив, Альфарий пришел К неудовлетворительному выводу, Что Лукар мог быть прав. Внезапно он услышал Хрус снега, И, оглянувшись, Увидел подошедшего к ним Коракса. Очевидно, Тот обратил внимание На их разговор. Весьма примитивный подход К вопросу обороны. С недовольным видом Заметил примар. Ты забыл доктрины Гвардии Ворона. Лукар Недоуменно уставился На сержанта Дора. Действительно, Мощная оборона Никогда не выставляется На показ, Напомнил сержант, Постучав по шлему Лукара. Здесь нет ничего, Что говорило бы, Атакуй меня, Вроде Десятикилометровой куртины, Или сотни Орудийных башен, Пояснил Коракс, Окинув взглядом Голый утес. С другой стороны, Непримечательный Участок скалы Может стать Идеальным местом, Чтобы скрыть Мощное оружие. Извините, Сглупил, Ответил Лукар, Склонив голову Перед примархом. Я что-то Плохо соображаю. За линзами шлема Альфарий Подозрительно прищурился. Он до сих пор Не установил контакт С другими Альфа-легионерами. До поступления Инструкции От Омигона Он был не в праве Этого делать. Судя по ошибке Лукара, Тот думал Не как гвардеец Ворона. Альфарий Решил Не спускать глаз За своего брата По отделению, Чтобы понять, Стоит ли за него Беспокоиться. Если хотя бы Один агент Альфы Выдаст себя, Им всем придется Туго. Как мы попадем Внутрь? Спросил Альфарий, Чтобы перевести Разговор на другую Тему И отвлечь Внимание от Лукара. Коракс посмотрел На Альфа-легионера. Мы постучимся. Ответил Примарх С хитрой улыбкой. Когда закончилась Выгрузка, Коракс Объявил Начало операции. Легионеры Разбились на отделение, А воины Кустодис И агенты Механиком Стали несколькими Группами Рядом с Гвардией Ворона. Пусть мы Сейчас на Терре, Но наши жизни Подвергнутся Опасности, Заявил Примарх. Трофей, Который мы ищем Под этой горой, Защищают Древние оборонительные системы. Знаете, Что это задание Важно Не только для Будующего Нашего Легиона. Оно Позволит Отомстить Тем, Кто пытался Нас уничтожить. Этот день Навеки Сохранится В аналог Гвардии Ворона. Никто Не забудет Ту роль, Которую Вы здесь Сыграли. Прошлая История. Не важно, Что случилось Раньше. Вас должно Беспокоить Только то, Как мы будем Действовать С этого Момента. Будущее Находится За этой Стеной. Сказав это, Коракс Отвернулся И направился К отвесному Утесу. Одного Взгляда На каменную Стену Хватило, Чтобы в нем Пробудился Один из Осколков Воспоминаний, Вживленных Императором. Примарх Не шутил, Говоря, Что им Придется Постучать, Чтобы попасть Внутрь. Хранилище Было Закрыто Гармоничным Замком, Настроенным На звуковую Волну Чрезвычайно Узкой Чистоты. В скале Находились Участки, Соединенные С усилителями В структуре Горы. И Воспоминания Императора Открыли Кораксу Их Точное Расположение. Он Поднес Кулак К первому Участку И напомнил Себе Место И интервал Каждого Удара, Чтобы создать Правильный Гармонический Ключ. Он Стукнул Перчаткой По скале. Удары Разнеслись В пустоте За каменной Стеной, Но были Приглушены Снегом И Воем Ветра. Тук 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 Глухое Эхо Стихло И Коракс Задумался. Возможно Он Неверно Рассчитал Интервал Ударов Или Направил Их Не В Те Места. Но Его Сомнения Рассеялись, Когда Скрежет Шестеренок И Шипение Гидравлики Заставили Содрогнуться Весь Утес. Примарх Отступил Назад Перед Распахнувшимся Порталом. Две Каменные Створки Толщиной В Несколько Метров Без Ветел Снег В Пещере Зазвучал Стон Ветра. Ждите Моей Команды Приказал Коракс Перешагивая Порог. В Воспоминаниях Императора Ничего Не Говорилось О Защите Внутренних Ворот. Но Это Не Было Гарантией Безопасности. Он Ощутил Слабую Дрожь И Благодаря Переданным Императорам Знаниям Понял, Что Активация Дверей Вдохнула Жизнь В Древние Энергоустановки Находившиеся На Многокилометровой Глубине. В Колпаки Реакторов Хлынула Плазма. По Кабелям И Проводам Сквозь Скальную Толщу Побежал Ток. Вдоль Арочного Потолка Вспыхнули Красные Полосы, А мы В коридор Адским Заревом. Стены И Потолок Покрытые Метровыми Плитами С Выгравированными На них Незатейливыми Символами Молнии Вели Лишь В одном Направлении. Менее Чем В двухстах Метрах Похожая На Зал Комната Резко Обрывалась. Несколько Настенных Плит Были Заменены Позолоченными Порталами. Вдоль Коридора Через Каждые Десять Метров Возвышались Квадратные Колонны, Украшенные Геометрическим Орнаментом. Осмотрев Широкий Коридор, Корок Заметил, Что Плитки На Полу Были Не Просто Украшением. Примарх Распознал Схему, Написанное Сложным Числовым Кодом Сообщения, Хотя Он Не Был Уверен, Сумел Ли Создать Это Своими Силами Или Благодаря Воспоминаниям Императора. Плиты Содержали В себе Подсказку, Цитату На Древнем Таранском Языке. Возможно Она Предназначалась Исключительно Для Императора. Толик Отчиславия Повелителя Человечества. Хотя Послание Было Написано На Давно Мертвом Языке, Корок Сумел Его Прочитать. Вдали, Где Вечность Тарожит, Пустыня Тишину, Среди Песков Глубоких, Обломок Статуи Распавшийся Лежит. Из Полустертых Черт Сквозит Надменный Пламень. Желание Заставить Весь Те Страсти, Что Могли Столетия Пережить. И Сохранил Слова Обломок Из Воянья. Я Азимандия, Я Мощный Царь Царей. Взгляните На Мои Великие Деяния. Владыки Всех Ремен, Всех Стран И Всех Морей. Кругом Нет Ничего, Глубокое Молчание. Пустыня Мертвая, И Небеса Над ней. Как Примарх Не Старался, Занятиям Рифмы, Размера И Такта. Но Коракса Ничто Не Тянуло К Сложению Стихов. Всякая Поэзия Слишком Сильно Напоминала Ему Песни, Которые Пели Заключенные Колонии, Рубя Заступами И Лазерными Бурами Неподатливый Камень. Последние Три Строчки Встревожили Коракса. Император Словно Сомневался В том, Что Империум Простоит Дольше Великих Империй, Которые Не раз Появлялись За долгую Историю Человечества. Коракса Терзали Вопросы, Когда он Дал Экспедиции Сигнал Готовиться К входу В хранилище. Если Содержимое Этой Сокровищницы Было Таким Опасным, То Почему Император Решил Сохранить Его? Он Закрыл Проект Примархов После Того, Как Его Творения Были Похищены Существами Из Варпа, Называемыми Изначальным Хаосом. Император При первой Же Встрече Рассказал Ему Об этом. Мог ли Повелитель Человечества Знать, Что Когда-нибудь Его Технология Понадобится Вновь? Мог ли Он Действительно Предвидеть, Что Однажды Его Сыну Потребуются Эти Секреты? Руководствовался Ли Он Обычным Прагматизмом, Не Желая Уничтожать То, На что Потратил Столько Усилий? Или Это Было Лишь Продолжение Зала Побед? Скорее По духу, Нежели По Расположению? Тайный Музей, Свидетельствующий О Величайшем Достижении Императора? Вокруг Коракса Раздалось Эхо Шагов Гвардейцев Ворона И Кустодиев, Не Заметивших Скрытого Предупреждения. Затем Зал Наполнился Лязгом Сервиторов И Гулом Колесных Транспортеров Со Снаряжением, Окончательно Разрушившими Атмосферу Почтительной Тишины. По Отрывкам Воспоминаний Коракс Понял, Что Большая Часть Здания Располагалась Глубоко Под Толщей Горы. Двери Впереди Были Входами В Лифты, Которым Предстояло Доставить Их На Нижние Уровни. Примарх Не Припоминал Здесь Ловушек Или Охранные Сигнализации. Но На Всякий Случай Предупредил Экспедицию, Чтобы Держались На Чеку. Местами Воспоминания Императора Были Смутными. Поэтому Немного Предосторожности Было Бы Кстати. Отделения 7, 8 и 9. Прикрывайте Тыл, Сказал Коракс, Когда Последний Гвардеец Ворона Миновал Портал. Затем Он Приблизился К Отъехало В сторону Открыв Панель Управления. Коракс Последовательно Нажал Несколько Кнопок, Как ему Подсказали Чужие Воспоминания. И Внешние Двери Стали Закрываться. Транспортом На Взлет. Отслеживайте Защищенный Канал Связи Эпсилон 6 и Ждите Нашего Сигнала. Двери Закрылись С поразительно Мягким Стуком, Погрузив Гвардию Ворона В красное Сияние. Коракс Быстро Прошел В голову Колонны, Где Обнаружил Агапита И Агента Механикум Нексена Орландиаза, Которые О чем-то Спорили. Но Наша Первоочередная Задача Сохранять Все Найденные Технологии. Прерывистый Шепот Генетера Раздавался Из Механической Решетки Под левой Частью Челюсти. Из Его Рта Торчала Трубка, Которая Вела Через Плечо К Дыхательному Аппарату, Шипевшему И Жужжащему С точностью Метронома. Генетер Был Закутан В Мантию Густого Красного Цвета, Рукава И Подол Которой Окаемляли Золотые Узоры В Форме Зубцов Шестеренки. На Шее У Него Висела Увесистая Цепь Шестеренкой Руной Марса, Символ Который Повторялся На Нескольких Металлических Штифтах Над Правым Глазом Нексена. Кроме Искусственного Легкого, На нем Больше Не Было Внешних Признаков Механической Аугментации, Характерной Для его Собратьев Из Механикум. Но Кожа Генетера Странно Сверкала, Словно Была Из Серебра. Его Глаза Также Казались Необычными, Слишком Большими Для Лица, Генетер Магас Биологис, Коракс Решил, Что Оперативник Механикум Улучшил Себя Иными, Не столь Явными Способами. Жизнь Моих Воинов Важнее Любого Оборудования, Ответил Агапита. Мы Уже Потеряли Достаточно Легионеров, И я Не Позволю Им Погибнуть Без Веской Причины. Видимо Ты Не Понимаешь, Что Поставлено На Кон, Парировал Нексен. Но Оружие, Технология, Фрагмент Наших Былых Достижений Может Жить Вечно, Изменяя Жизнь Миллиардов Людей. Жизнь Всего Лишь Товар, Да? Прорычал Агапита. Он Вплотную Приблизился К Сухопарому Магасу, Заставив Нексена Ощутимо Задрожать. Я Помню Подобную Точку Зрения. Таким Была Киаварская Креда. Командор, В чем Проблема? Поспешно Вмешался Коракс. Агапита Заговорил, Не отрывая Тяжелого Взгляда От Генетера. По словам Получеловека, Нам нельзя Здесь Стрелять, Сказал Командор. Снаряды И взрывчатые Вещества Могут Нанести Непоправимый Ущерб Содержимому Хранилища, Добавил Агент Механикум, Посмотрев На Коракса Неестественными Глазами. Если Мы Уничтожим Искомое, То вся Операция Пойдет На Смарку. И Что Ты Знаешь О Нашей Цели? Спросил Коракс. Чему Может Навредить Стрельба? Сигелит Не Снабдил Меня Подробной Информацией, Сказал Нексен, Отодвинувшись От Нависающего Над Нем Агапита. Но Исходя Из Моей Специализации И Умений, Я Составил Собственную Гипотезу На Этот Отсчет. И К Какому Выводу Ты Пришел? Осведомился Коракс, Жестом Приказывая Агапита Отступить. Раз Я Генетар, Значит Мы Ищем Что-то Связанное С Генетикой. Не Хочу Гадать, Но Могу Предположить, Что Это Каким-то Образом Связано С Одним Из Трех Предыдущих Проектов Императора. Громовые Воины, Примархи И Адептус Генетех Средство Для Восстановления Легиона, Ответил Коракс. Переводя Взгляд С Легионера На Механику, Он С Явной Не Охотой Продолжил. Мы Астартес И Не Расстаемся С Оружием. По Возможности Мы Постараемся Спасти Содержимое Хранилище. Но Если Чья Либо Жизнь Окажется Под Угрозой, Мы Будем Действовать Без Колебаний. Если С Остальным Разобрались, То Огонь Без Моего Приказа Никому Не Открывать. Да, Лорд, Кивнул Агапита. Я Со Своей Свитой Подчиняюсь Вашему Решению, Согласился Нексин. Агапита, Если Нужно Что-то Обсудить, Говори Со Мной, Сказал Коракс Командору, А Затем Бросил Пристальный Взгляд На Генетера. Пойми, Я И Мои Воины Недолюбливаем Тех, Кто Готов Променять Жизнь И Свободу На Промышленную Мощь Или Техническое Совершенство. Твое Присутствие Здесь Не Обязательно, Магос. Я Хочу Лишь Участвовать И Помогать, Сказал Нексин. Пожалуйста, Поймите Так же И Вы, Что Мне Кое Что Известно О Вашем Легионе. Ваши Враги Не Состояли В Механикум. Поэтому Было Бы Не Целесообразно Объединять Технологии Вашей Родной Системы И Великое Созидание Марса. Тем Не Менее Признаю, Что Сейчас У Нас Одна Цель. И Я Приложу Все Усилия, Чтобы Мои Акалиты Не Вызвали Новый Конфликт. Не Зная, Можно Ли Эти Слова Считать За Извинения, Коракс Просто Отвернулся От Генетера И Посмотрел На Зал. Вдали В тусклом Красном Свете Были Видны Три Огромные Двери. Добравшись До Дальнего Конца Зала Экспедиция Обнаружила, Что Возле Каждой Двери Находилась Панель С Двумя Кнопками. Возможно Здесь Требуется Бинарный Код, Предположил Нексен, Рассматривая Центральную Дверь. Или Палец Сказал Агапита Ткнув Верхнюю Кнопку. Это Жилиф. Дверь Плавно Отъехала В потолок, Открыв За собой Клетку, В которой Могли Уместиться Тридцать Сорок Человек Или Десять Легионеров С полным Снаряжением. Будем Спускаться Отделениями, Решил Коракс. Агапита Организуешь Здесь Все, Я Спущусь Первым. Приказ Оказалось Выполнить Не так-то Гвардейцев Ворона В качестве Авангарда. Но Аркад Решительно Настоял, Чтобы В первой Партии Отправился Он Со Своими Воинами. Хотя Кустодий Не Распространялся Об истинных Намерениях. Агапита Щел, Что Тот Не Хочет Упускать Коракса Извиду. Нексин Также Настоял, Чтобы Его Включили В первую Партию. Но При Этом Не Хотел Расставаться С двумя Массивными Орудийными Сервиторами. В Конечном Итоге Решили, Что Коракс Спустится Первым Вместе С Кустодиями. А Нексин И Его Бронированные Сервиторы Будут Сопровождать Отделение Гвардии. Нескольким Легионерам Придется Смириться И Ехать На Спинах Сервиторов, Поскольку Для Всех В Лифте Не Хватило Б Места. Коракс Едва Обращал Внимание На Процесс Сборов, Уверенный, Что Агапита Справится Со Своими Обязанностями. Примарх Углубился В Воспоминания, Пытаясь Понять, Что Ждет Экспедицию Внизу. Как Коракс Не Старался, Он Не Мог Вспомнить Это Место. Точно Так же Он Ранее Не Вспомнил Главные Двери, Пока Воочию Не Увидел Их. Какие Дары Не Вручил Ему Император, Они Зависели От Окружающей Обстановки. Кораксу Стало Интересно, Сделал Ли Это Повелитель Человечества Намеренно, Или Это Был Побочный Эффект Процесса Психического Внедрения. Агапита Утопал В Красном Свечении, Пока Направлял Отделение В Правый Лиф. И Кораксу Пришло На Ритме Своющими По Всему Коридору Сиренами. Возле Башни Транзитной Шахты Собралась Группа Из 20 Заключенных Стандартных Спецовках И Тяжелых Ботинках. В Руках Они Сжимали Гаечные Ключи, Заступы, Молотки И Прочие Инструменты. Импровизированное Оружие, Которое На Протяжении Последних 30 Дней Аккуратно Выносилось После Рабочих Смен. Ты Уверен, Что Это Верная Дорога? Спросил Непенно. Его Испачканное Смазкой Лицо Скривилось От Страха. Светлые Волосы Слиплись От Машинного Масла. Бывший Инженер Сидя На Корточках Возился У Открытого Служебного Люка. Сумка С Самодельными Инструментами Лежала На Голом Ракритовом Полу Рядом С Ним. Если Мы Не Отключим Подъемники Стражи Окажутся Здесь Через Пару Минут. Путь Верный Заверил Его Корвус. План Всего Здания Крепко Хранился У Него В Памяти. Он Не Мог Объяснить Товарищам Как Ему Удалось Незамеченным Разведать Лабиринт Коридоров И Шах. Но Они Должны Были Доверять Ему. Диверсионный Бунт В Блока Стражников И Транзитного Узла В Двух Милях По Направлению К Шпилю. Вот Почему Я Выбрал Ангар Чтобы Отвлечь Их Внимание. Что Если Ты Ошибаешься? Вопрос Задал Один Из Самых Юных Заключенных. Мальчик По Имени Агапита. Интернированный В Третьем Поколении. Его Кожа Была Землистого Цвета. Как У Всех Кто Командиром Группы. Корвус Поставил Его Руководить. Оценив Его Хладнокровие И Изобретательность. Остальные Обернулись К Командиру. Стараясь Найти Успокоение В Его Словах. Все Знают План Действий. Стражники Эвакуируют Блокпост Из Башни. Мы Входим На Склады И Выносим Оружие. Туда И Обратно. Ничего Сверх Сложного. Топ От Они Пробыли Друзьями Всего Пару Месяцев. Но Из-за Стремительно Растущего Разума И Тела Он Вскоре Далеко Обогнал Девочку В Развитии. Тем Не Менее Она Все Равно Оставалась Преданной Корвусу. Находчивая И Быстроногая Эфрения Исполняла Обязанности Посыльного, Пользуясь Лазами И Вентиляционными Трубами, Чтобы Обходить Пикеты Стражей. Данра И Остальные Спрятались На Ремонтной Площадке, Как Ты И Сказал. Хорошо, Ответил Корвус, Взъерошив Девочке Волосы. Эфрения Улыбнулась, И Он Вздрогнул, В равной Степени От Радости И Отчаяния. От Радости, Потому Что Ему Предстояло Освободить Ее. От Отчаяния же, Так Как Эфрения При Эфрения Могла Погибнуть. Но О Подобном Нельзя Думать. Корвус Присел На Колени Возле Эфрения. На Верхней Наблюдательной Галереи Будут Стражники, Сказал Он Ей. Ты Знаешь Куда Идти? Конечно, Корвус, Ответила Она Таким Тоном, Словно Его Опека Казалась Ей Чрезмерной. Я Пройду По Кухонным Дымоходам, Когда После Объявления Тревоги Печи Она Кивнула И Исчезла В Коридоре. Быстрей, Быстрей, Пробормотал Стэнфорд, Седой Старожил, Которого Взяли На Операцию В Качестве Взломщика. Расслабься, Произнес Дорсис. Командир Группы Посмотрел На Корвуса, А затем На Бронзовый Хронометр. До Следующего Патруля Две Минуты. Корвус Кивнул, Соглашаясь. Его Биологические Часы Были Столь Же Точны, Как И Те, Которые Могли Собрать Или Украсть Заключенные. Они Ждали В Напряженном Молчании, Прислушиваясь К усиливающемуся Громыханию Подъемника. Наконец Лифт С глухим Грохотом Остановился. Непенно Принялся Укладывать Инструменты Обратно В Мягкую Кожаную Обертку, Запихивая Их Один За Другим Остальные Подняли Импровизированное Оружие, Приготовившись К бою. Подъемник Был Пуст. Хотел Бэ, Чтобы Ты Пошел С нами, Сказал Агапита, Пока Остальные Торопливо Запрыгивали В клетку. Юноша Вытянул Шею, Чтобы Посмотреть В лицо Командиру Заключенных Партизан, Который Теперь Стал На голову Выше Их, Причем Его Неестественно Быстрый Рост И не Думал Замедляться. Корвусу Уже Не подходила Ни одна Рабочая Форма. Поэтому Его Последователям Пришлось Шить Ему Одежду Из Краденных Одеял, Проволоки И Крашенных Простыней. Черно-серая Она Казалась Подходящей Для Лидера. И К тому же Была Явной Издевкой Над Крикливой Формой Коменданта. Одежда Пока Была Ему Впору. Но Корву Узнал, Что Спустя Пару Недель Она Разойдется По Швам Из-за Увеличивающейся Массы Тела. Слишком Велик Риск, Что Меня Заметят, Ответил Корвус, Похлопав Юношу По Руке. Если Стражники Увидят Меня, Нашу Тайну Раскроют. Лучше Я Пока Не Буду Высовываться. Я Знаю, Что Вы Отлично Справитесь Сами. Кивнув На Прощание Агапита Присоединился К остальным В подъемнике. Корвус С улыбкой Закрыл Дверь И Усмехнулся. Теперь Оставшись В одиночестве Он Был Как На Ладони. Из Шахты Донесся Глухой Лязг Цепей, Когда Лифт Стал Подниматься На Верхний Уровень. Корвус Едва Мог Сдержать Волнение. Восстание Только Началось, Но Уже Ширилось И Набирало Обороты. Корвус Занимался Разработкой Этого Этапа Целый Год, Скрытно Путешествуя По Всему Ликею. Он Разведал Количество Вражеских Сил, Изучил Каждую Ступеньку Комплекса, Где Содержалось Несколько Миллионов Узников. Корвус Также Создал Во всех Крыльях И В башне Связные Ячейки И Разработал Систему Тайников Для Передачи Во время Подстроенных Инцидентов. Драка Тут, Сидячий Протест Там. Пусть Это И Была Рискованная Затея, Но Он Скрытно Присутствовал На Инструктажах По Вопросам Безопасности И Слушал, Как Вице-коменданты Составляют Графики Патрулей И Проверок. И Благодаря Полученной Информации Определял Оптимальные Маршруты Для Контрабанды И Места Тайников, Которые Не Смогли Бы Обнаружить В Ходе Обла Это Задание Было Заключительным За Последние Несколько Дней Проверявшим На Практике Его Идеи Было Неразумно Действовать Слишком Поспешно Поэтому Каждое Незначительное Проникновение Или Нарушение Дисциплины Корвус Тщательно Выверял Во Времени Чтобы Не Вызвать Подозрений Если Враги Догадаются Что Заключенные Готовятся К Бунту То Все Пойдет Наперекосяк И Корвус Придется Начинать Сначала И Тем Не Менее Он С Последователями Встал На Путь Который Неизбежно Должен Был Привести К Открытому Восстанию Боеприпасов Которые Похитит Группа Не Хватятся Еще Десять Дней Утром Он Проверил Расписание Инспекции К Тому Времени Стражи Могут Связать Кражу С Отсутствием Оружия В Башне Четыре И Провести Масштабное Ужесточение Мер Безопасности Именно На Это Корвус И Рассчитывал Покидая Свои Блоки Они Становятся Уязвимыми Пусть У Стражников В Отличие От Заключенных Было Оружие Последние Значительно Превосходили Их Подчисленности Когда Начнется Революция Стражников Сметут За Пару Кровавых Дней Грохот Ботинок Заставил Корвуса Скрыться В тени Ближайшей Опорной Балки Мимо Него Прошли Двое Стражников Во главе С Капралом Их Взгляды Безучастно Скользнули По Корвусу Словно Его Здесь Не Было Они Уже Собирались Свернуть За угол Когда Капрал Вдруг Остановился Его Взгляд Упал На Служебную Панель Доступа Корвус Не Мог Взять В Толк Что Было Не Так Но По Какой То Причине Охранники Насторожились Именно Тогда Он Заметил То Что И Капрал Крошечные Пятна Масла На Побеленной Стене Корвус Незаметно Выбрался Из Укрытия Молча Приблизившись К Стражникам Сзади Он Согнул Пальцы Решая Кому Первому Сломать Шею Его Выбор Пал Настоящего Справа И По Центру Третьего Он Прикончит Ударом Локтя Это Будет Означать Приближение Открытых Действий Гибель Трех Стражников Не Останется Безнаказанной Корвус Обдумал Запасные Планы Пока Возвышался Позади Стражей Найдите Тех Кто Убирает Этот Сектор Приказал Капрал Ткнув Дубинкой На Масляное Пятно Пятидневный Наряд Да Капрал Ответил Один Из Стражей Корвус Замер На Пол Пути Его Руки Уже Находились У Самых Ше Жертв Которые Так И Не Заметили Его Присутствие Троица Двинулась Дальше И Корвус Медленно Выдохнул Скользнув Обратно В тень Все В порядке Все Идет По Плану Через Сорок Дней Ликей Станет Свободным Что Он Делает Лукар Как Обычно Почувствовал Себя Обязанным Задать Вопрос Которые Не Решались Произнести Вслух Остальные Бойцы Отделения По Приказу Дора Альфарий И Еще Трое Воинов Прикрывали Три Из Нескольких Десятков Разветвляющихся Коридоров Которые Вели Из Зала Возле Других Входов Альфарий Бросил Быстрый Взгляд Вправо Где Мимо Проходов Коридоры Задумчиво Склонив Голову Шел Коракс Кустодии Не Отставали От Примарха Пристально Следя За Каждым Его Шагом Контингент Механикум Суетился Над Одним Из Боевых Сервиторов У Которого Разорвалось Несколько Гидравлических Трубопроводов Под Весом Легионеров Которым Пришлось Сидеть На нем Во время Получасового Спуска Мы Застряли Сказал Канни Целясь Из Мультимелты В глубину Самого Крайнего Слева Прохода Как Пить Дать Не Может Быть Возразил Сержант Дор Он Ведь Должен Знать Путь Что То Не Так Произнес Альфарий Это Задание С самого Начала Было Сплошной Импровизацией Нам Даже Не Провели Инструктаж Согласен Сканни Сейчас Мы Застряли Мы Не Могли Застрять Продолжал Настаивать Дор Пока Мы Шли В Одном Направлении Сначала Большим Служебным Туннелем А Затем Спустились На Лифтах Марка Следи За Сектором Остальных Это Тоже Касается Марка Обернулся К проходу Барабормотав Извинения Под нос Он Не Знает Куда Ити Дальше Продолжил Дор Он Пытается Понять Что Ждет Впереди У Него Есть План После Слов Марка Все Умолкли Специалист По Тяжелому Вооружению Не Был Болтлив Но Его Редкие Реплики Всегда Попадали В Точку Примарк Знает Что Будет Опасно Ему Предстоит Принять Тяжелое Решение Да Именно Согласился Дор Он Взвешивает Разные Возможности Как Тогда В Феллхеде Ветераны Ликея Рассмеялись Альфарий Носил Личину Рожденного Нотери И Понимал Что Воспоминания О временах Восстания К нему Не Относятся Весело Тогда Было Усмехнулся Лукар Помните Как Кинью Люком В 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 Не Следовало Пихать Его Куда Не Надо Заметил Дор Его Смех Резко Оборвался Стоп Смотрите Примарх Готов Идти Рискуя Вызвать Гнев Сержанта Альфарий Все же Посмотрел На Коракса Примарх О чем То Беседовал Со Старшим Кустодием И Командором Агапита Указывая На Один Из Арочных Входов Отделение Построится Отдал Приказ Стопами Тисея Темный Союз Скрытая Защита Император Помнил Это место Как Лабиринт Слово Из Древней Тиранской Легенды Смысл Который Ускользал От Примарха Корак Знал Что Не Имеет Значения Какой Коридор Они Изначально Выберут Каждый Из Них Вел В Постоянно Меняющуюся Сеть Переходов И Мостов Которые Реагировали На Присутствие Незваных Гостей Уводя Их От Внутреннего Хранилища Здесь Также Находилось Множество Автоматизированных Систем Обороны Как Заранее Спланированных Огневых Мешках Так И В Расположенных Случайным Образом Это Была Хитроумная Структура Не Позволяющая Выработать Определенную Стратегию Потому Как Здесь Отсутствовала Всякая Логика Которую Корракс Смог бы Просчитать Примарк Знал Что Открытие И Закрытие Дверей Перемещение Подвижных Помостов И Вращение Громадных Поворотных Платформ Управлялось Таянием Ледника На Другой Стороне Горы Что Было Невероятно Сложно Предсказать Даже С помощью Его Сверхчеловеческого Разума Даже Если Б Он Располагал Силами Полноценного Легиона Можно Было Все Равно Примарха Расстроила Мысль Что Он Мог Застрять В Лабиринте Но Чем Дольше Он Размышлял Над Проблемой Тем Больше Пытался Убедить Себя Что Император Вживил Ему Какую То Подсказку Или Стратегему С Помощью Которой Удастся Перехитрить Изменчивость Лабиринта Если Это Не Так То Его Отправил Сюда Глупец А Это Было Невероятным Здесь Должен Быть Путь И Примарх Перебирал Все Воспоминания Какие Только Мог Извлечь Из Памяти Выискивая Малейший Намек Который Мог Бы Подсказать Верное Решение Лабиринт Был Активирован Сразу После Последнего Посещения Императора И Повелитель Человечества Больше Не Появлялся Здесь Его Знания Тут Окажутся Бесполезны Внезапно Коракса Осенило Император Наблюдал За Постройкой Лабиринта И Поэтому В его Конструкции Была Определенная Схема На Какой Бы Хитрости Не Основывалась Его Работа Лабиринт Не Простирался В Бесконечность И Количество Вероятных Конфигураций Определялось Тем Сколько Их Могло Сложиться В Каждый Момент Времени Постепенно В голове Примарха Сформировала Схема Прорытых Туннелей И Возведенных Мостов Он Узрел Огромные Двигатели В скале Которые Питали Лабиринт Энергией Силовые Кабели Соединяющие Эти двигатели С сенсором Под ледником Пневматикой И шестеренками Двигатели Приводили В действие Весь Механизм Как и в Случае С мозаикой На полу Где-то Здесь Крылась Некая Формула Единственное Уравнение Которое Могло Объяснить Невероятно Сложную Работу Лабиринта Даже Разум Коракса Не мог Охватить Подобное Уравнение Оно Было Слишком Громоздким Но Основываясь На том Что Примарх Помнил О механизме Действия Лабиринта Он Мог бы Начать Что-то Делать Когда Перед Его Мысленным Взором Стала Разворачиваться Работа Лабиринта Коракс Заметил Одну Уязвимость Можно Заставить Лабиринт Счесть Самого Себя Неразрешимой Задачей Вынудив Отвечать На Посторонние Действия Противоречивыми Способами Невозможными В физическом Плане Лабиринт Следовало Перехитрить Так Чтобы Он Дал Сбой И Остановился Мне Потребуются Три Разведывательные Группы Торопливо Сказал Он Аркату И Агапита Направляйтесь В 6 18 И 30 Коридоры Но Разумно Ли Разделять Наши Силы Лорд Спросил Агапита Вы Ведь Предупреждали Нас О Системах Защиты Нам Необходимо Разделить Их Командор Отделения Должны Быть В состоянии Повышенной Боевой Готовности На Ум Кораксу Пришли Другие Воспоминания Они Столкнутся С Мобильными Охранными Устройствами И Статическими Орудийными Устройствами Это Лазерное Оружие И Пушки С Легкостью Пробивающие Доспехи Астартес Также Они Способны К Широкому Спектральному Анализу И И Имеют Тепловые И Вибрационные Датчики А еще Дальномеры И Строя Их На Короткое Время Могут Вывести Ослепляющие Гранаты И Плазменные Разряды Пусть Легионеры Ищут Сенсорные Панели Они Должны Быть Установлены На Самом Оружии Или На Стенах Не Забывайте Проверять Потолок И Пол Если Уничтожить Сенсоры Орудия Ослепнут Переспросил Аркад Лучше Будет Уничтожить И Сами Орудия Ответил Коракс В Защитной Системе Их Может Быть Гораздо Больше И Кроме Того Их Линии Обстрела Могут Пересекаться Предупредите Бойцов Что Боевая Обстановка Будет Постоянно Изменяться Территория На которой Они Окажутся Высоко Активна Используя Врата И мосты Воины Будут Перемещаться Между Частями Лабиринта Пересечение Границы В этих Местах Активирует Трансформацию Всей Структуры Также Следует Быть Готовым К изменениям В окружающей Среде И Гравитации Изменение Гравитации Спросил Аркад Куда Мы Попали Некоторые Коридоры Могут Переворачиваться Здесь Также Есть Комнаты С Гравитацией Противоположной Обычной Силе Тяжести Продолжил Коракс Остерегайтесь Также Температурных И Атмосферных Изменений Структура Очень Опасна Но Здесь Нет Ничего С Чем Наши Воины Не Смогли Б Справиться Это Похоже На Кошмар Сказал Агапита Как Здесь Пройдут Наши Войска А Что Насчет Тех Кого Придется Оставить Позади Я Знаю Как Структура Будет Реагировать И Буду Направлять Каждое Ваше Действие Обо Всех Перемещениях И Контактах Докладывать Непосредственно Мне По Командному Каналу Мои Приказы Следует Исполнять Без Промедления Аркад Ты Должен Пойти На Острие У Меня Приказ Не Оставлять Вас Одного Ответ Кустодий Я Должен Оставаться Здесь Чтобы Координировать Операцию Объяснил Коракс Воинов Золотых Доспехах Мне Нужна Твоя Группа Одних Гвардейцев Ворона Недостаточно Чтобы Пройти Лабиринт Я Нуждаюсь В Твоих Воинах Кустодий В Их Полном Подчинении Мои Приказы Недвусмысленны Возразил Аркад Покачав Головой Кто знает Что может Случиться С нами В этой Структуре Ты Должен Довериться Мне Аркад Произнес Коракс Легио Кустодис Не может Позволить Себе Такой Роскоши Как Доверие Услышал Он В ответ Примарх Принялся Спешно Искать Альтернативу И его Взгляд Упал На Киборгов Механику Но Коракс Сразу Исключил Сервиторы Слишком Медленно Реагирующие На Приказы Скорее Станут Помехой Чем Преимуществом Коракс Вновь Обернулся Каркату Я Прошу Твоей Помощи Кустодии Сказал Примар Пусть Тебе Приказали Следить За мной Но Твой Долг Защищать Императора С Помощью Секретов Хранимых В лабиринте Я Смогу Воссоздать Легион Гвардии То ты должен Мне помочь Аркад Какое-то Время Молчал Шлем Скрывал От Примарха Выражение Лица Кустодия И ход Его Мысли Вам Потребуются Все Мои Люди Наконец Спросил Он Желательно Сказал Коракс Быстро Посчитав Что-то В уме Но Может Хватит И Пятнадцати Прежде Чем Ответить Аркад Вновь Все Обдумал Хорошо Согласился Он В этот Лабиринт Мы Пойдем Все Что От Нас Требуется Спасибо Аркад Настройтесь На Частоты Гвардии Ворона Командор Агапита Предоставит Подробную Информацию Пожалуйста Раздели Своих Кустодиев Поровну Между Всеми Группами Агапита Ты Возглавишь Первую Группу Аркад Тебе Я Поручаю Командовать Второй Старший Сержант У нас Нестил Верно Да Лорд Нестил Старший Ответил Агапита Тогда Он Возьмет Третью Группу Продвигайтесь Боевыми Отделениями По Пять Человек На Расстоянии В Десять Метров Между Каждыми Двумя И С Интервалом В Двадцать Метров Между Отделениями Все Ясно Да Лорд Сказал Агапита Я Начну Инструктаж Работа Кажется Слишком Опасной Ради Сомнительной Награды Произнес Затем ему понадобилось минуту времени, чтобы оценить дальнейшие действия. Когда гвардия Ворона войдет в лабиринт, Коракс и его воины уже не смогут повернуть назад. Активируются смертельные ловушки и системы защиты, отрезав все пути к отступлению. Им придется либо добраться до хранилища, либо погибнуть. Командир гвардии Ворона не сомневался, что генотех является ключом к сопротивлению Хорусу, и неважно, какие жертвы следует принести, чтобы добыть его. Стоит, к устодии, заверил Коракс Арката. Император не приложил бы столько усилий, чтобы защитить нечто, не имеющее ценности. Генотех содержит секреты нашего создания, благодаря которым войска Императора умножатся стократно. Когда гвардия Ворона нанесет удар по Хорусу, ты поймешь, что сделал правильный выбор. Если мы выживем, заметил Аркат. «Это уже зависит от твоей дисциплинированности и скорости реакции», – ответил Коракс. «Не сомневаюсь, у Кустодис они на должном уровне». Кивнув, Аркат вернулся к своим людям. По огромному залу загрохотали сапоги, когда гвардейцы Ворона заняли указанные позиции. Коракс не слушал переговоры по Оксу. Он закрыл глаза, представив лабиринт. После завершения строительства сюда не ступала нога человека, поэтому примарх знал его изначальную планировку по схемам, которые вживил ему император. Повелитель человечества спроектировал структуру, чтобы перехитрить любого противника, но передал Кораксу достаточно знаний, тем самым предоставив ему преимущество. Теперь только от примарха зависело принятие правильных решений. Еще на Ликее старик Геп научил Кораксу взламывать замки, но сейчас ему предстояло вскрыть сложнейший замок во всем Империуме, который создал сам Император. Он сделал глубокий вдох, сосредоточившись на первых 15 метрах лабиринта. Потому как воины преодолеют это расстояние, он поймет, можно ли взломать структуру, если же нет. Коракс выругал себя за минутное сомнение. Поражения не будет. Он не мог допустить его. Примарх не сказал о Гапита, но в расчетах он допускал 10% потек. Если все так и случится, то он не может позволить, чтобы Кустодис и гвардейцы Ворона, которым предстоит отдать свои жизни в лабиринте, умерли напрасно. Он выдохнул. Пора было начинать. Сквозь растрескавшиеся плитки крыши проникал гул воздушных барж, непрерывным потоком несущихся по грязному небу Киавара. Из-за постоянного дребезжания то и дело сыпалась пыль, блестящая в солнечном свете, который пробивался сквозь щели между плохо подогнанными настенными плитами. В рабочей лачуге царила тьма, за исключением этих лучиков, создававших тусклое пятно света в центре комнаты и высвечивавших машины и инструменты вдоль стен. В воздухе стоял густой запах ржавчины. С небольшого кульверта под сломанной раковиной в стене напротив двери капала вода. Амигон услышал шаги по металлическому помосту. Скрытые тенями он оставался неподвижным, продолжая сжимать болты. Дверь со скрипом отворилась, и на свету закружились хлопья окисленного железа. Снаружи дверь освещал стробирующий фонарь, свет которого мерцал в красном тумане, загрязненного ржавчиной воздуха. В проеме возник силуэт в свободном мундире и мешковатых штанах. Пришедший бросил опасливый взгляд через плечо, прежде чем переступить порог и затворить за собой дверь. Скрыв навигационные огни, пролетавшие мимо воздушной боржи. Советник Эфрид позвал человек, вступив в тонкий лучик света. Его зрачки были расширены в безуспешной попытке проникнуть сквозь покров сумрака. Атамигона не укрылось, что пришедший носил одежду хорошего покроя. В стиле, предпочитавшемся членами гильдий до прихода механикум. Фигура мужчины была скрыта под слоями расшитых узорами одеяний. Но по изможденному лицу и рукам, увитым выступающими венами, Амегон понял, что тот едва держится на ногах. Его кожа сморщилась от десятилетий антиагапики. Голос его оказался столь же тонким, как и тело. Это Арманты Локи. «Я вижу, кто ты», — произнес Амегон. В горле примарха завибрировал модулятор, прибавив голосу две октавы. «Добро пожаловать!» «Я не вижу тебя», — заявил Элоки. «Так пока будет лучше», — ответил Амегон. «Слева кресло, располагайся». Так встречаться довольно рискованно. Взгляд Элоки нервно метался, не в силах обнаружить Амегона. Он не садился. «За тобой никто не следил», — уверил его примар. «Ты вернешься обратно в гильдию так же, как попал сюда, не возбуждая подозрений. И все же это ничем не оправданный риск». «Пожалуйста, присаживайся, мастер гильдии», — сказал Амегон. «Нам придется немного подождать». «Подождать?» В голос Элоки вкралась паника. Амегон улыбнулся во мраке. «Хорошо, что мастер гильдии со своими союзниками ничего не принимали на веру. По правде говоря, у них не было причины для подозрений». Механикум не догадывались о готовящемся заговоре. Но Амегону, предпочитавшему постоянную секретность, требовалось, чтобы его пешки всегда оставались бдительными. К тому же нервозность ослабляла их позиции в ходе переговоров. «Садись!» Амегон не рявкнул и не прорычал это слово, но лишь добавил Толику той властности, благодаря которой его воины бесстрашно шли в бой, а оперативники отправлялись на самоубийственные задания. Элоки нерешительно сел в шаткое кресло, обивку которого протерли поколения рабочих, приползавших в эту нору, чтобы насладиться недолгим отдыхом после работы на верфях внизу. Им не пользовались уже многие годы, с тех пор, как пришли Механикум. «Последнее время твои дела идут неважно», — раздался из мрака тихий, сочувственный голос Амегона. «Некогда твоя гильдия властвовала над Киаваром, а теперь ты превратился в служку-механикум. На тебя, мастер гильдии, трудился целый континент, а населенные луны в поте лица добывали руду и минералы для гильдийских мастерских. Ты был могущественным и купался в роскоши. Скучаешь ли ты по тем временам, мастер гильдии?» «Конечно», — ответил старик. «Псы с Марса своей глупой иерархией и культами порушили все, что можно было. Мы теперь уже не способны поставить штамп или закрутить болт, чтобы они при этом не следили за нами своими искусственными глазами и не вели подсчеты в механических мозгах. Объедки со стола — вот чем нам приходится довольствоваться. Им не хватает храбрости разделаться с нами окончательно, поэтому они раздоряют гильдии, выжимают их досуха, чтобы в конечном итоге мы сами распались, оставив им все богатства Киавара. «И ты хочешь получить власть обратно?» — поднажал Амегон. «Это понятно. Зачем тебе быть рабом далекого безразличного императора и магасов Марса, когда твои залы наполовину опустили? На столы нечего поставить, а сокровища разграблены». «Вот именно», — сказал Элоки. «Так я и думаю, советник. Нас запугали, сломили угрозой уничтожения. Но механикум совершил ошибку, оставив нас в живых. Мы отберем Киавар обратно. Этот мир строили сто поколений, и если потребуется еще сто, чтобы отвоевать его, то мы согласны на это». «Так долго вам ждать не придется», — произнес Амегон. «Не пройдет и года, как гильдии вновь будут контролировать Киавар. У вас есть могущественный союзник, которого я здесь представляю. Вас готов поддержать сам воитель, Хорус Луперкаль, спаситель Империума». «Хорус?» — благоговейно выдохнул мастер гильдии. Но затем в его голос опять закралось подозрение. «А почему это Хоруса вдруг заинтересовал какой-то Киавар?» «Вскоре ты услышишь немало пугающих историй о воителе», — сказал Амегон, проигнорировав вопрос. «Эту ложь будут распространять агенты Императора, чтобы сеять раздор между теми, кто сомневается в законности правления Терры. Но ты должен увидеть истину и остаться верным своим идеалам. Хорус собирает всех, кто страдает под гнетом Императора, дабы вместе сражаться во имя справедливости. У сотен миров по всей галактике отобрали свободу, лишили самостоятельности, вследствие неверно истолкованного ими согласия. Хорус вернет вам свободу, но взамен он ожидает не просто поддержки от Киавара». «Погоди, это звучит куда опаснее, чем раньше», — поднимаясь, сказал Элоки. «Не думаю, что мне нравится то, к чему ты клонишь. Почему ты упомянул о заинтересованности Хоруса? Неужели его волнует судьба Киавара?» «Послабься, Арман!» «Как можно спокойнее», — произнес Амигон. «Мы — союзники, но нельзя забывать об осторожности. Император и Механикум пойдут на все, чтобы удержать власть. Ты ведь понимаешь, что я должен убедиться в искренности твоего стремления к свободе. Сбросить оковы Механикум непросто. Ты должен отдавать себе отчет, что вам не избежать встречи с воинами Гвардии Ворона». «Нам не победить в войне против Адептуса Стартес», — сказал Элоки. «Ты ничего не говорил об открытом выступлении, советник. Думаешь, мы глупцы? Наша цель — захватить власть постепенно, а не силой вырвать ее у тех, кто отрицает наше право на самостоятельное правление. Мне совсем не нравится, к чему ты нас подводишь». «Я ни в коей мере не собирался обманывать вас», — солгал Амигон, в глубине души получая удовольствие от манипулирования этим безвольным, амбициозным человечешкой. Те же слова он говорил другим мастерам Гильдий, заставляя каждого из них чувствовать себя незаменимым, лелея их драгоценное эго. «Я раскрыл тебе эти сведения только потому, что доверяю тебе. Ты достаточно надежен, и я знаю, что ты сохранишь их втайне, даже ценой собственной жизни. Гвардия Ворона не будет представлять угрозы для истинных правителей Киавара. Скажу тебе, что недавно они понесли значительные потери. Уверен, ты и сам вскоре услышишь об этом из других источников. Здесь он не лгал. Вести о действиях Хоруса распространялись по всей галактике, и вскоре на Киаваре узнают, что половина легионов Астартес отвернулась от Императора. Лучше будет, если версию Хоруса услышат первый, тем самым поставив под сомнение правдивость всех дальнейших слухов и пропаганды. Часть их договора с воителем состояла в том, что Альфа-легион займется дезинформацией, набирая при этом для Хоруса новых сторонников. Альфари и Амигон лучше всех подходили для подобных заданий, во множестве других миров оперативники и воины Альфа-легиона уже начали сеять раздор между последователями Императора и внушать мысли о восстании тем, кому Астартес принудительно навязали согласие. «Я слышал, что на освобождении почти никого не осталось. Планету охраняет лишь несколько кораблей», – произнес мастер гильдии. «Они попытались убить воителя, и теперь их легион почти уничтожен. С твоей помощью мы довершим начатое и возвратим правление Киавара тем, кто этого заслуживает». «Не понимаю», – сказал Элокер. «Гвардия Ворона напала на сынов Хоруса». «Именно. Император, позавидовав могуществу и популярности Хоруса, решил лишить воителя данных некогда полномочий и послал несколько легионов, чтобы заставить его сдаться. Но у Хоруса оказалось достаточно друзей, и вместе они уничтожили Лакеев Императора. Гвардии Ворона удалось спастись лишь чудом, но их осталось совсем мало. Теперь пришло время нанести последний удар, если, конечно, ты поддерживаешь Хоруса в его борьбе за свободу». Амигон умолчал о дальнейших перспективах. Но услышал, как сердцебиение Элоки участилось, когда тот мысленно заполнил оставленные примархом пробелы. Туманный намек на расплату стоил для слабого человека десятка открытых угроз. Мастер Гильдии мог представить себе наказание, куда ужаснее всего, что смог бы придумать Амигон. «Воитель будет уважать права Гильдии. Он позволит нам восстановить старые порядки». Амигон явственно почувствовал в голосе Элоки расчет, жадность и жажду власти. Примарх отлично знал, что хотел услышать Мастер Гильдии, но тот был слишком напуган, чтобы прямо спросить об этом. «Власть освобождения свергнут, а колония Ликей отойдет обратно Гильдиям», – заверил Амигон. «Хорус дарует вам полную автономию от Теры и Марса. Он даже не потребует вашей верности, только дружбы. Он лично спрашивал о тебе, Мастер Гильдии. Обо мне? Воитель знает про меня?» Амигон услышал слабый скрип за стенами Хибары, почти заглушенный грохотом проезжавшей мимо грузовой машины. «Сейчас появится еще один гость», – предупредил он Элоки. Мастер Гильдии ощутимо нервничал, не зная, стоило ли ему беспокоиться. «Не тревожься!» Через пару секунд открылась дверь. На пороге появилась фигура, закутанная в черно-красную мантию. В глубине капюшона блестела золотая маска. Из лицевой пластины торчали кабели и трубки, ведущие к узорчатой медной машине на грудиного прибывшего. «Кто это?» – прошипел Элоки, попятившись от гостя. Амигон бесшумно отступил в другой угол, чтобы мастер Гильдии случайно не натолкнулся на него. «Ты предал нас!» «Я же сказал, не беспокойся», – произнес Амигон. «Не суди о нем по внешнему виду». «Меня зовут Магос Унитракс, мастер Гильдии», – зазвенел голос из-под маски. «Я здесь, дабы помочь вам сбросить тиранию Марса». «Ты? Ты же один из них, механикум!» «И да и нет», – спокойно ответил Унитракс. «Я из Ордена Дракона и подчиняюсь не Терри, а иной власти. С помощью моих единомышленников гильдии восстановят контроль над Киаваром». Страх словно парализовал Элоки. Он не мог выдавить из себя ни слова. «Унитракс проследит, чтобы структура механикум была разрушена изнутри», – медленно пояснил Амигон, – «чтобы мастер гильдии понял его». «Когда среди Магосов произойдет раскол, гильдии смогут сбросить захватчиков. Ты нуждаешься в его помощи, Арман. Поверь, тебе нужна его помощь». «А что, если я не захочу заключать союз с этим существом?» – пролепетал Элоки. «Может, довольна уже этой конспирацией?» «Слишком поздно», – сказал Унитракс. «Механизм пришел в действие. Ты либо обретешь власть, либо будешь сокрушен вызванными нами силами. Гильдии вновь получат контроль над Киаваром или Кеем. Захочешь ли ты стать одним из таких мастеров гильдии, для наших планов не имеет значения». Осознав, что у него нет другого выхода, Элоки решительно кивнул, стараясь придать движению побольше бравады. «Что ж, похоже, я не ошибся, доверившись тебе советник», – сказал он. «Я так и знал, что дело здесь не просто в альянсе гильдий. Воитель может рассчитывать на мою поддержку». «Отлично! Я рад, что мы пришли к взаимопониманию, Арман», – произнес Амигон, едва не расхохотавшись при виде пустого высокомерия человека. Он представил себе, с какой скоростью растут амбиции мастера гильдии, как он видит себя на аудиенции с Хорусом, возможно, как представляет себя властителем десятка миров. Но для Амигона подобные стремления казались жалкими. «С твоей стороны будет разумным покинуть нас сейчас, позже с тобой свяжутся». «Да, хорошо», – сказал Элоке, и аккуратно обошел Унитракса, чтобы добраться до двери. «И еще одно мастер гильдии», – вдруг произнес Магос, когда Элоке уже собирался выйти. «Да». Унитракс протянул обтянутую белой перчаткой руку. «Рад был познакомиться», – сказал Магос. Элоке что-то буркнул и пожал руку. В следующий миг он взвизгнул и отдернул ее, словно его ужалили. «Гарантия твоего сотрудничества, мастер гильдии», – пояснил Унитракс, и вытянул палец, на котором в тусклом свете блеснул кончик иглы. «Что ты сделал?» – панически спросил Элоке, разглядывая запястье. «Нейротоксин, мастер гильдии. Он пока не активен, не представляет угрозы. Но если ты расскажешь кому-то обо мне или предашь нас, то не сомневайся, что агент-катализатор вскоре окажется внутри тебя. С воздухом, пищей, водой, да с чем угодно». Побледневший Элоке перевел взгляд с места укола на Магос, а затем без слов вывалился из комнаты. «Это было так необходимо?» – спросил Амигон, решив на будущее не подходить слишком близко к Магосу-отступнику. «Возможно, Орден Дракона имел в своем распоряжении яд, способный подействовать даже на примарки. Временами ты довольно далек от утонченности». «Понадеемся, что в яде не будет нужды, но во всем есть свои плюсы», – ответил Унитракс. «Когда Орден Дракона придет к власти, надобность в гильдиях отпадет. Чтобы облегчить в будущем их свержение, основания лучше заложить уже сейчас. Пока я не ушел, у меня есть для тебя сообщение от генерал-фабрикатора относительно событий на Марсе». «Уверен, что есть», – сказал Амигон. «Уверен». Стены коридора были облицованы огромными плитами из темно-серого металла. Альфарий провел по одной из них рукой. Сенсоры в перчатках передали на кончики пальцев ощущение гладкости ее текстуры. Крошечные тепловые детекторы подсказали, что стена холодная на ощупь. Ударив по плите кулаком, Альфарий увидел, как по ней во все стороны разбежались трещинки. «Керамид», – сказал он, – «как наши доспехи». «Ничего не трогай», – предупредил сержант Дорф. «Только с разрешения примарха. Если что-то начнет стрелять, открывай огонь в ответ, но без приказа ни к чему не прикасайся». «Есть, сержант», – сказал Альфарий, жалея о содеянном. В текущей ситуации за чрезмерное любопытство его вряд ли похвалят. Он вновь присоединился к группе легионеров, понимая, что привлек к себе лишнее внимание. Отделение Дора шло первым, разделенное на две группы по пять человек. С Дором были Альфарий, Лукар, Валпс и Марка с мультимелтой. Они преодолели уже около семидесяти метров перехода. В стыках между потолком и стенами были установлены светополосы, освещавшие легионеров ровным желтым светом. «Только посмотрите», – вдруг произнес Лукар, указав на одну из керамитовых плит впереди. «Переключитесь на тепловое зрение». Альфарий так и поступил. Авточувства доспехов переключились на инфракрасный диапазон спектра, и на глаза опустилась красная пелена. За указанной Лукаром плитой он увидел переплетение ярких полос. «Силовые кабели», – догадался Альфарий. «Сержант!» «Вижу», – ответил Дор и поднял руку, приказывая отряду остановиться. «Командор, впереди какие-то провода». Понял, немедленно прозвучал напряженный голос Агапита. «Ждите приказа!» «Пройдите 30 метров, сержант Дор», – раздался по Воксу глубокий голос примарка. «Вы увидите закрытую дверь. Возле нее ждите дальнейших указаний». «Принято, лорд», – ответил Дор, приказав отделению выдвигаться. «Следите за орудийными системами». Они прошли всего пять метров, когда плита в потолке отъехала в сторону, и из проема опустилось многоствольное орудие. Лукар среагировал первым, разрядив у него очередь из болтера. Разрывные снаряды изрешетили гнезда кабелей, и из них посыпались искры, и орудие, слегка подергиваясь, безвольно повисло на манипуляторе. «Если это самое худшее, что здесь есть, то сложностей не возникнет», – усмехнулся Лукар. Словно в ответ на его похвальбу, позади них раздался тревожный вскрик, за которым последовал треск лазерного выстрела. «Не отвлекаться», – отрезал Дор. «Не наши проблемы, продолжайте движение». Отделение направилось дальше, когда по коридору прозвучали грохот болтеров и характерный треск плазмогана. Как и говорил Коракс, они оказались в зале, чуть шире основного коридора, с единственной дверью в противоположной стене. Керамитовый портал был утоплен в стену из того же материала. Альфари не увидел ручки или замка, хотя тепловое зрение показало несколько кабелей, которые вели к дверному косяку. «И что, мы просто будем ждать?» – спросил Велпс. А затем, недолго думая, снял с пояса мелто-бомбу. «Может, прожжем дверь?» «Стоять!» – крикнул Дор и предупредительно поднял руку, когда легионер шагнул к двери. Альфари оглянулся. Кроме как размерами, зал ничем не отличался от ведущего сюда перехода. Безликость, идеальная однородность коридора встревожили его. Он был альфа-легионером и прекрасно осознавал дезориентирующую силу анонимности. В таком месте заблудиться проще простого. А Альфари не собирался сгинуть в этом единообразном, но смертельном клубке переходов и комнат. «Наверное, стоит как-то отмечать наше передвижение, чтобы не заблудиться», – предложил он. «Ты о чем?» – не понял Дор. Альфарий достал боевой нож и выцарапал на левой стене крест. «Если мы увидим его, то поймем, что уже были здесь», – сказал он. Они прождали несколько минут. Альфарий обернулся и увидел, что вторая половина отделения все еще находится в коридоре, в десятке метров позади. Исходящее от силовых ранцев тепловое излучение стало усиливаться, создавая в воздухе марева. Для теплового зрения Альфария воздухоотводы на ранцах легионеров казались белыми. «Командор, мы выделяем высокую тепловую сигнатуру», – произнес Альфарий. Примарх говорил, что у систем защиты есть тепловые регистраторы. «Правильно мыслишь», – согласился Агапита. «Всем отделениям перевести системы охлаждения на максимум, уменьшить тепловую сигнатуру». «Нет, тепловую сигнатуру не менять». Голос Корокса прозвучал тихо, но напряженно. Альфарий понял, что Примарх отслеживал переговоры всех отделений. Что само по себе было значительной умственной нагрузкой. Термальные сенсоры должны включиться. Вторая группа скоро выйдет на позицию. Их продвижение активирует первую трансформацию. Дверь перед вами откроется через две минуты. Приготовьтесь! Корокс с закрытыми глазами стоял в зале с лифтами, полностью сосредоточившись на механизме лабиринта и на расположении своих отделений. Он заблокировал входящие сообщения, кроме постоянного изложения хода событий по командной сети через бусинку Вокса. Словно взломщик, исследующий сложнейший из замков, Примарх прокручивал в уме взаимодействия вращающихся комнат, подъемных мостов, закрывающихся дверей и опускающихся сводов. Три группы уже разделились. Боевые отделения двигались по новым переходам, активируя по пути трансформаторную структуру. С каждым случайным изменением план Корокса разрастался. С каждым открывающимся или закрывающимся проходом обретал четкость. Он не мог предсказать всех действий лабиринта, но мог оперативно реагировать на каждое изменение. Время любого шага должно быть выверенным, и Примарх отрывисто отдавал необходимые приказы, направляя отделение туда, где оно было необходимо. Корокс отстранился от грохота стрельбы и рокота могучих механизмов с огромными поршнями. Он не обращал внимания на ругань и предупреждение своих воинов. Его единственной целью был взлом замка. Спустя 23 минуты на 17-м метре лабиринта гвардия Ворона понесла первые потери. Легионеру из группы Агапита попал в грудь лазерный заряд, выпущенный, поднявшийся из пола автоматической турелью. «У нас нет апотекария», доложил сержант. «Матан выглядит неважно». «Вы должны оставить его, сержант Канор», немедленно приказал Корокс. «Вернемся за ним позже. Веди отделение ко второй арке слева. Двери перед вами закроются через 7 секунд». «Матан едва дышит, ему нужна помощь». «Вы получили приказ», хладнокровно сказал Корокс. «Генотех, способ возродить гвардию Ворона, был наградой куда более важной, чем одна единственная жизнь». «Промедление смерти подобно». Лабиринт уже готовился к смене конфигурации. Нерешительность могла обернуться проигрышем, и это делало все их потери напрасными. «Ведите отделение». «Есть лорд Корокс». Примарх отвлекся на перепалку и едва не упустил возможность отправить ведущее отделение Агапита по мосту, который мог подняться вверх, когда люди Арката вошли в комнату перед ними. Корокс быстро оценил ситуацию и решил, что время еще есть. «Скат впереди» показался носителю специального оружия седьмого отделения Архульду Дейну достаточно безобидным, хотя лорд Корокс предупредил, чтобы они действовали осмотрительно. Ферракритовая дорога поднималась на десять метров над уровнем пола и вела к круглой двери, походившей на вход в корабельный шлюз. Дейн задрал голову и заметил такой же проем наверху, к которому по стене и потолку вела лестница. «И как туда забраться?» спросил он, перехватив огнемет, пока остальные воины боевого отделения продвигались к мосту. «Без понятия», ответил сержант Каббен. «Сосредоточиться!» Внезапно двойные двери, через которые только что прошло отделение, с громким шипением захлопнулись. Пол под ногами Дейна задрожал, раздалось характерное потрескивание. «Стоять!» закричал легионер и застыл на полушаге. Сержант Каббен успел встать на мост, прежде чем повернуться. «Что за...» Голос сержанта утонул в грохоте, вращавшиеся по оси комнаты, и легионеры полетели в воздух. Дейна оторвало от пола, и он оказался в свободном полете. Керамид под ногами не позволил закрепиться с помощью магнитных фиксаторов на подошвах, и он поплыл в воздухе вместе с остальным отделением. Мимо него, планируя к дальней стене, пронесся сержант Каббен. Гвардеец Ворона приземлился в трех метрах над полом, который теперь стал стеной. Дейн попытался дотянуться до перекладин лестницы, назначение которой для легионера прояснилось. Развернув огнемет, он выпустил короткую струю, чтобы подлететь к лестнице. «Что ты делаешь?» требовательно спросил Каббен. Сержант приблизился к стене и вытянул руку, чтобы остановиться. Дейн пытался ухватиться за ближайшую ступень. Наконец, его пальцы сомкнулись на металле. Треск стал интенсивнее и перерос в пульсирующий вой. Дейн торопливо оглянулся в поисках его источника. Лестница завибрировала от прошедшей между его пальцами энергии. Осознав свою ошибку, легионер стремительно убрал руку и оттолкнулся ногами от стены. Молния дугой пробежала по лестнице. Доспехом Дейна и зазмеилась по наружным кабелям на груди. Мышцы легионера свело спазмом и он полетел через всю комнату. Из доспехов посыпались искры, а плавящиеся гермоуплотнители и закоротившие электросхемы воспламенились. Он почувствовал, как горит и трескается его плоть. Но шок приглушил мгновенный прилив антистетиков, выработанных его телом. В голове вспыхнула невыносимая боль, казалось, выворачивающая челюсть. Продолжая вращаться, он потерял сознание и последним, что он увидел, были снова поворачивающиеся комната и его товарищи, которые падали на пол. Поступили распоряжения, сказал Дор и махнул болтером Марко и Альфарию, указывая на дверь. Переключаю на канал отделения. Альфари и Марко с оружием на готове переступили через порог и оказались в огромном сводчатом зале. В десяти метрах от них пол обрывался темным провалом, трещиной в горной породе. Благодаря тепловому зрению Альфари увидел в потолке характерный блеск силовых кабелей и еще неактивированных огневых точек. Через 32 секунды к вашей позиции опустится мост, раздался голос Коракса, транслируемый через вокс-установку сержанта Дора. У вас будет 43 секунды, чтобы пересечь его. Тут семь орудийных турелей, доложил Марко. Расположены случайным образом. Нам видны только три из них. Придется вступить на мост, чтобы увидеть остальные. Укрыться негде, добавил Альфарий. Мы будем как на ладони. Ослепляющие гранаты, ответил Коракс. Они выведут орудия из строя на 20 секунд. Недостаточно времени, лорд, сказал Дорт. Ущелье по меньшей мере 250 метров в ширину. Будете бежать, сержант, прозвучал сжатый ответ Примарко. Альфарий хотел было возразить, но промолчал, как поступил бы, если бы приказ отдал его собственный Примарк. Остальные, судя по всему, полностью доверяли решению Коракса, поэтому он не мог позволить себе не согласиться с ним. Я пойду первым, сказал он. Марко, сможешь попасть во вторую турель справа? От края пропасти? Да, ответил Марко. Постой, резко крикнул Дорт, когда Альфарий уже снял с пояса ослепляющую гранату. Альфа-легионер замер. Сержант сделал пару шагов мимо легионеров, оглядываясь по сторонам. Прибереги ее, пока не дойдем до моста, сказал Дорт, указав болтером во мглу, скрывавшую дальнюю часть комнаты. Мы можем снять эти турели еще до того, как начнем переход. По огромному залу прошел глубокий рокот. Начала осыпаться пыль с острых сталактитов, которые наросли вокруг тяжелых клепаных балок, поддерживающих потолок. Из отверстия наверху стала опускаться металлическая конструкция, раскачиваясь на десятках цепей, каждое звено которых было размером с предплечье легионера. У вас 43 секунды! Голос Коракса звучал спокойно, почти равнодушно. Дор скороговоркой выкрикивал приказы, и отделение стремительно приступило к действиям. Альфарий бросился к металлическим столбам, отмечавшим место, куда опустится мост. Его шаги активировали сенсор, и из металлического потолка прямо у него над головой опустилась турель. Лукар тут же открыл огонь из Болтера, и изрешеченный корпус турели изверг ураган искр. Альфарий, полагаясь на свое отделение, не останавливался, и на ходу вырвал из гранаты чеку. Его слух наполнил бой мульти-мелты за секунду до того, как еще одна турель исчезла в тумане расплавленного металла, закапавшего на доспехе альфа-легионера. Наконец, с громовым лязгом мост упал на опорные столбы и замер. Альфарий вплотную приблизился к нему. Сапоги вздымали с решетчатого пола хлопья ржавчины. «35 секунд!» предупредил Дор. Его слова почти затеряли среди грохота болтерного огня. На этот раз уже велпса. Загорелась очередная турель. Альфарий, что и сил, работая руками и ногами, побежал по мосту со слепляющей гранатой наготове. Благодаря доспехам каждым шагом он преодолевал по три метра. Остальные легионеры с грохотом устремились следом. Альфарий напрягся, ожидая услышать характерный треск лазера. «Справа третий квадрант!» рявкнул Дор. Альфарий, не оглядываясь, услышал, как остановился Велпс. Из сумрака полыхнула красная вспышка, и в метре позади него оплавился пол. Болтер Велпса взревел, и защитная турель умолкла навеки. «Граната!» крикнул Альфарий, и метнул далеко вперед детонатор ослепляющего поля. Сверкая красным, сфера полетела во тьму, когда еще одна турель открыла огонь. Луч оставил яркий след на сетчатке Альфария, прежде чем попал в настил моста прямо перед ним. Устройства управления турелью адаптировались и упредили его движение. Лишь мгновенная пауза для броска гранаты спасла легионера от прямого попадания. Он пригнулся и побежал еще быстрее. В дальнем конце моста взорвалась граната, окутав его вихрем облаков и серебряных частичек и разрядов электромагнитной энергии. Системы управления защитой вновь адаптировались. Турели были ослеплены, но спустя миг после того, как огонь прекратился, они вновь принялись поливать пространство рубиновыми лазерными лучами. Заряд ударил мимо плеча Альфария, и он едва не выругался на родном языке, но слова застряли меж стиснутых зубов, когда он ворвался в ослепляющее поле. Внезапно слязгом ожили шестеренки и зашипела гидравлика. Мост под ногами Альфария содрогнулся, из-за чего легионер едва не перевалился через низкий поручень. Кругом искрилось ослепляющее поле, лишив его доступа к информации авточувств доспехов. Оглушенный и ослепленный Альфарий изо всех сил целую вечность, окутанный ослепляющим полем, не видя потрескивающих лазерных лучей, которые, безусловно, сжигали все вокруг него. Альфарий приземлился с гулким грохотом и, едва не поскользнувшись, припал на колено, отчего доспехи протестующие взвыли. Он стремительно поднялся и побежал дальше, надеясь, что остальные следуют за ним, а еще на то, что Коракс был прав и впереди их ждет арка или открытая дверь. Ослепляющее облако постепенно рассеивалось, глушащие и искажающие волны расползались во мрак. Выйдя из созданного гранатой поля, Вокс и авточувство Альфария вновь ожили. Вокруг него сверкали лазерные лучи, выбивая из пола фонтанчики расплавленного камня. Не было смысла уклоняться от безумных очередей, поэтому Альфарий лишь быстрее вспыхивали пятна света, в ушах раздавался приглушенный звон. Системы доспехов восстанавливались после ослепляющего поля. «Ева сверху!» кричал Дор, появившись из рассеивающего клубка энергетических разрядов. «Слева сверху!» Альфарий поднял болтер и заметил в инфракрасной дымке мигающий во тьме искусственный глаз турели. Тремя выстрелами он пробил корпус орудия и в воздух «Останавливайся!» бросил Лукар, пробежав мимо Альфария и хлопнув его по плечу. Альфарий взглянул вперед и увидел, как освещенный желтым светом проем постепенно исчезает под опускающейся тяжелой дверью. Гремя доспехами легионеры один за другим пролезли под дверь. Марка шел последним, немного отставая из-за веса своего оружия. Внезапно из потолка сверкнул красный лазерный луч и расколол броню Марка попытался проскользнуть под закрывающейся дверью, но безуспешно. «Оставь его!» отрезал Дор. Словно не услышав приказа, Альфарий инстинктивно отбросил Болтер и обеими руками ухватился за ранец Марка. Он потянул изо всех сил и протащил легионера под дверью за миг до того, как она с резонирующим гулом встала на место. Они оказались в коридоре, как две капли воды похожем на тот, из которого они начали путешествие с такими же гладкими серыми стенами без каких-либо отметок. Через 10 метров переход резко сворачивал вправо. «Сержант Дор, доложите о состоянии!» Судя по голосу, Коракс не сомневался, что его воины сумели преодолеть препятствие. Дор бросил взгляд на отделение. Линзы его шлема поблескивали в ярком свете единственной полосы на потолке. «Мы прошли, лорд Коракс», доложил он. «Но Марка ранен!» «Он может идти!» Вопрос оставался безответным, пока Лукар помогал Марка подняться. Легионер подобрал мультимелту и проверил силовые кабели, соединяющие оружие с ранцем. «Я здесь не останусь!» напряженно ответил Марка. «Но не думаю, что смогу бежать!» «Идти может!» передал Дор слова легионера. «Какие будут приказы?» «Пройдите 30 метров!» «Принято! выдвигаемся!» ответил Дор. В этот момент из-за угла раздались лязг и шипение. Перед отделением возникла странная помесь двуногой машины и небольшого танка с ногами-гусеницами из металлических звеньев. Ее корпус имел форму турели с двумя многоствольными орудиями, угрожающе направленными прямо на воинов. В небольшом модуле на вершине машины располагались сенсорные тарелки и искусственные глазные линзы. Опешив от столь внезапного появления противника, легионеры могли лишь наблюдать за все быстрее разгоняющимися стволами. Коракс предупреждал о подобных устройствах, но пока им приходилось сталкиваться лишь со статичной защитой. Еще только поднимая болтер, Альфарий понимал, что не успевает. В бок Альфария что-то врезалось, отбросив его в сторону за миг до того, как машина страж открыла огонь. Лукар в полете стрелял из болтера, принят на себя орудийный огонь. Снаряды размером с кулак решетили его доспехи, разбрасывая во все стороны осколки керамита и куски покореженного металла. Лукара отбросило назад, и он с расколотыми, изрытыми дырами и треснувшими доспехами повалился на пол. Альфарий открыл огонь, митя в сенсоры и уничтожил линзы с антеннами. От выстрела мультимелты Марка бок машины взорвался градом расплавленных осколков, обнажив дымящиеся платы и проводку. Секундой позже, когда турель развернулась к Марка, в дыру угодило несколько болт-снарядов Дора. Велпс разбежался и прыгнул, стиснув в руке мелтозаряд. Он уклонился от выстрелов стража, сбивших Дора с ног. Гневно выругавшись, Велпс стремительно прицепил заряд на магазин под орудиями и отскочил в сторону. Машина исчезла во слепительной вспышке света, от которой на дисплее Альфария загорелись тепловые предупреждения. Взрыв оказался куда сильнее, чем смог бы вызвать один мелтозаряд. В грудь и плечо Альфария попали осколки, но доспехи выдержали. Керамитовые стены коридора были покрыты трещинами и вмятинами. Самоуничтожился, заметил Велпс. От огненного всполоха краска на его доспехах пошла пузырями. Выругавшись, он еще несколько раз выстрелил подымящимся и подрагивающим останком машины. Альфарий посмотрел на Лукара, в неестественной позе лежавшего на сером полу. Лицевая часть шлема Астартес превратилась в месиво. Чеканный символ гвардии ворона на нагруднике был искорежен до неузнаваемости и с десятка пробоем в доспехах вытекала кровь. Похоже, сержант жив, доложил Марка, склонившись над неподвижным телом Дора. Сержант в ответ слабо поднял руку. Лукар погиб, тихо произнес Альфарий. Гвардеец ворона принял на себя большую часть выстрелов и спас жизнь Альфарию. Взирая на окровавленные разбитые доспехи Лукара, Альфа-легионер недоверчиво покачал головой. Почему он оттолкнул меня? А почему ты вытащил меня? Спросил Марка, помогая Дору подняться. Альфарий не знал, что ответить. Эти воины были гвардейцами ворона, его врагами. Он понимал, что его цель уничтожить их. Но по условиям задания ему также требовалось помочь Кораксу отыскать содержимое хранилище. Это означало, что легионеры должны были оставаться в живых, чтобы проникнуть в Санктум-горы. Но это не единственная причина, сообразил он. В конечном итоге им всем надлежало умереть. Но Альфарий уважал своих товарищей по отделению. Возможно, даже дружил с ними. Ему и думать не хотелось, были ли это отголоски воспоминаний, питанные аммофагией из материала погибшего воина. Или же нечто куда более тревожное и проблематичное. Мы боевые братья, тихо сказал Дор. И присел, чтобы положить руку на развороченное тело Лукара. Да, произнес Велпс, прижав кулак груди. Боевые братья. Боевые братья, прошептал Альфарий и отвел взгляд от мертвого легионера. Не в силах справиться с тревожными мыслями. Аркад с подозрением осмотрел канал впереди. Переход был длинным и узким, не более двух метров в ширину и около трехсот в длину, и внезапно сворачивал вправо. В пятидесяти метрах от них из стены выходил Жолоб и пересекал по диагонали весь коридор. Аркад приказал кустодиам остановиться и стал ждать указаний от Коракса. За три с половиной часа, прошедший с тех пор, как Аркад вошел в лабиринт, он проник соуважением к примарху и, возможно, стал ему немного доверять. Четыре раза предупреждения и приказы Коракса спасали его и группу от смертельных ловушек и атак. Всего несколько минут назад Аркад отскочил в сторону, как раз вовремя, чтобы избежать газообразного распыления кислоты, которое за пару секунд прожгло бы его доспехи. По каналу неспешно тек ручеек, темно-зеленая густая жидкость, уровень которой становился все выше. Думаю, переход будет затоплен, Коракс, доложил Аркад. Это просто смазочная жидкость, ответил примарх. Она не опасна. Идите в конец перехода. Там будут три двери. Вам нужна та, что слева. За ней находится энергосистема. Возможно, лазерная ловушка. Будьте настороже. В последнем напутствии не было нужды. Аркад не терял бдительности с того самого момента, как вошел смертельный лабиринт. Он последовал указаниям Коракса, направив группу к повороту. Вдруг позади него кто-то вскрикнул, и он, обернувшись, заметил, как к потолке открылся люк. Из него вылетели три серебряные сферы, каждая не больше его кулака. Первая тут же разлетелась оплавленными осколками, пронзенная копьем кустодия Гания. Две другие взорвались сами по себе, засыпав Гания и гвардейца ворона возле него острой шрапнелью. От их доспехов пошел пар, когда кислотная смесь начала быстро прокладывать путь к плоти. Ганий закричал. Аркад впервые услышал от кустодия такую реакцию на боль и попытался отсоединить нагрудник. Легионер гвардии ворона повалился на землю с проплавленной в шлеме дырой, забрызгав пол кашицей из растворенных костей черепа и мозга. Ребра! взревел Ганий и, сжав грудь, рухнул на колени. Аркад действовал без раздумий, чтобы избавить Гания от невыносимой муки из-за плавящегося сердца и легких. Силовая алебарда полыхнула энергией, когда он взмахнул оружием и одним ударом отсек кустодию голову. Тело Гания повалилось на землю, эхо падения разнеслось по всему коридору. Вперед! Левая дверь! Атривиста бросил Аркад и махнул алебардой, показывая направление. Какое-то время он стоял над телом кустодия, ожидая появления новых сфер. Когда геец Ворона, Аркад двинулся следом, напомнив себе о словах Примарха, что содержимое хранилища обеспечит поражение Хоруса. Бросив последний взгляд на тело Гания, начавшее сворачиваться внутрь, когда кислота проела позвоночник, Аркад поклялся, что заставит Коракса сдержать обещание. Продолжение следует...